Я у Чихо Итачи, мой внутренний мир никогда не заплачет пропитанной болью Я сделал свой выбор, забытый шиноби, и там я был избранным место Мира бы выбрали за город, в душе у ребёнка оставили радость, забытый огонь На моём пальце, кровь на клинке, яся на кацюке Амэгакура Нусата стала для него местом, куда он возвращался Он никогда не называл эту деревню домом Хотя, по логике, после стольких лет службы в Акацке, другого места, куда он всегда возвращался, у Итачи у Чихи не было Он редко там появлялся, перемещаясь по странам с различными миссиями и краем глаза присматриваясь за передвижениями его маленького брата Хотя, маленьким его уже сложно было назвать Он определённо вырос и стал достаточно сильным шинобиотступником Итачи был рад, что Арчимару покинул Акацке до того, как Саске примкнул к змеиному Санину По крайней мере, ему точно не пришлось лицезреть своего полного ненависти брата в команде и не пришлось ему ничего объяснять И, определённо, не придётся Время ещё не пришло, однако, он уже все спланировал То, как передаст свои глаза Саске и то, как пробудит его Мангик Ешаринга в их последней битве Однако, Атато Прим Младший брат, ещё не готов к их битве Учиха молчаливо шёл по тропе, которая вела вам и Гакури, в сопровождении своего напарника Хашига Кикисами Который обладал потрясающим талантом не напрягать своим присутствием Итачи Наслаждаясь тишиной и лёгким побрякиванием колокольчиков на их конусовидных шляпах, скрывающих глаза и лица Двое Шиноби медленно направлялись на встречи с лидером К вечеру они доберутся до деревни и лидер даст новое задание Итачи в глубине души надеялся, что это будет не поимка дженчурики Канохи Так как он совершенно не хотел вредить членам деревни ради которой он перерезал практически весь свой клан Нет, не сказать, что он с радостью принимал задание по убийству Шиноби и других деревень Однако, он всегда чувствовал некое облегчение, когда узнавал, что задание не связано с Канохой Сохраняя при этом хладнокровные выражения лица Что-то вы сегодня чересчур молчаливы Всё-таки нарушил тишину Кисами Разве я похож на человека, любящего поговорить? Все с тем же хладнокровным выражением лица ответил очхо Я этого не говорил Кисами пожал плечами Предлагаю остановиться немного и передохнуть Мы не ели со вчерашнего вечера Итачи притормозил, а затем кивнул, подевая дорожную сумку Тогда остановимся вон у того дерева Итачи указал на толстый дуб, раскинувший свои ветви широко в стороны и образовывавший прекрасную теневую завесу Я разведу огонь Кисами кивнул и отправился к реке, чтобы набрать воды и поймать хоть что-нибудь в трапезе Иначе есть им придется одни сухари, что остались среди их припасов Давненько они не появлялись в Амыгакуры, чтобы пополнить свои сумки всем необходимым, особенно медикаментами, которые быстро иссякали Кисами заприметил, что его напарник иногда пьет обезболивающий отвар и заботливо старался пополнять его запасы без лишних вопросов За это Учиха и любил Хошигаки Тот уважительно относился к чужому личному пространству и никогда не лез в личную жизнь Однако при этом проявлял заботу о напарнике С ним было комфортно и лучше Итачи даже представить не мог Разведя огонь с помощью техники Котона, он стал ждать Кисами, глядя, как языки пламени медленно пожирают сухие деревянные ветки, которые Учиха собрал вокруг дуба Солнце постепенно покидало зенит, не прекращая нещадно палить прямыми лучами, а в тени было прохладно и свежо Итачи-сан, посмотрите, какой кролик Хошигаки нес довольно крупного пятнистого дикого крола Учиха улыбнулся одними уголками губ и кивнул Давно они не ели нормально, во время выполнения миссии и странствия нечасто есть время вот так остановиться и запечь на углях дикое мясо Так что, приходилось довольствоваться припасами и свитков да лягушками, коих в местности их прошедшего странствия было в изобилии Кисами расправил свой черный плащ, опускаясь у горящего костра, и, наконец, снял шляпу, наслаждаясь прохладой под сенью дуба Кролик медленно запекался, нанизанный на палку, воткнутый в землю, анукини насидели в молчании, думая каждый о своем и не забывая при этом контролировать местность После долгожданной трапезы, Итачи затушил костер, скрывая следы их пребывания, хоть за ними никто сейчас не следил Идем, Кисами, нам пора Отрезал Учиха и они продолжили свой умолчаливый путь в деревню дождя До башни пиуна они добрались еще до заката Итачи в глубине души был рад этому, так как хотел освежиться и сменить давно требовавшие стирки одежды на свежие Неважно, как силен был этот нукинин, как и любой человек, ему было приятно чувствовать себя свежим Я буду ждать вас через час Коротко отрезал Кисами, направляясь в свою небольшую комнатку Итачи лишь кивнул в ответ, зная, что напарнику этого будет вполне достаточно Щелкнул дверной замок и Учиха вошел в стылу комнатушку, в которой была лишь кровать и небольшой шкаф Комната находилась глубоко под землей и окон в ней не предполагалось Итачи не любил это место из-за ощущения, что он похоронен раньше времени Однако, это единственное, что у него здесь было Он достал из шкафа спиртовую горелку и, проверив сколько жидкости осталось, удовлетворенно кивнул, складывая печати катона Учиха поджег горелку и поставил ей на середину комнатки, чтобы к его возвращению помещение хоть немного прогрелось и осушилось Скинув с себя дорожный плащ и поежившись от сырого холодного воздуха, он взял полотенце в сменную одежду и направился в душевые Приятное ощущение горячей воды, хлынувшее на уставшее тело быстро смыло всю усталость и грязь От него не исходило неприятного запаха, так как одним из важнейших для выживания факторов было не издавать звуков, не источать запахов и не фонить чакрой Но это не значило, что на его теле не было грязи после такой длительной миссии Натираясь жесткой мочалкой и позволив себе немного поморщиться от удовольствия пока никого в округе нет, Учиха гонял в голове очередные мысли о брате Мальчишка вырос, но еще недостаточно для него силен Или же сам Итачи еще недостаточно слаб Мысленно продумывая дальнейшие шаги, он пытался составить план на случай, если джинчурики Девятихвостова прикажут захватить именно ему Нет, не так Он планировал сам взять на себя эту миссию, чтобы максимально уберечь деревню от разрушения при столкновении с другом Саски Однако, пока в голову ничего не шло Нужен отдых И медитация Чтобы решить этот вопрос В надежде, что сегодня лидер даст задание не связанное с Конохой, Итачи выключал души, вытирая каплю воды, стекающую по его телу, задумчиво смотрел перед собой Уже закончили? В душевую пришел Кисами Да, увидимся через сорок минут Кивнул Итачи, покидая помещение, обернувшись в полотенце Еще есть время отдохнуть Бросив грязные одежды в специальную корзину, он с удовольствием натянул чистое белье и просто рухнул на кровать, жалобно скрипнувшую от веса его тела Спиртовка хорошо справлялась с температурой и влагой, так что в комнате уже не было ощущения могилы и сырости, отчего Итачи на миг позволил себе расслабиться и почувствовать себя человеком, а не машиной, выполняющей задание Через какое-то время в дверь постучали Итачи молча встал, не спрашивая кто находится по ту сторону, просто отворил дверь и кивнул напарнику Пора идти Лидер сегодня был в своем основном облике рыжеволосого парня с персингом на лице Пейн дождался, когда придет команда Сасари с его взбалмошным подрывником в напарниках, а потом, окинув взглядом обе группы, поведал о своих планах Мы начинаем миссию по поимке дженчурики Первым в нашем плане будет Ищеби В зале стояла тишина и лидер, немного помолчав, продолжил Вы четверо отправляетесь в Суну, у вас есть месяц, чтобы проанализировать уязвимое место Казикаге, его семьи и деревни Я хочу, чтобы команды не пересекались между собой и чтобы было подготовлено два аналитических отчета, которые вы представите мне ровно через 30 дней Ваша миссия начинается завтра на рассвете Пополните свои припасы и отдохните Им ничего не оставалось, как согласиться, хором отрапортовав Да, лидер сама, они растворились в воздухе, отправляясь в разные части башни Итачи не нужно было обсуждать с напарником, куда они пойдут, чтобы перетереть детали миссии и распланировать все до мелочей Они материализовались в небольшом тренировочном зале спустя несколько мгновений Утром отправляемся в Суну Мои вороны будут наблюдать за семьей Казикаге, а мы в это время будем искать слабые стороны деревни Что ж, я займусь боеприпасами и провизией За это Итачи и уважал кисами, ему не нужны были указания, что делать Серые дорожные плащи будут не такими броскими, так что, облачимся в них Итачи кивнул, разворачиваясь к напарнику спиной Я займусь боевыми пилюлями и лекарствами Что закончилось в твоей аптечке? О, не переживайте, Итачи-сан, я пополню свой запас по пути из прачечной Они отправились каждый по своим делам, договорившись, что соберутся утром перед рассветом Иучиха позволил себе облегченно выдохнуть, когда дверь его комнатки закрылась за его спиной Кноха все еще была под угрозой, однако, у него пока есть время продумать, как отвезти дженчурики к юбе от деревни Он уснул так и не поужинав, привычка забывать о еде была не самой правильной Однако, Итачи не придавал этому значения, пропущенный прием пищи не доставлял беспокойства А думать о каких-то последствиях в далеком будущем казалось для него смехотворным Он был человеком, у которого не было далекого будущего Итачи-сан, мы ходим вокруг Суна на Куре уже третьи сутки, почему бы нам не проникнуть в саму деревню? Слишком много членов Акадски в одном месте Коротко ответил Иучиха Сосари Дейдара покинутые через двое суток и тогда мы проникнем туда Они огибали периметр в очередной раз, ставя легкие метки на тропы вокруг Мало кто мог бы запеленговать эту метку, однако, пройдя по тропе, ей нарушат Иучиха сможет проанализировать, как часто пользуются теми или иными тропами в деревню Стараясь ступать по песку так, чтобы не оставлять следов, двое членов Акадски бесшумно шли чуть поодаль от огромного забора, ограждающего территорию деревни Две тропы, что они нашли, из великого множества были совершенно заброшены и были заметены песком, однако, было видно, что когда-то эти места пользовались популярностью При желании их можно было использовать в ночь перед нападением, главное, ослабить стены в этом месте Еще с десяток троп за эти три дня никто не использовал, остальные же уже насчитывали десятки людей, проходивших в деревню или из нее Но, эти тропы тщательно охранялись у самой стены члена Мянбупеска Вороны докладывали о перемещении Казикаги и его семьи каждый вечер сидя у костра, скрывшись глубоко вдали от глаз стражи деревни, напарники анализировали его слабые стороны Грот, в котором они нашли пристанище, был неглубоким и скрытым в густой листве Как иронично, сейчас его скрывает лист Один из немногих оазисов, находившихся в небольшом удалении от Суны Удобный для тех, кто умеет следить на расстоянии Обе команды разрабатывали план, однако, Итачи не горел желанием участвовать в нападении Его глаза уже начали проявлять признаки потери зрения, а значит, пользоваться своими силами стоит как можно аккуратнее Будучи уверенным, что Сасарь и Дейдара наоборот будут очень рады полученному заданию Учхо сильно не переживал насчет предстоящей атаки Лидер не был официально осведомлен насчет его проблем со здоровьем Однако, Итачи был полностью уверен, что Пейн, имея такие сильные глаза, все прекрасно знал Именно поэтому последние миссии его команды были больше разведывающей, нежели атакующие Пойду поймаю какую-нибудь живность Протянул кисами, медленно поднимаясь и направляясь вглубь леса Итачи безучастно повел плечом, глядя на пламя, пожирающее поленье Он снова был в своих мыслях, судорожно думая о Канохе и своем младшем брате Подбросив в огонь несколько палок он подумал, что было бы здорово вместо выращивания в Саске Мстители Самостоятельно его обучить, передавая свои знания, а потом и глаза, вызвав перед самой кончиной на последний бой Однако, уже ничего не исправить, а то тоже взрастил свою ненависть в себе Еще тогда, будучи 11-летним мальчишкой, Саске показал насколько сильно он пропитан желанием отомстить Но, каждый может совершить ошибку Особенно, когда ситуация так сильно давила на плечи Ошибкой Итачи было принять такое поспешное решение по отношению к брату Вздохнув, Учиха поднялся, чтобы собрать еще немного хвороста для костра Кисами точно принесет добычу, а каким бы он ни был высококлассным ниндзя, есть обязательно нужно Готовка не была его любимым занятием, хотя, Итачи сам себе никогда не мог признаться в том, что ему вполне нравилось бы это делать в собственном доме и на собственной кухне Но у него ничего этого не было Набрав охапку хвороста, он вернулся к костру и просканировал территорию Где-то вдалеке он почувствовал кисами, забредшего в поисках добычи куда-то вглубь леса По тропе, проходящей в паре сотен метров от них, шел караван, направлявшийся в Суну Учиха призвал одного из своих воронов и направил того к путникам Оглядывая вороньими глазами повозки, Итачи отметил для себя, что везут они далеко не продовольствие В клетках, укрытых плотным брезентом, находились живые существа Но птице не хватило сил пробраться сквозь брезент, едва он коснулся ткани, его развеяло Тринадцать повозок, которые он успел насчитать, так и остались загадкой Что? Итачи удивленно вскинул брови На брезентовые покрытия были наложены какие-то сильные печати, что развеяли его ворона А значит, они везут что-то, чему стоит уделить внимание Создав очередную птицу, Итачи направил ей к повозкам Но в этот раз ворон спокойно сел на ткань, покрывавшую одну из клеток Поддев к львам ткань, птица заглянула внутрь и обнаружила там спящего льва Хм, промычал Нукинин, пытаясь проанализировать окружающую обстановку Какая-то из повозок перевозит то, что нужно скрыть от чужих глаз Остальные же не были прикрыты печатями Итачи направил птицу в небо, оглядеть периметр и увидел, что с нескольких сторон от каравана Чуть поодаль следует шиноби в масках Шестеро Определенно это были шиноби, однако, течение чакры в них было какое-то странное Словно они пытались ей скрыть, а получилось скрыть лишь ей циркуляцию Ровный фон силы все-таки был немного уловием Запустив руку в карман дорожного плаща, он вытянул оттуда потрепанный блокнот Такие были почти у всех ниндзя, где каждый ввел свои пометки, дабы не упустить важную информацию Пожелтевшие страницы, мелко исписанные аккуратные миканди с небольшими рисунками на некоторых страницах Итачи быстро пролистал блокнот, но, подобной формы не обнаружил Это были не анбу скрытых деревень, на их форме не было вообще ни одного отличительного знака за исключением масок Черно-серебряные маски, словно ртутные капли с зияющими темнотой и прорезями для глаз закрывали лица Ворон попытался полететь как можно ближе, чтобы разглядеть глаза Но во мраке без луны ночи нужно было подобраться чересчур близко, и Тачи не стал так рисковать Это могло раскрыть его Что же они охраняют? Животным сопровождение отряда Ниндзя точно не нужно Значит, либо в караване едет очень важная персона, либо очень важный груз, а раз направляются они в Суну, значит, у Чихи нужно узнать, что это Ведь его задача анализировать любую информацию о деревне В особенности такую нестандартную О чем задумались, и Тачи сам? Кисами вернулся с небольшим кроликом в руках Я обнаружил караван, который охраняется странным отрядом неизвестных мне Шиноби В караване перевозятся животные, но одна повозка защищена печатями Она развеяла моего ворона и едва тот коснулся ткани Думаете, они перевозят что-то, что может заинтересовать нас? Думаю, что одно наличие защиты и охраняющего отряда уже должно нас заинтересовать Лицо и Тачи не выражало ничего, лишь блики костра мерцали в его бездонных глазах цвета ночного неба Кисами кивнул и принялся разделывать кролика Я могу отправить водяной клон, по следу Нет, ворона будет достаточно Отрезал Лучха И в тишине ночи они принялись готовиться к ужину Искры костра освещали грот и деревья, плотно обступившие его вокруг Кисами нанизал кроличье мясо на палку и пристроил его костра, молча опустившись рядом с напарником Иногда в такие моменты они позволяли себе немного пофилософствовать Нет, не оголять души друг перед другом, а поговорить о глубоком Однако, Кисами прекрасно понимал, что Учиху максимально сконцентрирован на контроле воронов и просто стал вырошить полкой огонь И Тачи действительно мысленно был не здесь Джинчири Кичаби сейчас совершал свой ежевечерний обход по периметру деревни, молниеносно перемещаясь по тропе В этот момент Учиха старался увести своего ворона как можно дальше, чтобы бдительный молодой Казикаги не заподозрил ничего плохого Едва не попавшись под маршрут состры Джинчирики, И Тачи поспешила скрыть своих птиц в ветвях одного из довольно высоких деревьев Вообще, их здесь было катастрофически мало и птицам было трудно скрываться Неудивительно, те немногочисленные растения были явно высажены искусственно и оберегались с особой заботой Среди песков мало что самостоятельно могло вырасти Перенаправив свой взгляд на караван, который преследовал другой ворон Учиха с удивлением обнаружил, что они отклонились от основной дороги, огибая деревню Раз они не идут в Суну, по сути это переставало входить в круг интересов Нукинина Однако, почему-то из головы все никак не выходила эта повозка Что же там? Может, они перевозят единственного биджу, у которого нет Джинчирики А может, они перевозят важные свитки, которые могут оказаться полезными Акацки Устало вздохнув, Итачи вернул свое сознание обратно в тело Как обстановка за горизонтом Кисми изогнул свой окулий рот в улыбке Караван отклонился от Суны Тогда, нам нет необходимости тратить на него время Ты прав Итачи кивнул, однако, не стал развеивать своего ворона Так и оставив того следить за цепочкой повозок Когда, наконец, пришел их черед проникнуть в Суну Итачи первым делом нашел небольшой трактир В котором они с кисми остановились Точка неимоверной удовольствия доставляла возможность поспать на чистой кровати и принять душ За прошедшую неделю его вороны облетели каждую улочку здесь Находя укромные места для засад и для ловушек Отчего Итачи не составило труда разработать приблизительный план наступления и обороны во время атаки на деревню Так, чтобы пострадало как можно меньше людей мирного населения Впереди еще почти две с половиной недели миссии Однако, его план был сформирован предельно четко и Учиха Лишь продолжал следить за Казикоги и его семьей Кисами, что бы ты хотел сделать, будь у тебя выходной? Спросил он у напарника одним из вечеров Они сидели каждый на своей кровати в небольшой комнатке, которой им оставалось еще двое суток в Суне Затем нужно будет смениться с командой Сасаря и Дейдары Эти двое снова войдут в деревню, а Учиха с напарником выйдут за периметр Я прошелся бы по рынку и прикупил чего съесть снова про запас Зашел бы в один из трактиров и съел бы тарелку риса с креветками и крабовым мясом А потом бы посвятил время самих Аде Давно пора сменить на нем бинты и смазать жиром Кисами довольно морщился, представляя все это Тогда, возьми завтра выходной Чем займетесь вы, Итачи-сан? Учиха задумчиво вскинул взгляд к потолку Человек без дома, человек без семьи У него было мало интересов, отчего придумать занятие в гипотетический выходной Было задачей не из легких Честно говоря, я бы посетил одну из кондитерских лавок Расположенных на главной улице И неспешно выпил бы ароматного чая с какой-нибудь местной сладостью Итачи вздохнул Кисами кивнул и протянул руку к мечу, принявшись перематывать уже поносившиеся бинты клинка Створки окна были распахнуты и слабо ночной ветерок колыхал видавшие виды занавески когда-то бывшие, наверное, белоснежными В этой деревне дышалось довольно тяжело, сухой пыльный воздух забивал легкие и вызывал у Итачи отвратительные приступы кашля Учиха подумал, что неплохо бы дойти до аптечной лавки и взять каких-нибудь укрепляющих отваров, а то из-за этого гадкого климата болезнь прогрессировала быстрее Встав с кровати, издавший жалобный скрип, Итачи закрыл окно, чувствуя, как даже со слабым ветром в комнату надувают мелкую песчаную пыль Возьми завтра выходной Подытожил Учиха Я продолжу наблюдать за Казикоги через Ворона Месяц торчать в этой деревне нам нет необходимости Караван двигался с короткими остановками на сон уже несколько дней Ворон Итачи с завидной периодичностью прятался под брезентом последней повозки, где бесконечно спал лев, на шею которого был надет золоченый ошейник Казалось, он вовсе не живой, однако, спустя сутки Итачи заметил, что какой-то человек, не являющийся шинобе, пробирался под брезентовое укрытие и вкалывает животным какой-то препарат Попытавшись посмотреть, что же таится под тем брезентом, покрытым странными печатями, ворон подлетел ближе, увидев очередную клетку Но, животного в ней не было На пылу посередине клетки, посреди вороха соломы, лежала обнаженная девушка Единственное, что было надето на нее такой же ошейник, как у животных Она спала и даже не дернулась, получая очередную инъекцию Ее тело было исхудавшим, а кожа имела серо-желтый оттенок, словно она не ела и не пила довольно много дней Слипшиеся грязные волосы, спутанные с соломой и перепачканные засохшей кровью, укрывали спину девушки И это было единственное, что могло хоть как-то согреть ей, а ведь ночи в пустыне холодные, да и караван направлялся далеко на север, оставляя жаркую суну позади Итачи ощутил довольно сильное излучение чакры от нее, что означало, что это была кунаича Но, зачем ей посадили в клетку и держат под снотворным, и еще более странный вопрос, почему ее перевозят в караване простые люди, пусть даже сопровождаемые шестеркой шинобедвигавшихся на небольшом удалении от самого каравана Сидя на кровати ранним утром Итачи растирал затекшую от лежания на непривычно мягком матрасе шею Его не отпускала мысль о том, что его ворон увидел это и ночью Шесть шинобедса странно фонящий чакрой, подозрительно похожи на силу пленницы, и неизвестным обмундированием все так же сопровождали караван Но очиха так и не смог оценить, насколько сильны это противники и как быстро и тихо он сможет их убрать Нет, в том, что он сможет, сомнений даже не было, ему хотелось сделать это максимально бесшумно и мгновенно Вид бедной измученной девушки в клетке и все происходящее вокруг казалось довольно странным Слишком странным Итачи решил проверить, когда человек будет ставить следующий укол И попытаться с помощью ворона дотронуться до внутренней части брезента, которая, как он заметил, не была покрыта символами В надежде, что ворон не развиться, он сможет спланировать освобождение пленницы с помощью клона, чтобы выяснить для какой цели она была похищена и перевозиться в таких условиях Уже проснулись? Вежливо спросил выходящий из душ напарник Он был уже одет в привычную экипировку и покрытый серым дорожным плащом Я отправляюсь в оружейную лавку, хочу посмотреть, какие мечи здесь продаются Он махнул рукой на прощание, развернувшись, вышел из их комнатки, что они делили все дни, проведенные в деревне Итачи поднялся с кровати, направляясь в душ Достав склянку с обезболивающим, он отметил, что кисами заботливо пополнил ей запасы сегодняшней ночью Итачи давно знал, что напарник в курсе его болезни, однако, тот никогда не задавал лишних вопросов, отчего Чиха был очень ему благодарен Опустошив половину флакона, он поморщился от горького травяного привкуса и включил воду в душевой, ловя горячие расслабляющие капли лицом Это было приятно Многие не ныне часто удостаивались принимать горячий душ, а в ванах или посещении онсинов вообще оставалось только мечтать Так что, Итачи решил как можно больше провести времени под струями воды, вдыхая влажный воздух, который приносил облегчение измученным песком легким Он так и простоял, пока горячая вода в баке не закончилась Наспех вытеревшись полотенцем, Учиха облачился в одежду и снова проверил своих воронов Все было по-прежнему, караван двигался к границе пустыни с лесом, Казикоги сидел в своем кабинете в компании его сестры и что-то записывал Их брат патрулировал западную стену деревни, следуя привычному маршруту Вдохнув поглубже остатки влажного воздуха, тянувшийся из-за приоткрытой двери душевой, Итачи накинул плащ и направился в аптечную лавку, которую он обнаружил с помощью своего ворона в один из дней, когда тот следил за конкуром Кукольник после утреннего обхода деревни, несмотря на то, что закончил обход на юге деревни, направился на север и запад, почти на самую окраину, чтобы посетить этого торговца Итачи не знал, что тот приобрел там, но, если приближенный Казикоги предпочитает это место, Итачи должен его посетить Аптечная лавка не была какой-то особенной, за исключением миловидной блондинки со слепительной улыбкой, которая с радостью готова была проконсультировать посетителей и продать необходимые лекарства «Чем я могу вам помочь?» Добродушно проворковала она, возникая перед взором учихи, едва тот вошел в лавку «Хм, мне нужно пополнить запасы лекарственных средств!» Уклончиво ответил тот «Вам нужно пополнить аптечку Шиноби, аптечку Путника или чемоданчик Ирьянина» Участливо поинтересовалась блондинка, сверкнув своими сероголубыми глазами Учиху хотел посмотреть на наборы лекарств, что были представлены на полках, и просто качнул головой в ответ на вопрос продавщицы На полках красовались разные противоядия от ползучих гадов, обезболивающие настои, снотворные, пищеварительные пилюли и то, что Учиха искал легочные травяные сборы Он был наслышан, что в жарком климате пустыни людям сложнее справляться с сухостью воздуха И очень популярным были местные чаи, которые помогали поддержать здоровье в органах Прикупив обезболивающего, средств для общего оздоровления и новых бинтов, Учиха попросил посоветовать что-нибудь от кашля Новичкам среди песков всегда сложно Кивнула блондинка Нам недавно медики из Канухи прислали их новую разработку, не желаете попробовать? В продаже оно не больше месяца, однако, уже возымело успех Получив кивок в ответ, девушка положила три коробочки этого лекарства в тряпичную сумку к остальным товарам Принимайте по третьей схеме, если вас беспокоит кашель средней степени тяжести В инструкции указано все очень подробно, старайтесь придерживаться курса Продавщица присела, чтобы достать бумажный пакет для лекарств Итачи активировал свой шаринган на мгновение, чтобы проверить помещение на наличие странных предметов И правда, по стойке неровной стройкой тянулись странные письмена Они пылали в оранжево-красном спектре и постоянно переливались Без активированного Додюцу он увидеть их не мог Итачи заметил, что письмена периодически мерцают каким-то красно-фиолетовым еле заметным светом Пробегающим по всем символам, словно волна, а затем они снова возвращаются в оранжево-красный спектр Ни амплитуду мерцания и ни символов он разобрать не успел Так как девушка уже распрямила спину и учиха поспешил скрыть глаза Однако, привычка примечать любую деталь была главной, которую Шиноби воспитывали в себе Она частенько помогала выжить в сложных ситуациях и быстро найти выход Учиха поспешил покинуть аптеку, расплатившись милой девушкой и прихватив с собой свои покупки Едва забредя в безлюдный уголок, достал свою книжечку и сделал короткую зарисовку, где пометил все, начиная от приблизительного размера надписи, заканчивая тремя закорючками, которые он успел запомнить Это были неизвестные ему символы, но они определенно несли свою нагрузку Какую это предстояло выяснить? Он разберется с этим позже Отметив для себя, что нужно проверить и другие места на наличие этих символов, он направился в центр Суны Он забрел в чудесное место, где продавались сладкие данвы и разные сорты чая Итачи заказал себе чашечку ароматного напитка, который было принято пить в песках Грушевый чай и зеленый пыр с добавлением кусочков вареной мелкой кислой груши Жители Суны считали, что этот фрукт наиболее благотворно влияет на легкий, особенно в таком сухом климате Оплату запросили сразу при заказе Итачи поспешил выложить несколько рю за свой заказ, на долю секунды активировав свои глаза и запримечая точно такие же символы, тянущиеся по стойке Значит, нужно будет проверить и другие лавки Направившись к самому дальнему столику, скрытому в тени навеса, он сел спиной к большинству посетителей и лицом к улице, наблюдая за прохожими и рассматривая архитектуру домов и улочек Суна не была похожа на кынаху не наличием, а точнее отсутствием, зелени не архитектурой У этой деревни бесспорно был свой шарм, однако, Итачи совершенно не испытывал симпатии к Суна Гакури Когда официант, облаченный в белой одежду песков с улыбкой поставил передучий хоть чай, сладкая, но Кеннин кивнул и поспешил попробовать хваленый чай пустыни Прикрыв глаза, он проверил своих воронов, делая вид, что наслаждается первым глотком напитка, зажмурившись от удовольствия Все было в порядке, однако, он заметил, что караван, который он проверял последним, замедлился Впереди была развилка, он очень внимательно изучил местность Ни одного видимого поселения в ближайшие несколько миль, но почему же они замедлились? Сделав новый глоток, он откусил купленное пирожное, воздушное и хрустящее, похожее на облако Итачи отметил про себя, что даже для таких любителей сладкого, как он, это было чересчур Криво усмехнувшись, он отложил сладость и потянулся к шпажке с трехцветными данного Все-таки это были неизменно его самые любимые сладости Наверное, каждый раз, когда он вот так вот сидел и получал простое удовольствие от напитка еды Это заканчивалось тем, что настроение у Чихи портилось, выуживая из глубин сознания И чувство вины за то, что он убийца всей своей семьи Нет, не так, всей своей семьи, недостойны даже расслабиться и съесть любимый сладкий шарик Как он смеет сидеть вот так вот умиротворенно и расслабленно, когда на его плечах столько смертей Опустив созвоном чашечку на стол, он вздохнул Скоро все закончится, Саски вступит с ним в бой и победит Время придет и для него Брат Он все еще находился в логове этого змееныша Арачимару, но все еще был жив Хватит ли ему силу смелости вызвать Итачи на бой? Он просто обязан это сделать Или, старший брат сделает это сам Главное, чтобы змейный Санин к этому моменту не попытался захватить тело мальчишки Это может ослабить его Итачи не боялся, что Арачимару все-таки успешно владеет его младшим братом Нет, Саски Селен, по крайней мере, из информации, которую старший брат получил от воронов Итачи знал, что от это справится и не позволит стать чьей-то куклой Потеряв желание пить чай и есть, Учиха поднялся из-за стола и отправился бродить по деревне и выискивать символы, которые попались ему сегодня До самого вечера он ходил по улочкам, разглядывая архитектуру Суны и примечая информативные отвороты и проулки, близко расположенные к выходам из деревни, где можно было незаметно пробраться или поставить ловушку Все это к вечеру будет занесено в его блокнот, чтобы не упустить ни одной детали при составлении отчета Итачи зашел в несколько лавок и также обнаружил наличие этой цепочки символов на стойке для оплаты А потом заприметил такие же цепочки у окраины деревни, там где стена была максимально близко, прямо на домах Их невозможно было разглядеть издалека, они никак не проявляли себя, но когда Учиха приближался, символы вспыхивали на расстоянии полутора метров Ночью он обязательно отправит ворона прикоснуться к одной из цепочек и посмотреть, что будет, если символ повредить Учиха добрел до стены и снова повернул вглубь деревни, надо зайти в книжную лавку и что-то купить А то он, наверное, уже начал вызывать подозрения у окружающих Прикупив какую-то газету с новостями с ума о спортивных мероприятиях, Итачи уселся в парке ей читать, поедая свежие анегири, которые он добыл в лавке по соседству Ему нравились миссии, где нужно собирать информацию и лишь наблюдать, где не нужно было вступать в конфликт и бой, где не нужно было отнимать жизни Он и так уже отнял слишком много Скрыв лицо за газетой, он снова проверил воронов и с удивлением обнаружил, что караван остановился совсем, окруженный горами, и люди выставили свои шатры в виде круга В самом центре развели огонь и начали наносить какие-то странные рисунки по всему периметру, образованному шатрами Интересно Вернувшись в свою реальность, Итачи решил поспешить в номер, чтобы внести в блокнот все, что он сегодня увидел А еще попробовать повредить ту цепочку символов, раз уж у него есть на это время На стойке регистрации посетителей, Учхо заприметил все те же символы и укрепился в желании поскорее с ними разобраться Кисми еще не появлялся в их комнатке, а значит, можно расслабиться Скинув с себя серый плащ путешественника, Итачи рухнул на кровать и блаженно потянулся Редко ему удавалось просто побыть самим собой И очень редко получалось расслабиться Ворон прошелестел крыльями по воздуху и приземлился у самого крайнего дома, расположенного практически у стены Символы переливались в красно-оранжевом спектре Итачи подумал, что фиолетовая волна, периодически прокатывающаяся по письменам, очень похожа на пульс Ворон прикоснулся к одной из закорючек, но ничего не произошло Тогда Итачи, применив немного чакры, попытался стереть этот символ, заставляя птицу атаковать надпись Через буквально мгновение вся цепочка почернела, излучая какую-то силу, а затем один за другим рядом с домом стали возникать анбу песка Ворон поспешил отлететь, прячась в крыше соседнего здания и наблюдая за тем, что происходило дальше Ниндзя анбу окружили дом и один из них постучался в двери, которые спустя несколько минут отворились, выпуская мальчишку лет десяти Здравствуйте, чем могу помочь? Удивленно моргнул он, глядя на высокого ниндзя в маске Поступил сигнал тревоги, кто-то попытался проникнуть сюда с использованием чакры Проскрепил ниндзя, показывая мальчишке какой-то предмет в руке «Мне необходимо проверить твой дом» Мальчик кивнул и отступил, впуская в дом неожиданных гостей Айтачи переключил свое внимание на ниндзя, которые осматривали символы Найдя поврежденные, двое шинобе сделали какие-то пометки, сложив печати, восстановили цепочку Вернувшись в свое сознание, Учхов внес пометки для отчета и улыбнулся Теперь можно будет добавить в план отвлечения Анбусуны Это еще больше упростит атаку на деревню Кисами вернулся за полночь, довольный и веселый Самихода на его плечи была перемотана свежими бинтами А рукоять блестела, начищенная рыбьим жиром Он довольно плюхнулся на свою кровать и заверил Итачи, что давненько так не отдыхал Довольный, он пристроил любимый меч у изголовья и отправился в душ День действительно был очень насыщенный Итачи снова устремил свой взор к каравану, где уже горели высокие костры А повозки были распределены по периметру круга, отмеряя равные расстояния, кроме одной Та самая повозка с девушкой была в отдалении Люди активно готовились к чему-то, но вот к чему Это уже не было в его компетенции, однако, воспоминания о бедной девушке, спящей уже невероятно длительное время в повозке, заставляли Нукинина продолжать слежку Если вызволить ее сейчас, он не узнает, с какой целью ее похитили Возможно, спровоцирует тем самым похищение другой жертвы, которая уже не сможет контролировать, так как не будет о нем знать Так что, он решил просто ждать Когда время пришло снова меняться с командой Сасаря и этого взбалмошного мальчишки-подаровника Учиха лишь удовлетворенно кивнул, чувствуя какое-то облегчение Находиться в пустынной сумме было сложнее, чем прятаться в близлежащем оазисе за окраинами Там не было благ цивилизации и было безлюдно Отчего Учиху мог просто побыть в мирном молчании, контролируя воронов, тренируясь с напарником и медитируя у костра А еще он мог просто думать, не отвлекаясь на посторонние шумы и не беспокоясь за окружающую обстановку Кисми не доставал его разговорами, он был, наверное, самым приятным собеседником для Итачи Таким же молчаливым, понимающим все из полуслова К концу недели за периметром, после нескольких ночей обсуждений, а также поисков символов с внешней стороны стены Итачи и Кисми разработали одну из идей, которая поможет в нападении на пятого Казикоги Они предоставят ей пью, но Учиха обязательно подчеркнет, что необходимости в использовании Шарингана в этой миссии нет Расположившийся караван чего-то ждал, и именно в этот день Итачи, наконец, узнал, чего Его отвлек разговор, который так редко он мог услышать среди тех людей Проверяя в этот момент рутинный вечер горы за стопкой документов в кабинете, он вдруг услышал отчетливое ругательство Твою ж мать! Снег пошел! Она не доживет до того, как он соизволит приехать! Прорычал толстый мужчина, который прибыл на стоянку несколькими днями ранее Простите, Иго сама! Поклонился какой-то худощавый провожатый Такая сама прибудет со дня на день Если он прибудет слишком поздно, нечем будет заряжать его ленивый зад Небрежно бросил толстый мужчина, разодетый в цветастые одежды, расшитые золотом, которого собеседник назвал Иго Больше они не произнесли ни слова, а Итачи, вернувшись в свое сознание, сильнее нахмурился, глядя в одну точку Караван ушел далеко на север, там уже снег и холода Зачем им девчонка? Для чего эта странная выкладка из вечно спящих животных наподобие циферблота? И что они собираются делать? Проразмыслив над тем, что там вот-вот что-то должно было произойти, Итачи решил направить еще с десяток воронов к тому месту, чтобы на всякий случай можно было создать полноценного клона, способного сразиться Людей там было довольно много, шинобежи всего шесть, и то каких-то странных, клон справится с ними Главное, чтобы вороны успели, ведь, если Учиха понял правильно, то та девчонка, спящая беспробудным сном, совершенно обнаженная в эту снежную погоду, вот-вот умрет Но, если сейчас вызволить ее из клетки, это значит, что люди поймают новую жертву и все-таки совершат задуманное, однако, уже не под контролем Учихи Лучше постараться дождаться этого так и хорошенько покопаться в его голове, прежде чем обезвредить похитителей и освободить эту девушку Спустя меньше суток его вороны долетели, наконец, до стоянки каравана Там уже лежали сугробы и люди оживленно расчищали территорию круга, потому что получили новость, что скоро появится тот самый такая, которого все так ждали Буквально за четверть часа сопровождавшие караван вытащили на расчищенный клочок земли животных, а затем разложили их на равноудаленном от центра расстояния Иго, толстый и недовольный мужчина, отмерял пространство между каждым животным с помощью шелковой красной ленты, которую каждый раз он потом сматывал на локоть Льва чуть левее Рыкнул толстяк на людей, которые с трудом волокли вчетвером спящего и схудавшего зверя Достаточно Несите девчонку В самый центр круга принесли спящую девушку и положили на серый крупный камень Итачи, сидя в медитативной позе у костра, поморщился от одного вида обнаженного тела на ледяном камне, но пока не предпринял попыток вызволения Вокруг нее стали кистью и алыми чернилами наносить письменно и когда почти закончили, к стоянке подъехал светловолосый мужчина, подтянутый и довольно молодой Такая сама, нам нужно спешить Толстяк расклонился перед приехавшим мужчиной Итачи попытался оценить, каков будет этот мужчина в бою Тот не был в Шинобе, но судя по слаженному телу, вполне владел боевыми навыками Но раз в Шинобе здесь был только отряд из шести непонятных ниндзя, то Учиха справится Он огляделся в поисках тех ниндзя, и увидел, что они также встали в часть круга на определенные символы Ига сама Прокричал один из людей, подойдя к девушке Поторопитесь, ей недолго осталось И толстяк поспешил схватить светловолосого под локоть и потащил того в круг Скорее, скорее, нам нельзя опоздать Такой шанс дается всего раз Некоторые символы, выложенные в круге, были подожжены Молодого светловолосого воина раздели также догола С девушки и животных сняли ошейники А затем над каждым встала по человеку с занесенным клинком Итачи понял, что пора это останавливать Это какой-то ритуал жертвоприношения и он выяснит, с какой целью он тут проводится Собрав своего клона воедино слетевшимися птицами, Нукинин словно черная молния возник в центре круга и приставил клинок к горлу Такая Тот не успел даже дернуться, как оказался в мрачном гендюцу Шарингана Кисами отвлек Учиху от наблюдения за ситуацией, принеся новую добычу и кладя ей к костру Вам нужно больше отдыхать, Итачи-сан Как-то по-доброму произнес напарник, опускаясь на свое место и принимаясь разделывать очередного кролика Спасибо, Кисами Стараясь все еще держать под контролем ситуацию на севере, ответил Учиха Клону пришлось сражаться Несмотря на то, что они были людьми, бились они достойно Однако, выяснив, что же хочется творить этот так из группы одержимых последователей Учиха решил не оставлять без своего внимания никого Толстяк пал от клинка и тачи, когда попытался атаковать того со спины Умерая, Иго все-таки был пленен Шаринганом Провел, казалось, несколько суток под допросом красных глаз Учиха успел получить ответы на все вопросы, интересующие Нукинина Позже он сядет и обдумает штых, сейчас же нужно было вызволять пострадавшую К его удивлению, Шиноби, стоявшие в кругу, побросали маски Едва увидели молниеносные движения клинка и дали дёру Нукинин нагнал их, обнаружив, что на самом деле чакры и ниндзя не имели Вся сила была на одежде с маской и едва они сбросили последнее Стало очевидно, что воины из них совершенно никакие ННН, не убивайте Бросился на колени один из мужчин Мы были лишь бутафорским перекрытием Вы знали, что внутри повознок? Холодно спросил Итачи, хотя уже знал ответ Мужчина, стоящий на коленях, сглотнул и не ответил Вы готовы поддерживать и сопровождать тех, кто сейчас едва не убил невинную девушку Это самое настоящее преступление Голос был холодным, почти безразличным Однако, внутри Нукинина все клохтало от злости Он не стал их убивать, лишь забрал бутафорские одежды, источающие чакру Запомните этот день, сегодня вы остались живы лишь благодаря удаче В следующий раз её уже не будет Бегите, трусы! И поведайте своим друзьям, чего делать не стоит Мужчина вскочил с колен и все шестеро принялись удирать А к этому моменту ритуальный круг опустел, оставив лишь спящих животных и девушку Большинство людей сбежало и лишь двое сегодня потеряли свои жизни Именно те, кто больше всего этого заслуживал Итачи бережно завернул освобожденную пленницу в свой плащ Подобрал жилеты, пропитанные чакрой и излучавшие тепло А потом исчез вместе с недвижимой ношей на руках Они вернулись в Суну вместе с кисами Итачи становилось всё сложнее контролировать своего вороньего клона Чакра в нём скоро должна была закончиться А он едва только добрался до безопасного места со спасённой пленницей на руках На его пути у Чихи попался какой-то заброшенный дом, который послужил укрытием Бросив на отсыревшую от мороза и времени кровать жилеты тех шестерых притворщиков Он положил девушку на них, а затем одним из жилетов все же укрыл ей Поспешив развести огонь в стулом помещения Клон у Чихи недовольно цыкнул, понимая, что ни продуктов, ни одежды на этом заброшенном месте он не найдёт Разве что пара промёрзших отсыревших пледов А значит, придётся оставить девчонку для того, чтобы запустись хотя бы провизией Однако, откуда у клона могли быть хоть какие-то деньги? Разведя в ветхой печи огонь и проверив окружающую территорию на наличие врагов Итачи расставил несколько ловушек по периметру дома А затем рассыпал свой клон, оставляя одного из воронов следить за спасённой пленницей Остальных же направил в ближайшие селения, чтобы утащить немного пропитания и хоть что-то, чем можно укрыться Итачи-сан, всё в порядке? Мне кажется, эта миссия даётся вам не так просто Кисами иногда всё-таки пытался заговорить, но не настаивал, если видел, что собеседник неразговорчив Действительно, наверное, по завершению я попрошу немного отдыха Итачи не стал скрывать своей вселенской усталости К тому же, болезнь с каждым днём причиняла всё больше неутопств Если так пойдёт и дальше, нужно будет поторопиться с последней встречей с младшим братом Иначе, задуманное так и не осуществится Вороны вернулись, собираясь в клон, но девушка так и осталась неподвижно лежать и не подала ни единого признака жизни Хотя, Итачи постоянно проверял ей пульсы дыхания, которые были поверхностными, но, как минимум стабильными В доме стало тепло, щёки спасённой пленницы перестали быть бледно-жёлтыми, а приобрели чуть более розовый оттенок Но, немедленное дыхание и нередко сокращающиеся сердечные мышцы не предвещали её скорейшего восстановления Как минимум она сейчас жива В ближайшем крупным селением, где были медики, способные ей быстро и качественно помочь, была Суна Однако, и до неё сейчас около суток путебегом, девчонке не хватит запаса жизненных сил Итачи поможет ей хоть немного восстановиться, а потом отнесёт туда Дом был ветхий и от долгого отсутствия в нём людей рассохся, отчего в стенах появились щели Итачи несколько раз отправлял птиц, чтобы те добыли валок, соломы и шерсть, чтобы хоть немного залатать дыры Стало немного теплее В таких условиях он сможет ей выходить Как-никак, он был Шинобе, хоть и не Ирьянином, какие-то базовые знания в оказании помощи и выживании в суровых условиях у него были А значит, и спасённую им пленницу он выходит В очередной раз осмотрев её, Нукинин вдруг ощутил, что в теле девушки чуть разгорелся огонёк чакры, это хороший знак Влив ей немного воды в рот, он приподнял ей голову, чтобы она сглотнула, а потом снова уложил на кровать Вороны смогли собрать немного провизии, но не одежду, так что, приходилось довольствоваться малым Просушив у печи одеяло, которое было отсыревшим от времени и снега в этом доме, Учиха попытался найти в округе хоть кого-то наподобие врача Оставив спящую девушку одну в уже прогретом, просушенном доме Но кроме старой женщины-травницы, сжалившейся над бедным изможденным братом заболевшей сестрой Давшей в Нукинину жар и понижающий отвар и укрепляющий напиток, он никого не нашёл Что ж, это лучше, чем ничего Как минимум он ощущал в ней все возрастающую силу, а это значит, что девчонка точно поправится Каждый четверть час Итачи вливал в ее рот по столовой ложке напитка, ожидая, когда же поднимется температура ее тела Потому что, до сих пор она не согревалась, не говоря уже о жаре, о котором предостерегала старушка-травница Хотя, конечно Итачи не мог сказать женщине настоящей причины и болезни Возможно, в выдуманной им легенде и предполагалось, что у девушки будет жар Чакра в клоне неумолимо истекала Итачи неуму Кенин надеялся, что прежде чем развеяться, он увидит, как спасенная пришла в себя Однако, она так и осталась спать, когда время стало совсем поджимать Учхо развеял большинство птиц, оставляя лишь одну, чтобы присмотреть за недвижимой и все еще еле дышащей девушкой Остальные вороны рассыпались черным облаком, давая источнику возможность создать новых Итачи недовольно поморщился в момент рассеивания и порадовался, что кисами не было рядом Объясняться не было в привычках одного из самых сильных ниндзя этого времени Подождав удачного момента, он снова отправил птиц на север, задавая им самый кратчайший маршрут Ведь этим нужно чуть меньше суток и поспешил вернуться к вышлифовке их плана Уже совсем скоро придет время отправляться в Амегакури и предстать перед лидером для предоставления отчета Но Кеннин был уверен, что ему не достанется задание по поимке Однохвостого, и втайне даже радовался этому Более того, он был уверен, что попросят немного времени на восстановление и отправиться на север, чтобы присмотреть за спасенной пленницей Уж очень ему хотелось расспросить и об увиденном головах Иго и Такая Ведь, если это так, то он совершенно случайно предотвратил катастрофу, которая могла закончиться для всех шин и без завершения ритуала Осталось два с половиной дня до того момента, когда они покинут источертевшую сухим воздухом и жарким климатом Суну Чему Итачи был несказанно рад Ворон не мог поить девушку, но он регулярно клал ей на губы смоченную ткань Так хотя бы можно было уберечь ее от полного обезвоживания Итачи приметил, что птица, касаясь губы девушки, уже не ощущает прохлады Ее лицо стало теплым, даже горячим, а лоб покрылся испаренный Мысленно поторопив остальных птиц, он продолжил обход Суны и еще раз обыграл один из вариантов плана в голове Меньше, чем за сутки до отправки в Амэ, Кисаня отправился прикупить немного провизии акулево-жиропрозапас Итачи предупредил напарника, что собирался отдохнуть после миссии Хашигаки Итачи широко улыбнувшись, ушел строить свои собственные планы на время неожиданного отпуска напарника Мечник Туманы с пониманием отнесся к желанию Итачи, догадываясь о состоянии здоровья одного из последних представителей некогда могучего клана Итачи проверил собранную сумку, еще раз прогнал в голове свой план и повторил в уме маршруты всех приближенных к Кази Кагишинаби Сегодня завершающий день их миссии и она была выполнена успешно по мнению Учихи Точнее, все его миссии он выполнял с максимальной отдачей, наверное, за исключением этой На этот раз Нукинину пришлось слишком много отвлекаться Проверив воронов, которые уже подлетали к домику на севере, он отправился в деревню, чтобы прикупить каких-нибудь вещей и лекарств для девчонки, которую он спас Ведь после визита в Амегакуре, Учиха направится именно к ней Когда вороны собрались в клона, Нукинин убедился, что девушка все еще не проснулась и сейчас ее мучает жар Ее постель была мокрая, волосы слипшимися от пота, на лбу же красовались крупные капельки Но, что очень радовало Итачи, так это то, что лицо ей превратилось из мертвенно-бледного в раскрасневшийся Так спасенная пленница уже не напомнила полживый труп Поспешив достать жаропонижающий отвар, Нукинин порылся в поисках каких-либо вещей, которыми можно было застелить промокшую кровать Хорошо, что он появился именно сейчас, а не позже, ей могло бы стать еще хуже, птица вряд ли могла что-то сделать в таком случае Вещи почти не оказалось, так что Итачи порадовался, что прикупил немного в Суне, главное, принести ей как можно скорее Хоть в доме и стало тепло из-за постоянно горящего огня, по полу гуляли сквозняки, а дом, даже старательно залатанный Нукинином, прилично продувался из-за ветхости и долгого отсутствия в нем людей Учиха снова несколько раз рассыпал свой клон на птиц, чтобы те принесли еще немного войлока или шерсти, ну, на крайний случай соломы, нужно было заделать оставшиеся щели в стенах Пусть его огонь не создан чекрой, поддерживать его приходилось все равно дровами, а с насквозь продуваемым домом это было весьма непросто Жар девушки спал, когда Кисами со своим молчаливым напарником подходили к Амегакури Итачи сделал вывод, что самое трудное уже позади немного расслабился, позволив себе оставить своего клона без контроля на какое-то время А сам же решил расспросить напарника о его планах на ближайший месяц Я рад, что вы снова со мной, Итачи-сан Улыбнулся Хошигаки Когда вы были отвлечены на такое количество воронов, мне иногда казалось, что вместо вас со мной находится лишь марионетка Сасари, которую он притащил вместо вас Кисами засмеялся собственной шутки и Учиха позволил себе улыбнуться в ответ Он действительно был непривычно молчалив этот месяц, кто же знал, что все так обернется с этим караваном? Когда они пришли в Амега, немного переведя духа, отправились к предоставлять план лидеру Итачи первым жителям сообщил, что собирался получить месяц отдыха и их план составлен как раз с учетом того, что самого Учихи в нем задействовано не будет На что Пэйн, в основном своем обличье, согласно кивнул, предупредив, что Итачи обязательно нужен будет для извлечения Биджу А затем приступил к подробному изучению документа, который принесли они с Кисами Вечером того же дня Учиха засобирался в путь Медлить было нельзя, хоть его клон и не растратил чакры в бою Однако он все-таки ограничен по продолжительности пребывания Путь предстоял мне близкий, около полутора дней бегом, благо, скорость ниндзя позволяла преодолеть это расстояние так быстро и с минимальными затратами энергии Собрав довольно увесистую сумку и положив в свиток с вещами для спасенной пленницы на самое дно, чтобы не вызывать лишних вопросов Учиха заглянул к напарнику, пребывавшему в одном из тренировочных залов башни Я вернусь через месяц, надеюсь, ты тоже сможешь хорошо отдохнуть Не переживайте за меня, я точно найду, чем заняться Напарник ласково провел поперемотанные белоснежными бинтами сами ходи Не сомневаюсь Учиха улыбнулся Не оставляйте меня без прощания, Итачи-сан Спокойно невозмутимо произнес Кисами, закинув меч на плечо Мы, ведь, еще увидимся, не так ли? Мы еще увидимся Кивнул Учиха, и неспешно побрел прочь из прозябшего от сырости тренировочного зал Лишь пересекая границу с дождем он набрал скорость и перешел на бег Теперь пора поторопиться Девушка уже скоро придет в себя, клон это явно ощущал, ведь она начала реагировать на звуки и иногда бредить Будучи в пути, Итачи постоянно контролировал ситуацию в той заброшенной избушке Его клон в данный момент поднялся с деревянного табурета, который стоял возле кровати Рассыпавшись на части, развеялся, оставляя лишь одного ворона, чтобы тот смог присмотреть за ней до прихода Нукинина Вот она эта избушка, немного покосившаяся от времени, извергающая слегка с сизой дымок из трубы, сиротливо расположенная прямо на отпушке леса Она была неприметна с дороги, однако совершенно беззащитна для нападения Вероятно, поэтому и пустовало, что однажды попалась на пути кому-то с недобрыми намерениями Он и сейчас был бы легкой добычей, не расставив Чиха необходимые печати по периметру Он вошел в натопленный, слегка пахший дымом и окутывающий теплым дом и немного расслабился Вскрывающие ловушки были на месте, девушка все так же лежала на одинокой небольшой кровати, немного румяная, все еще изможденная, но уже не выглядящая, как восковая фигура Учиха первым делом достал все из дорожной сумки Там, запечатанные в несколько свитков, были такие необходимые предметы, как одежда, плед, несколько кусков мыла, расческа и немного продуктов Найдя у печи жестяное ведро, он снова направился на улицу, чтобы собрать снега До этого натопил его в чайнике, но, пришедшая ему в голову идея наполнить ванну для изможденной все никак не просыпающейся девушки и омытие, определенно требовала не одного десятка чайников Проще было использовать что-то побольше Натаскав с помощью этого ведра в небольшую деревянную катку, которая определенно была для приема банных процедур, снега, Итачи использовал стиль огня, чтобы растопить и нагреть воду Бережно взяв на руки девушку, ототнес ей в маленькую комнатку, где было чуть прохладнее, чем во всем доме и не было окон Множество разных плошек говорили о том, что здесь определенно жила семья, или собиралась жить, ведь кровать-то в доме была всего одна Итачи опустил свою ношу и, слегка придерживая голову, усадил в катке так, чтобы она не могла нахлебаться воды Ей определенно нужно было помыться грязные волосы, спутанные с соломой, кожа, покрытая какими-то серо-черными разводами, пахшие навозом и грязью Бедная девушка, сколько же ей пришлось вот так вот пролежать? Он осторожно намылил кусок ткани и стал бережно омывать ей лицо, смывая следы пленения, жара, бреда Кожа девушки, очищаясь, становилась какой-то прозрачно-фарфоровой, так, что можно было разглядеть мелкие сосудики на ей щеках Учх омывал ей шею, плечи, ключицы, ни один мускул не дрогнул на его лице, когда руки дошли до аккуратной груди Но тот нахмурил брови, обнаружив, что там красовалась запекшаяся кровь Отмыв это место, он увидел уже почти зажившую рану, словно и полоснули чем-то острым Итачи продолжил омовение, спускаясь все ниже и был очень рад, что в этот момент она находится не в сознании Наверное, и будь она в сознании, могла бы подумать, что у него к ней недоброе намерение и знатно перепугалась бы Он обнаружил еще несколько ран на теле, которые почти уже затянулись Ее явно мучили прежде чем усыпить Последним, что он принялся отмывать были волосы Понадобилось много воды, чтобы белоснежные, словно бумага, длинные почти до пят Спутанные, как капна, ей волосы стали выглядеть более-менее чистыми Нет, их еще придется расчесать, вытащить всю салому и несколько раз снова помыть Чтобы они приняли более-менее ухоженный вид Однако, здесь не салон красоты Первостепенная задача была выполнена Завернув ее в плед, придерживая одной рукой, он смог перестелить постель на свежую Уложил девушку обратно на кровать, укрыл по самой подбородок одеялом И отправился за очередной порцией лекарства для нее к печи, где уже стоял разогретый чайник Пора было дать ей немного укрепляющей настойки Она пришла в себя спустя больше, чем сутки после того, как очах отмыл ее от грязи Все это время он сидел рядом с ней, давал лекарства, латал мелкие щели в доме и иногда занимался тем, что пытался выпутать из уже просохших волос остатки соломы Но, когда девушка открыла глаза, он спал, облокотившись лицом и локтями о кровати, сидя на полу Его разбудило нежное касание прохладных пальцев От неожиданности он вскочил и принял боевую стойку и выхватывая иконой, напугав бедную девушку до дрожи Она не вскрикнула, лишь собралась в клубочек, подтянув к груди ноги, словно эмбрион и распахнула в ужасе глаза «Прости!» — выдохнула тачей, опуская руки и медленно садясь «Я не хотел тебя напугать!» «Прости меня!» Он видел, как страшно ей было, понимал, что с теми ужасами, которые могли вытворять с ней те люди Она вряд ли будет чувствовать себя в безопасности в компании незнакомого мужчины «Ты в безопасности здесь!» Только и смог сказать он, не зная, как еще успокоить ей «Они больше не тронут тебя!» Она не произнесла ни слова, все еще испуганно глядя на Нукинина и словно пыталась сжаться в комок «Меня зовут Итачи!» «Я здесь, потому, не мог позволить тебе умереть!» Она судорожно выдохнула и кивнула «Хорошо, значит она понимала, что он говорил!» «Ты спас меня от них!» Неуверенно прошептала девушка и увидев утвердительный кивок, улыбнулась одними уголками губ, отчего ей лицо стало казаться еще более изможденным «Спасибо!» Количество чакры с момента пробуждения стало постоянно расти и девушка определенно пошла на поправку Однако, все еще с недоверием глядела на него, особенно когда тот поворачивался к ней спиной Учиха постоянно чувствовал на себе ей пристальный взгляд Ночами она вздрагивала и иногда просыпалась в ужасе Он был рядом урывками досыпая на пылу возле измученной девушки Она молчала большую часть времени, не издавала ни звука и на все предложения о еде, а лишь качала головой «Тебе нужно начать принимать пищу, укрепляющие отвары помогают, но тебе нужна еда, чтобы восстановиться!» Произнес Итачи, когда она снова отрицательно качнула головой на предложенный бульон Однако, уже на вторые сутки после пробуждения она робко призналась, что немного голодна Учиха удовлетворенно кивнул и поспешил на кухню Приготовив для нее жидкий бульон из мисопасты, Итачи принес его в пиале и попросил много не пить, иначе может стать плохо Она доверчиво кивнула и, сделав глоток, простонала и едва не осушила всю пиалу разом Но Учиха поспешил забрать это из ей рук прежде, чем девушка сделала больше трех глотков «Прости, тебе еще нельзя много есть! Тебе правда может стать плохо!» Видя, как жадно она смотрит и на еду, пообещал ей, что через час она сможет выпить чуть больше «Спасибо!» — все так же очень тихо прошептала она Учиха предложил ей одеться и помог накинуть легкую нижнюю коту, когда девушка смогла, наконец, сама сесть в кровати Она без стеснений откинула одеяло, принимая помощь, а затем благодарно кивнула, когда он усадил ей обратно на кровать, завязав последний шнурок с боку «Я не спросил, как тебя зовут?» Она судорожно вздохнула и отрицательно качнула головой, беспокойно заерзав на месте «Почему ты занервничала?» Итачи удивился «Те люди, они тоже сначала узнали мое имя, а потом...» Она не договорила, лишь отвернулась «Прости, я не хотел напоминать, все в порядке, я и без напоминаний прекрасно помню» Она отвернулась в сторону, продолжая теребить прятку Итачи больше ничего не сказал, лишь ушел на кухню, вспоминая, что и сам он давненько не ел Отломив небольшой кусок от еще хранящей свою свежесть булочки, только что распечатанной из свитка Он принялся пить мисо-бульон и думать об этой странной девушке, такой доверчивой и смелой, без стеснения позволяющей себя одевать, но при этом не способной назвать своего имени Он не знал, как помочь ей, понимая, что это осталось неизгладимым шрамом на ее душе Но, им предстояло поговорить о том, что же произошло и что увидел Итачи в голове у мучителя этой девушки Но, не сейчас, никогда она даже имени не может спокойно назвать «Мне нужно в туалет», смущенно призналась она, и Учиха отнес ее в уборную, помогая там сесть и дожидаясь, когда она закончит Она так естественно и спокойно принимала любую помощь, совершенно не смущаясь ни наготы, ни естественных потребностей, но любой вопрос, касавшийся ей прошлого, ввергал ей в стресс «Я буду называть тебя Кин» — поставил ей перед фактом Учиха «Хорошо» — покорная кивнула она Так легко согласилась Но Киннин не подал виду, но его сбила с толку такая покорность Ноги ей немного окреплены третий день, как она попыталась встать, и девушка смогла сама дойти до туалетной комнаты, опираясь на плечо Итачи К середине второй недели пребывания Итачи подли нее, она смогла первый раз полноценно поесть Учиха и засобирался в Суну «Ты уходишь?» Кин удивленно моргнула, пробираясь по стеночке в маленькую кухоньку Она обычно не задавала вопросов, но при виде того, как Итачи собирается, не смогла сдержать любопытство «Тебе нужна помощь и уход» — сообщил он, упаковывая остатки провизии в сумку «Мы уходим вместе, я отведу тебя в Суну Гакура Нусата» На удивление Итачи, девушка перепугалась этого заявления, отступила на шаг и в ужасе уставилась на Нукинина «Нет!» «Нет!» Еле слышным шепотом запротестовала она «Почему?» Учиха смутился такой реакцией Она была напугана и словно впала в панику при мысли о том, что нужно будет покинуть этот дом и пойти в Суну Снова странности «Пожалуйста, не отдавай меня никому, они снова сделают это» Он отчасти понимал причину такой реакции Понимал, как возможно напугана она и как ей плохо Но больше ему было не по себе от того, что когда-то Учихи придется ей оставить, потому что он не мог заботиться о ней вечно Скоро нужно будет возвращаться в логово Акадские, да и болезнь прогрессировала с еще большей скоростью, а значит, не за горами и финальная битва с Саски К тому моменту девушка уже должна быть в безопасности «Деревня, куда я тебя отведу, там тебе будет безопасно» Холодным тоном, не терпящим отказа, заявил Нукинин, а вот голову защекотала противная мысль «Безопасно после извлечения Ичеби» «Я прошу тебя, не отдавай меня им, никому не отдавай» «Я восстановлюсь и смогу за себя постоять, но мне нужно еще время» Глаза ей блестели, словно она вот-вот заплачет Странная девушка, за эти почти полторы недели, находясь в сознании, она произнесла меньше слов, чем сейчас за раз Так же, как могла постоять, когда они тебя взяли Он почувствовал вдруг досадуатые реакции, не в силах поведать ей причины того, что скоро ему придется не покинуть Учиха тут же пожалела сказанным, ведь это привело ее в еще больше ужас Однако, через мгновение девушка взяла себя в руки, глубоко втянула носом воздух и резко выдохнула, падая на колени «Я умоляю тебя, Итачи-сан! Останемся здесь! Мне нужно больше времени, а потом я уйду так далеко, где меня никто не найдет!» Голос ей дрожал и Учиха сдался под таким натиском «Что ж, мы останемся, но при одном условии» Тон Нукинина был стальным, отчего девушка поежилась «Каком?» Она нервно закусила губу «Для начала поднимись с пола» Он наклонился, чтобы помочь ей встать, а потом помог перебраться на кровать, сам же сел рядом «Ты ответишь на мои вопросы» На мгновение ей лицо исказило боль Но, она взяла себя в руки и согласно кивнула «Только если ты пообещаешь, что мы не уйдем» Она выглядела очень решительной, но вся решимость пропала, разбившийся холодный взгляд Итачи «Пока не уйдем» Поправилась она «Обещаю» Кивнул Итачи и сел поудобнее под лей кровати на старый скрипучий табурет Ему было необходимо, чтобы при их беседе глаза были на одном уровне Так она не сможет обмануть его, но при этом будет чувствовать себя комфортно Им предстоял долгий и, возможно, болезненный для нее разговор Она неловко теребила волосы, не селись приступить к рассказу, поэтому Итачи решил начать с вопросов, которые касались непосредственно ритуала «Они собирались тебя убить» Девушка кивнула и шмыгнула носом «Для чего? Ты знаешь, зачем им нужна была твоя жизнь?» Итачи давно хотел задать этот вопрос, ведь на самом деле он уже знал ответ, но ему нужно было услышать это от нее «Я?» Она виновата опустила глаза «Я очень благодарна тебе, Итачи-сан Но, я боюсь, я не смогу рассказать тебе Не доверяет Это нормально, после того, что случилось с ней опасаться за свою жизнь и пытаться защитить себя, скрывая информацию Мое имя Учиха Итачи Ну, Кенин решил пойти немного другим путем «Тебе о чем-то это говорит?» Девушка задумчиво склонила голову на бок, рассматривая своего спасителя «Раз ты спрашиваешь, наверное, ты знаменит» Выдала она свое умозаключение «Что ты знаешь о кланах Шиноби и о Кике Гинкой?» «Не так много» Она вздохнула «Ты слышала что-то о шаринге Клана Учих?» Кин перевела смущенный взгляд на Итачи и отрицательно качнула головой «Я не сильна в этом, правда» Девушка посмотрела прямо в глаза Нукинена встревоженная совершенно серьезно, показывая всю искренность того, что она говорит «Тогда сегодня я познакомлю тебя с моим Кике Гинкой и спрошу тебя кое о чем, хорошо?» Она кивнула и потом уселась поудобнее Итачи активировал свои глаза Кин не вскрикнула, не испугалась изменений, лишь зачарованно стала рассматривать рисунок стремяты Майи, который Итачи позволил ей увидеть Она слегка приподняла руку, словно хотела коснуться его лица, но потом передумывала, на миг замерив так и не опустив ладонь обратно «Это... прекрасно!» Выдохнула девушка спустя какое-то время «Это мое проклятие!» Честно выпалил Нукинен Она не ответила на это, лишь снова поднесла свою руку еще ближе, едва не коснувшись пальцами его виска, но тут же опять отдернула ладонь, словно побоялась, что обожжется «Мои глаза способны поймать человека в гендюцу!» «Ты знаешь, что это такое?» «Иллюзорная техника!» Несмотря на вопрос, она утвердительно кивнула «Ты можешь считать чужие мысли!» Выдала она свою догадку «Нет!» Итачи начнул головой для усиления эффекта отрицания «Я могу довести пойманного до состояния, когда он сам расскажет мне все, что может и что знает, но я не умею читать мысли» «Вот как!» Кин задумчиво смотрела в него своими полупрозрачными голубыми глазами Она явно была взволнована Сидела на этой небольшой кровати, как сжавшийся в комочек дикий зверек, которого загнали в угол, но Итачи не видел в ней страха «Лишь какую-то беспомощную обреченность!» «Ты действительно член какого-то особенного клана с особенной кикегинкой?» Наконец-то спросил Итачи то, что так давно волновало его Девушка шумно сглотнула, но не ответила «Ты не должна меня бояться!» «Я спас тебя не для того, чтобы использовать!» «Если бы мне нужна была информация, я бы давно влез бы к тебе в голову с помощью моих глаз» Кин немного поколебалась, но потом открыл рот, чтобы что-то сказать и задумалась, снова его закрыв «Я расскажу тебе все, но когда придет время?» Уклончиво ответила она «И когда же оно придет?» Учиха нахмурился «Условия здесь ставил он» «Я пока не знаю» Она вздохнула «Просто сейчас, я не... не знаю, как это рассказать» «Смогу ли найти слово, чтобы описать все это?» Он понимал это, ведь то, что с ней делали, это явно оставило свой след на ей психике И нескольких недель совершенно недостаточно, чтобы просто так поведать это постороннему человеку Но, времени у Итачи было не так много Что ж, тогда он спросит и другом «Почему они называли тебя ангелом, спустившимся с неба?» Ну, Киннин не отступал со своими вопросами «Что это значит?» Девушка немного вздрогнула и сжала руками пола своей укаты, которую заботливо принес Итачи из Ами Гакури «Что ты знаешь о великом клане Ассусуки?» Она ответила вопросом на вопрос Итачи был удивлен этому вопросу, однако вдруг подумал, что в действительности она могла быть членом этого клана, так как внешне очень была похожа на то, какой была Кагуя Разве что глаза ей не были такими же прозрачными, как у Хьюга «Ты потом, как у Ассуцуки?» Высказал Нукнин свою догадку, но она качнула головой, опровергая это «Что ты знаешь о ней?» «Прародительница всех Шиноби, вкусившая плод священного древа» О ней мало что известно Она была простым человеком, прежде чем стать божеством Рассказ Итачи был прерван недовольным цоканьем девушки И как так получилось, что на вопросы отвечает он, а не она? Она не была человеком Ты никогда не задавался вопросом, почему существовала лишь одна представительница этого клана? История стерла эту информацию за тысячелетия Возможно, этот клан и существовал когда-то История все переврала Девушка покачала головой «Так кем же, по-твоему, была Кагуя?» Ну, Кеннин хмурился, понимая, что снова отвечает на ей вопросы вместо того, чтобы получать нужные ему ответы Она принадлежала небесной расе Был ей ответ «Такой простый, наивный и такой глупый» «Небесный? Ты имеешь в виду, что она пришла из космоса?» «Да» — кивнула Кенн Учхо понял, что они уже далеко ушли от той темы, которая интересовала его самого, так что лишь отступил «Хорошо» «Пусть так» «Ты не веришь мне» Девушка вызовом посмотрела ему в глаза «Это настолько важно, чтобы я поверил?» «Я не смогу рассказать тебе всего, пока ты не поверишь» «Иначе, для тебя это будет выглядеть, словно бред не сошедшая с ума» «Тогда, у нас еще есть немного времени, чтобы ты рассказала мне все» «Она кивнула» «Дай мне восстановиться» «Я смогу с ним» «Она поняла, что заболтнула лишнего и прижала ладонь к губам, испуганно глядя на очаху «Это твои дадюцу»» Удивленно уточнил он, но увидев, как она снова почти впала в панику, поспешила успокоить «Прекрати это» «Раз уж ты решилась в будущем с мне что-то, не значит ли, что уже доверяешь мне» Она неуверенно кивнула «Прости, мне нужно больше чакры» «И тогда мне будет легче поделиться с тобой всем» «Так я буду чувствовать себя более защищенной» «Ты в безопасности здесь» «Я знаю, но ты другое» «Сейчас я словно пустошенная кукла, не способная даже нормально ходить» «Дай мне время, и я все расскажу тебе» И Тачи не понимал, почему она так не хочет рассказывать о себе «Но с другой стороны, возможно, это были какие-то последствия от пленения, или истязаний» «Она обещала» «А значит, выполнит свое обещание» Он дал ей время побыть наедине с собой, выйдя из хижины и усаживаясь прямо на снег медитировать Давно не тренировался и тело отчаянно просило нагрузки После короткого сеанса медитации, И Тачи вытащил катану из ножны, словно затанцевал на месте, вихрем вращаясь и нанося удар невидимому врагу Его поступь был обесшумный и он не оставил ни единого следа на снегу, опираясь на него, как на воду, при помощи чакры В взмах клинка, второй, третий, да, тело с каждым днем реагирует все медленнее на импульсы головного мозга Болезнь, месяц бездействия в Суне с минимумом тренировок, а теперь и полторы недели почти без вылазного сидения в хижине совершенно неположительно сказались на нем Едва почувствовав отдышку, он ускорился, увеличивая нагрузку, ведь всегда считал, что настоящая тренировка начинается с того самого момента, как тело говорит, что больше не в силах двигаться Проведя в танце с катаной больше полутора часов, то кружа в одной точке, то огибая хижину, но не переступая за барьерные печати, он наконец-то остановился Тяжело дыша и убирая взмокшие пряди волос, прилипшие к колбу, он отметил, что в условиях холодного климата дышать во время тренировок ему гораздо легче Учиха взялся натаскать снега в катку, чтобы омыться, но, едва переступил порог хижины, встретился с пристальным взглядом Кин Это было очень красиво Честно призналась она Что? Твой танец с мечом Она заворожено смотрела на иточение секунды не моргнув Словно ту и твоя ката на единое целое Учиха не нашелся, что ответить на это, да и не особо желал Кивнув, он скинул плащ и, взяв жестяное ведро, отправился набирать снег для того, чтобы освежиться Девушка так и осталась сидеть на кровати, почти не двигаясь, лишь спустя время, взяв деревянный гребешок, принялась прочесывать свои длинные, белоснежные волосы, спутанные колтунами и местами обломавшиеся, ну, еще бы, или не слабо так тащили за них Напевая какую-то милую песенку себе под нос, она не заметила, как из ванной вышел и тачи На нем уже были надеты темно-синесвободные штаны, а на обнаженные плечи было небрежно накинуто полотенце Влажные волосы не были собраны в хвост, а просто лежали поверх полотенца, не спадая за спину «Хочешь принять ванную?» — спросил он у девушки, проходя мимо и доставая ей сумки свиток Распечатав из него серо-синюю футболку, он быстро натянул ее на себя, выправляя мокрые волосы «Хочу» Она смущенно подняла на него глаза и облегченно выдохнула, он уже был одет «Сейчас организую» Он кивнул и, накинув плащ, отправился за новой партией снега В этих условиях принимать ванную было весьма неудобно, проще было омываться Что они делали, поливаясь водой из ковшика, но кин девушка, ей явно хотелось большего комфорта Она уже окрепла настолько, что смогла самостоятельно принять ванную и провела там около часа Все то время Итачи был на кухне Сначала он готовил ужин, а потом просто сидел и ждал, когда она его позовет Странная девчонка со странными фантазиями, но, Учиха недолго думал о ней Через мгновение он уже вновь погрузился в мысли о младшем брате Их битву на будет проходить в их клановом убежище Да-да, так знаково для Итачи клан-убийца умрет под собственным же гербом Саски унаследуют не только его глаза Итачи хотел передать Атато не только вечной мангике Шаринган, но и желание защищать Канаху Однако, с его отступническими идеями Атато вряд ли уже когда-то встанет плечом к плечу со своими товарищами Итачи давно уже разглядел в Наруто нечто большее, чем просто крикливого мальчугана Джинчурики Девятихвостого отличался очень взбалмошным характером, но с толкой верой в справедливость Наверное, в нем действительно была несекаемая воля огня и вера в истинную дружбу Но радость Итачи, Наруто верил как раз в истинную дружбу между ним и Саски Он заглянет к Джинчурики и попробует поговорить Мальчишка выглядит довольно глупым, но на деле показал себя очень и очень смышленым А значит, поймет то, что ему передаст Итачи Итачи-сан? Кин вышла из ванной, обернутая в серое полотенце и дождалась, когда Нукинин поднимет тяжелый взгляд на нее Здесь случайно нет свежей одежды? Она неуверенно указала на свиток, из которого Учихар распечатал свою футболку Итачи кивнул, доставая другой свиток Я запечатал одежду для тебя здесь Сказал он, высвобождая легкую просторную пижаму, напоминающую одежду его клана Спасибо, Итачи-сан Взяв необходимое, она отправилась обратно в ванную, видимо, чтобы одеться Но, через какое-то время вышла с постиранной одеждой В том числе и его футболкой, которую он опрометчиво оставил в ванной Идем есть Позвал Нукинин, когда она развешала немногочисленное белье В молчании они провели ужин, а потом девушка робко попросила вывести ее на улицу, чтобы подышать свежим воздухом Я посижу на крылечке Робко шепнула она Накинь мой плащ Итачи протянул ей черный объемный балахон и больше не сказал ни слова Кин сидела, опустив босые ножки в снег, она не хотела мочить сандалии и просто вышла босиком Ее же сядь холода, она все равно продолжала попинывать макушку одного из сугробов Твоя чакра почти восстановилась Констатировал Лучха Нет, еще нет Итачи перевел взгляд в своих потухших глаз на девушку и в нем на миг мелькнуло удивление Как и в твой резерв? Я не знаю, что такое резерв Оно безразлично пожало плечами Это было очень необычное странно жить в доме, таскать снег для воды, готовить еду и сосуществовать с кем-то рядом без гнета заданий и без необходимости убивать Девчонка почти не мешала ему в быту, и с каждым днем все больше помогала Итачи по дому К середине третьей недели пребывания Нукинина с ней, Кин вдруг попросила Итачи с Мьей, как он владеет мечом Разве ты не поглядывала в окно каждый раз, когда я тренировался? Это не то Я хочу посмотреть, как ты танцуешь со своим мечом, не оставляя следов на снегу Из ее уст это звучало рожу поэтично, но Итачи лишь слегка склонил голову Это не танец, это тренировка Неважно Можно я выйду с тобой на улицу и посмотрю на твой танец? Только если обуешься Он взял катану и нарочит и не надел плащ, чтобы его накинула девушка А потом, не дожидаясь ей вышел, снова начав тренировку с короткой медитацией настроя на боевое состояние Она вышла спустя несколько минут, босиком, ступая на снег и проваливаясь в него Морщись то ли от холода, то ли от удовольствия, Кин добрела до учихи и села напротив, чуть поодаль Ты собираешь чакру таким образом? Она с любопытством смотрела на мрачного Нукинина, который даже бровью не повел, когда она сказала это Девушка с интересом посмотрела на него еще пару минут, а потом, собрав немного снега, сделала из него комок И запустила в медитирующего учиху Она даже не смогла уловить его движение, когда тот высвободил клинок из ножен и одним взмахом рассыпал комок на множество снежинонок Глаза Нукинина словно светились алым светом Этот неожиданный жест девчонки заставил активировать шаринг Вот это да! Выдохнула бывшая пленница Тебя никто не учил, что прерывать тренировки невежливо Голос от очи был стальным и немного недовольным Я хочу, чтобы ты научил меня делать так же Проигнорировав его замечания, выпалила девушка Он был недоволен Она слушалась его не надев обувь, она прервала его медитацию, и ей просто совершенно наплевать на то, что он недоволен В этот момент Итачи на миг пожалел, что не отвел ей в Суну еще неделю назад Ей выходки иногда удивляли Она была замкнутой и молчаливой, но иногда превращалась в веселую и шаловливую девчонку, бросающую в опасного воина снежки во время его медитации Она была загадкой, разгадки которой он ждал Нет, не те ответы, что были в головах Иго и Такая Эти сектанты называли ей ангелом, спустившимся с небес Он хотел правды От нее Через неделю ему необходимо будет вернуться в АМЭ Однако, девчонка все еще говорила, что недостаточно восстановилась Можно я сегодня снова поучаствую в тренировке? Робко спросила она Что ж, ему даже стало интересно, сможет ли она хоть раз попасть в него Хоть какое-то разнообразие, Учхо определенно соскучился по спаррингам с кисами Они вышли на улицу, где только-только поднималось солнце, и неплотным слоем улегся на все поверхности избушки Девчонка снова вышла босиком, но Итачи не сказал ей ни слова Он не нянька ей Я всегда начинаю с медитации Констатировал Итачи И настоящий бой тоже Если он запланированный, то да Она кивнула, заявив, что тогда будет лепить снежки, пока он медитирует А потом у них состоялся замечательный бой Точнее, но Кеннин сражался с летящими снежками, стараясь, чтобы его одежды не коснулась ни одна снежинка А Кенн развлекалась, азартно атаку Итачи Когда все ей снаряды кончились, она просто стала брать снег и бросать в него, заливисто смеясь Наверное, первый раз с тех пор, как она пришла в себя, Кенн смеялась На него так и не упала ни одной снежинки, отчего тренировку Чиха посчитал довольно продуктивной Когда после двух часов на улице Итачи позвал ей в дом, сказав, что организует воду, чтобы можно было принять ванную Она на мгновение запротестовала, желая остаться на улице подольше «Нам пора!» Голосом нетерпящим отказов повторил Нукин и Кенн с глубокой печалью последовала за ним Они завтракали, сидя за столом в кухоньке Волосы обоих еще были мокрыми от ванной, и оба затянули на спине слабенькие резинки, чтобы не мешало приему пищи Скажи, что тебя удивляет в том, что Кагой была небожителем Потому что этого не бывает Учиха пожал плечами Ты хочешь сказать, что нельзя могут летать, воскрешать, пользоваться силами богов смерти, исчезать и появляться в других местах, носить внутри себе демонов, но не могут жить вне этой планеты? Что ты знаешь, способностях не нельзя Не так много Она пожала плечами Наверное, до вечера они не разговаривали, и Тачи провел еще одну одиночную тренировку и совершил вылазку в деревню, чтобы припусти немного еды А когда я вернулся, его ждал ужин Нукин был удивлен этому Ты не ел с самого утра, я хотела, чтобы ты вернулся и почувствовал, что тебя ждали Она улыбнулась, приглашая отведать простенькие блюда, старательно приготовленные ей руками Спасибо Никто не говорил ему таких вещей, с момента, как он самолично уничтожил весь свой клан Это было вкусно Учиха не был привередлив в еде, ведь ему бывало приходилось есть даже личинок жуков, когда в длительных разведывательных миссиях нужно было скрываться в довольно скудном на живность ландшафте Но то, что Кин приготовила, было очень похоже на домашнюю еду На мгновение вспомнив, как мама звала их всех к столу, он прикрыл глаза, пытаясь поймать и задержать в голове образ Микото, который с каждым годом становился все туманнее в воспоминаниях Он тосковает по маме И Тачи-сан Кин слегка виновата заерзала на стуле Невкусно Он тут же вернулся в реальность, понимая, что, возможно, своим непроницаемым выражением лица расстроил девчонку Мне очень понравилось, Кин Спасибо И она просияла Уже ложась спать на пол подлее кровати, как и все эти три недели до, Учиха расстелил свернутый рулоном спальник и уже приготовился погрузиться в свои мысли Когда девчонка вдруг слегка свесилась со своей кровати, протянула к нему руку и на миг замерла, не касаясь пальцами его лица Можно, я попробуюсь на тебе? Шепнула она Покажи Что ты хочешь увидеть? Что с тобой произошло? Она судорожно вздохнула Хорошо Только, верь мне, ладно? Я поверю Ладошка коснулась его лба и Учиху словно затянула в какой-то странный туннель, полный цветных всполухов и черноты А потом он понял, что видит воспоминания, словно смотрит на них ей глазами Это были странные картинки, которые напоминали беспорядочную карусель образов и все никак не могли собраться в одну историю Прости, сейчас я постараюсь сосредоточиться Раздалось в голове у Итачи Он не знал, как ответить и просто принялся ждать А потом его глазам предстало ужасное зрелище, напоминавшее резню клана Учиха Только кровь принадлежала лишь одному человеку Тому, чьими глазами он все это видел Они били ей цепями, резали ножами, пинали, истязали, насиловали Ну же Твое имя Рычал один из мучителей, хватая ей за волосы и тряся из-за всех сил Но Ким молчала Плакала и молчала А он пинал ей, рвал руками кожу, вызывая страшные стоны боли у девушки Имя Назови свое имя, девчонка Последний пинок в живот, и потом все погрузилось в темноту Потом картинка прояснилась, видимо, глаза Ким снова открылись Проснулась Злобно прорычал уже другой мужчина, одетый в военную форму На миг в поле зрения попало тело Ким Оно было чистым, ни одного следа от нанесенных травм Может, это картинка из другого временного промежутка? Нет Услышал он в ответ на свои мысли шепот Ким Эти воспоминания идут подряд Мое тело быстро регенерирует, если в нем достаточно чакры Потом последовали еще несколько таких же картинок, где истязали, насиловали, били и требовали ими А потом потоки картинок пропали Итачи почувствовал, как ладошка отпрянула от его лица Прости, я устала показывать Это очень энергозатратно Но, завтра я продолжу, ладно? Ей сил не хватало даже на то, чтобы положить свесившуюся руку обратно на кровать Так что она так и уснула со свешенной вниз рукой и наполовину завалившись на край кровати Итачи не ответил, переваривая увиденное Вот почему она так спокойно относилась к тому, что он помогал ей переодеваться Водил в туалет и придерживал ей и там Она не старалась смущенно прикрыть наготу И не протестовала, что он что-то увидит Просто, ей слишком долго истязали Бедняжка Так он и уснул с мыслями о том, как же ей пришлось тяжело Ему почти никогда не снились сны За это он был благодарен своей измученной мыслями голове Наверное, если бы он еще и во сне думал о брате Или о той самой резне, в которой своими руками убил своих родителей И сломал свою собственную жизнь То точно сошел бы с ума Итачи спал очень неспокойно этой ночью Какие-то отголоски образов, которые Кин показывал ему, постоянно мелькали в голове, мешая отдыхать Он пытался вырваться из этого вязкого состояния, но все никак не мог, чувствуя, что кислорода совсем не хватает Вдруг ощущение опасности накатило приливной волной Словно его вот-вот атакуют сверху каким-то массивным предметом Он вздрогнул, открывая глаза как раз в тот момент, когда тело Кин летело с кровати прямо на него Выставив руки и сгруппировавшись, он поймал ее, тут же садясь Девушка вскрикнула, подскакивая от резкого пробуждения Ча, что случилось? Задыхаясь, спросила она Вероятно, ты упала с кровати во сне Итачи поднялся и уложил ей обратно Спи Еще ночь Она подобрала одеяло руками и натянула его под самый подбородок Хочешь, я покажу тебе дальше? Прямо сейчас? Да Я немного передохнула и могу см лишь пару отрывков, но, отдохнув, я снова могу это делать Она похлопала ладошкой по кровати Только, ты сядь здесь, чтобы я, если усну, снова не упала Итачи присел на край кровати, и ей ладошка снова коснулась его лба Сумбур уже быстрее преобразовался в воспоминания Мужчина, одетый в серо-коричневую солдатскую форму, тащил ее на веревке по коридору, раздетую, беспомощную и практически обессиленную Кровь отсодранной от пол кожи широким следом тянулась за ними Что, девка, еще не готова сказать свое имя? Он зло рыкнул ей прямо в лицо, блеснув золотым зубом А потом он бросил ей на голый металлический стол так, что Кин ударилась животом о крае и навалилась на него, оставаясь коленями на полу А не узнать даже если не скажешь «дрянь» Рыкнул мужчина, искажая лицо в хищной улыбке и спуская штаны «Тебе же самое будет проще, если скажешь» Но, она не сказала Ли жалобно всхлипывала, когда он начал насиловать ее, хватая за волосы, сжимая о голенные плечи до синяков, ломая ее ребра толчками о холодный жесткий стол «Ублюдок?» «Нет, ублюдки!» «Все не ублюдки!» Подумал Итачи, чувствуя, как желание перерезать их всех возрастает с каждой минутой «Не переживай, пожалуйста, так за меня, Итачи Сан» «Все быстро и зажило» Услышал он в ответ ей ментальный шепот «Но зажила ли после этого твоя душа?» «Это не имеет значения» Картинка сменилась, видимо она снова потеряла сознание Был операционный стол и куча трубок, по которым утекала ей кровь Если животные в сознании, их тела быстро выжигают ей чакру Попробуйте ввести ей кровь спящим Возможно в таком случае она сможет распределиться более равномерно Говорила женщина, облаченная в серый халат и держащая в руках какую-то папку с записями Давайте еще раз Снова все померкло Эта картинка была очень короткой, видимо, Кин редко была в сознании Спящее животное абсорбирует ей чакру в течение 36 дней Это хороший результат, мы можем влить ей кровь и им, а потом отправляться на место ритуала Та же самая женщина стояла на Кин, говоря это тому самому толстяку по имени Ига, которого Итачи убил в тот день Отлично! Тот потер руки в предвкушение Скоро мы изменим этот мир, Рий И ты будешь одной из тех, кто его изменил Ты должна гордиться собой Благодарю, Ига сама Женщина в халате слегка поклонилась Толстяк пихнул в боб Кин и, грубо дернув за руку, притянул ей запястье к себе Почему у нее синяки? Чем меньше крови в ей организме, тем дольше заживают раны Констатировала Рий Тогда перед финальным забором постарайтесь ей сильно не бить Рыкнул он и брезгливо отбросил руку Кин Ата помрет до ритуала и все провалятся Он злобно сверкнул глазами и больше ничего не сказав, развернулся и быстрым шагом вышел из помещения Ладошка Кин оторвалась от олба Итачи и безвольно упала на кровать Ублюдки! Выругался он Они боятся Только и ответил Кин, прежде чем провалилась в очередной сон Теперь они должны бояться Итачи Ведь их ждет черная месть, но Кинин не пожалеет никого, особенно насильников Будет мучить в своем гиндюцу несколько суток, прежде чем они испустят дух Он этого так не оставит Поплевать, что эта девчонка для него никто Она не заслужила такого обращения Он больше не смог уснуть в эту ночь Кому захочется спать после увиденного? Выйдя на улицу, он стал тренироваться при свете луны Вкладывая в каждый взмах меча всю злость, которая кипела в нем сейчас Она проснулась через несколько часов и, не найдя Итачи в доме, выглянула в окно Он был на улице, снова танцует с катаной в руках, такой сильный, грациозный и невозмутимый Она доверяла ему Не настолько, чтобы назвать ими, но настолько, чтобы смею свое прошлое Возможно, она даже объяснит ему, почему ее зовут Ангелом, спустившимся с небес Или покажет? Наверное, она покажет, когда придет время У них есть еще несколько дней, а потом Итачи обещал взять ей с собой вам и гакуры Девушка надеялась, что никто не узнает ее истинной сущности и не причинит ей большего вреда, который уже был причинен ей тогда Тяжело вздохнув, она отправилась на кухню и принялась готовить завтрак Такое простое действие, которое было довольно непривычным для нее Но, так хотелось отблагодарить того, кто заботился о ней уже месяц Ни от кого она не видела столько заботы за всю свою жизнь Пусть он и молчалив Итачи не многословен, но она видела, Итачи не был злым Тот поспешил омыться и присоединился к уже поедающей булочку Кин До ухода из этой хижины я бы хотела сом тебе еще несколько воспоминаний Хорошо Я теряю силы всякий раз, когда использую эту технику Призналась девушка Но я хочу сом тебе все до отправления в ту деревню Ты можешь ей рассказывать, это не обязательно показывать Это проще Я не знаю, как описать все это словами Она пожала плечами и отстраненно провела ладошкой по столу, собирая крошки от булочки В нашем мире это являлось основным способом повествования Ответишь на несколько вопросов? Он блеснул своими темными глазами, чуть подавшись вперед Она кивнула Зачем им нужно было твое имя? Только зная мое истинное имя, они могли провести ритуал Она устало вздохнула и сделала глоток чая Ты могла назвать любое Я называла, но они откуда-то знали, что это ложь Тогда, как они узнали истинное имя? Конечно они узнали его, ведь отправили караван на ритуал со спящий кин А значит, именно тот момент уже было им известно И Тачи вдруг подумал, что стул, на котором он сидит, стал совершенно неудобным и раздражающим, мешающим думать Они позвали какого-то ниндзя, залезающего в головы жертвам за деньги И тот прочитал мои мысли Кин вздохнула Хочешь, я покажу тебе это? Она уже протянула руку к его лицу, но и Тачи остановил ей Показывай то, что считаешь нужным Но у меня есть еще вопрос Она замерла, а потом убрала ладонь и кивнула, сев поудобнее и дожидаясь вопроса Те двенадцать животных, зачем они? И зачем им твоя чакра? Эти люди, они не могут складывать печати А для ритуала нужно сложить двенадцать печатей Но так как они не обладали чакрой И вряд ли хоть один ниндзя согласился бы это делать для них Узнав, что они задумали, им пришлось прибегнуть к подсказке, оставленной Кагуизей Кагуей? А Сусуки? И Тачи на миг потерял свою невозмутимость и на лице проступило удивление Да Если пустить мою кровь по венам тотемных животных, которые именуют эти самые печати И наделить их чакрой, то убивая их в момент, когда моя кровь распределится по их телам равномерно В центре ритуального круга, это будет равносильно складыванию печатей И Тачи кивнул Возможно, она говорит не конкретно о себе, а о своем клане И о этой инструкции была написана родоначальницей Шиноби именно для клана Но то, как Кин сказала это звучало странно Хотя, или не менее странные речи о небесной расе тоже довольно сильно смущали Он обязательно ей спросит Или попросит см Но сейчас, сейчас он чувствовал лишь одно Ему было невероятно жаль девчонку, которая перенесла столько гадства по отношению к себе Только из-за того, что они посчитали ее источником великой силы Способной заставить Шиноби в страхе скрываться от людей То, что сделали с тобой эти люди, вдруг выдал он, теряя свою мазку невозмутимости Мне так жаль Она показала ему, как ей лишили крови перед самым ритуалом Как избивали до потери сознания и стязали перед тем Как вести в литургический сон уже просто ради забавы все равно скоро умрет Как ее насиловали по очереди сразу несколько мужиков Парочка, которых опростоволосились, кончив еще до того, как коснулись ей тела Как гоготали над обессиленной, израненной, растерзанной девушкой Итачи не видел ей лица, но понимал, что во всех ее воспоминаниях она была в слезах Ты знаешь, где тебя держали? Гневно спросил он Она лишь отрицательно качнула головой, показав последние воспоминания То, где струйки ее крови по трубочкам вытекали из тела Загоняя в нее какую-то желтую жидкость, от которой она провалилась в сон Я не помню ни то, как попала туда, ни то, как покинула это место Она тяжело вздохнула, перевернувшись на спину Но, ты помешал им, Итачи, я так благодарна тебе Почему именно ты? Она вздохнула У каждого в этом мире есть предназначение, Итачи-сан Моим предназначением было не дать Кагуи уничтожить эту планету Твоим предназначением? Второй раз она сказала, что как-то пересекается с Кагуей, которая существовала тысячи лет назад Да, и клан паразиты миров, они пытались обрести божественные силы Поедая плоды Шан-Джу до тех пор, пока не иссякнет источник этого мира Понимаешь, миры гибли, множество миров, это казалось чем-то совершенно бредовым Словно он слушал сказки на ночь Они путешествуют по двое, чтобы посадить древо и дождаться, когда оно даст свой плод Шан-Джу получает силу из всего живого в этом измерения Всасывая ее через корни и рождая плод чакры Вкусив его, они продлевают свою жизнь и становятся сильнее В конце концов они достигают божественной мощи Но, Итачи-Сан, разве так можно получать силы за счет жизни других? Она выглядела взволнованной Это звучало невероятно странно, но почему-то он верил ей Но, почему она говорит, что ей предназначением было остановить Кагую? Сколько тебе лет? Итачи нервно сглотнул Я не знаю Она склонила голову на бок и улыбнулась Я помню, как мне исполнилось восемнадцать Что же означает, что ты должна была не дать ей уничтожить планету? Итачи чувствовал, что в голове копится какой-то сумбур Она обманывает Кагую существовало много тысяч лет назад Ты умеешь путешествовать во времени? Нет, не умею Она вздохнула Руки ей подрагивали Видимо от усталости Ведь она снова показала ему картинки из своей головы Что если это какие-то воспаленные фантазии? Возможно, ей всю жизнь внушали что-то и она в это свято верит Однако, если она говорит об этом Не стоит оставлять такую информацию без внимания Так говорил его опыт И чутье Второму он верил безоговорочно Я постараюсь показать Прошло слишком много времени Итачи сан Мне нужно будет много сил Все в порядке Завтра вечером мы выдвигаемся в Аме Не трать свои силы Они тебе пригодятся в переходе Она кивнула А потом задумчиво уставилась на Учиху Который так и сидел на ее кровати Не смею идти Хотя понимал, что возможно она захочет поспать Ты же не бросишь меня там одну Вдруг жалобно прошептала Кин Ей взгляд сейчас напоминал то Как с надеждой смотрит на хозяина щенок Которого вот-вот оставят привязанным к забору прежде чем уйти Его расстроил этот взгляд Сам даже не зная почему Но Итачи почувствовал и досаду Я не могу быть с тобой все свое время, Кин Итачи понимал, что нельзя ей привязываться к Нукинину Он совершенно не хотел ранить сердце этой маленькой и очень хрупкой девушке Которая, кажется, начала ему доверять Я понимаю это Но я так боюсь, что они снова меня найдут Я не позволю им причинить тебе боль До тех пор, пока ты рядом Она грустно отвела взгляд Учиха не ответил на эту реплику Лишь посоветовал вздремнуть Пусть это был и день, но она потратила слишком много сил Показывая эти картинки Кин едва закрыла глаза Погрузилась в глубокий сон И лишь одна маленькая слезинка, катящаяся по ей щеке Говорила о том, что ей душа совершенно неспокойна Итачи было интересно, снятся ли ей кошмары Или, может, она также спит без наведений, погружаясь в спасительную черноту Он же, выйдя из хижины, поспешил опустошить последнюю склянку с обезболивающим раствором Пора бы пополнить запасы В дороге нельзя раскисать Призвав нескольких воронов, он отправил их в ближайшую деревню, чтобы те принесли необходимое лекарство Его приходилось принимать все чаще И пусть тот отвар, который он купил в Суне, лечащий кашель, на какое-то время помог болезни отступить Спустя какое-то время, она вернулась, приближая день его конца Но, теперь в его планы, добавилось еще кое-что Перед тем, как уйти в чистый мир, он должен будет вырезать всех тех ублюдков, которые посмели издеваться над бедной девушкой И даже не потому, что через нее они могли лишить шиноби-чакры, а потому, что они посмели совершить все то зло, что вытворяли в ее воспоминаниях Кин проснулась почти на закате Пошатываясь, она снова залюбовалась танцем Итачи с катаной, а потом сделала несколько шагов к нему, прерывая тренировку Итачи сан, я готова см тебе то, во что, боюсь, ты можешь не поверить, но это важно Он кивнул, мгновенно убирая катану в ножны, и они снова оказались на ее кровати Едва ладонь коснулась его лба, Учхо увидел странную картину Это был какой-то другой мир, потому, что ландшафт, краски и даже небо было иным В небе горело два солнца, одно голубое, другое красное Они находились с двух сторон от горизонта и создавали очень странные тени Перед его взором стояли два человека, оба в белоснежных одеждах Мужчина носил длинную косу, а прическа женщины была настолько сложной, что Учхо так и не понял, какой длинные волосы Ты должна отправиться в этот мир и остановить ей Иначе все живое на этой планете со временем погибнет Если дерево даст хотя бы еще один плод, этот мир придется закрыть, так как энергии там уже не будет Сказал мужчина Ты последняя, кто обладает этой силой, последняя, кто может обезвредить древо Шинджу, мне очень жаль И Тачи почувствовал, как Кин опустилась на колени Да, Ваше Высочество Моя дорогая Женщина подошла и, протянув ладони, взяла Кин за лицо и приподняла Тебе не нужно преклонять колени Простите Возвращайся скорее, мы будем ждать тебя Затем картинка сменилась Перед Кин стояла прекрасная женщина, вся белая, облаченная в длинное белое кимоно с глазами ринниганами, прямо как у лидера Это Кагуя, в тот день она попыталась вырастить новый плод, погрузив всех в вечные Цукиоми и я ей помешала Раздался в голове И Тачи шепот Кин Они сражались не как ниндзя, а летая по воздуху, превращались в горящие метеоры, сталкиваясь и разлетаясь снова Яростно сражаясь, сходя из битвы и разлетаясь на большие расстояния Кин не имела в руках оружие, пытаясь коснуться голыми руками родоначальницу всех Шиноби, но та отбивалась черным стержнем, таким же, какой использует Пэйн Она победила меня в тот день, запечатав великие льды без времени и пространства Я не знаю, сколько прошло времени и как она оказалась повержена, но я рада, что этот мир выжил Продолжил комментарий девушка В этот момент картинка сменилась и Тачи увидел, как Кагуя придавливает девушку к земле, наваливаясь на нее своим телом Еще мгновение черный стержень сжимает ее горло, Кин пытался сопротивляться, но сил не хватает и она беспомощно закрывает глаза Картинка проясняется в момент запечатывания, Кин видела, как на ее собственных запястьях зияют раны и кровь вытекает оттуда с огромной скоростью Девушка не могла пошевелиться, слабость и большая кровопотеря сказывались на ней Она лежала на земле в луже собственной крови, а Кагуя собирала ледяные глыбы, приманивая их, словно магнитом к ей телу Ты очнулась Холодный голос отсутствует и леденил кровь Ты не заберешь мои силы, уже никогда В голосе читалось сумасшествие Кин что-то прохрипела, но и точнее разобрал что Видимо, Кагуя тоже не поняла Если тебя когда-нибудь найдут в этом мире, пусть люди используют твою силу себе во благо Она хищно улыбнулась Я научу их Призвав огромный кусок гранита, она придавила им живот Кины, касаясь поверхности камня, образовала светящиеся письмена А потом Кагуя схлопнула ладони и весь лед, что она собрала, начал облеплять Кин, с бешеной скоростью превращая тело девушки в огромный прозрачный саркофаг Она попыталась закричать, но ничего не вышло, в одно мгновение ей перекрыли кислород, а потом выключили и звук Прощай, девчонка, тебе в этом мире место Нет Послышался словно сквозь толщу воды голос Кагуя, а потом наступила темнота и абсолютная тишина Ладошка Кин рухнула на кровать, отключая видение в голове Итачи, она не сказав ни слова, потеряв все свои силы, провалилась в очередной сон Он снова не мог уснуть от увиденного Неужели этой робкой, маленькой девчонке больше тысячи лет? Это даже звучало совершенно странно, хотя, наверное, можно было бы и не удивляться, стоило более внимательно посмотреть на Акадский, ну, хотя бы на лидера, способного из-под земли призывать гигантскую статую Гида Или взять Хидона, этого скверно характерного самовлюбленного монстра, не способного умереть Или Тебе, загадочного клоуна, который вызывал стойкую настороженность и полное недоверие Этот прохвост мог просачиваться сквозь стены и появляться в совершенно непредсказуемых местах А чего стоил этот чудаковатый зицу? Акадский был сборищем самых наистройнейших форм жизни, носивших в себе чакру Наверное, с учетом того, что чакра в комбинации с различными кикегингкой приобретает совершенно непредсказуемые формы Можно действительно принять тот факт, что девушка просуществовала во льдах тысячи лет В особенности, если учесть, что запечатавшим ей была сама прародительница всех Шиноби Учхо ворочался на пылу и вдруг осознал, что спальник, который он постелил, стал вдруг невыносимо жестким Ну, Кенин поднялся, распрямляя спину, и вновь отправился на тренировку Он всегда прибегал к этому правилу Не можешь уснуть, тренируйся Когда тело вымотано до изнеможения, заснуть можно едва коснувшись подушки Это еще один бонус от тренировки, помимо того, что тело становится сильнее и выносливее Отметив, что в темноте он начинает видеть все хуже Итачи вышел на священную звездным небом улицу и достал катану Он снова танцевал с ней до тех пор, пока руки не стали подрагивать от усталости Но и потом Ну, Кенин не остановился, продолжая сверкать лезвием в ночи Шаг за шагом, не оставляя следов, Учхо несколько раз обогнул периметр, по которому были расположены печати И только тогда опустил свое оружие и вернул в ножны Тяжело дыша, он смахнул влажную прядь с олба и отправился в дом Ему нужно омыться и лечь спать, скоро они отправятся в путь, а значит, силы очень даже пригодятся Но несмотря на утомленность, до самого утра Учхо не сомкнул глаз, думая о битве и о том, что произошло с этой девушкой Почему она сражалась голыми руками? Какой силой она обладает? Утром он обязательно спросит про тот камень, примороженный к ей животу и про тот эффект, который ей смерть должна была произвести на человека, который участвовал в ритуале Такая Интересно, почему именно он? В своей голове, Иго называл его карателем Неудивительно, ведь то, что так и хотел сотворить с каждым Шинобе было бы созвучно его званию Итачи поднялся с импровизированного пола и решил, раз уж не может уснуть, даже после тренировки отправиться на кухню пить чай Так лучше думается Захватив блокнат Шинобе, он принялся делать пометки об истории Асусу Кикагуя Возможно, когда он умрет, блокнат достанется Саске и Атата заинтересуется этой альтернативной историей А может, сожжет его в черном пламени Аматеросу Так Учхо и просидел до самого рассвета Когда Кин проснулась, солнце уже вовсю поднялось над деревьями и красиво переливалось в снежных сугробах вокруг избушки Она вышла, слегка пошатываясь и, не пожелав доброго утра, плюхнулась на стул напротив Итачи Тот молча одарил девушку взглядом и подвинул пиалу с чаем, которую девушка быстро опустошила «Спасибо!» — только и произнесла она Ну, Киннин не ответил, лишь кивнул Запас продуктов иссякал, сегодня на ужин уже не из чего было готовить Так что, им придется выйти чуть раньше, чтобы забрести в какую-нибудь лавку по пути и перекусить Он передал ей два вареных яйца и придвинул кусочек хлеба, а потом внимательно уставился на то, как она с интересом катает вареное яйцо, положив ладони сверху «Ты не веришь тому, что видел ночью?» Это был вопрос, но Итачи услышал в нем утверждение «Мне хочется не верить» «Почему?» «Потому, что это очень жестоко» «Как ты не сошла с ума за тысячу лет в заточении?» Итачи вдруг поймал себя на мысли, что Киннин стал единственным после Канан человеком, с кем он мог легко говорить, а не молчать После той кровавой резни, она повела плечом, немного грустно вздохнув «Мне повезло, Итачи сан Для меня прошло не больше нескольких часов, а может и дней И, честно говоря, я до сих пор не знаю, сколько времени прошло на самом деле Ей действительно повезло Наверное, проведя Кин несколько тысяч лет во льдах, сохраняя сознание, к моменту, когда ее бы нашли, она превратилась бы в овощ «Не против, если я тебя спрошу» Кин утвердительно кивнула, принимаясь чистить яйцо «Почему ты сражалась с Кагуей голыми руками?» Она скромно улыбнулась, все еще глядя на яйцо, которое не желало очищаться из корлупа, которого отходило по мелким раздражающим кусочкам «Казалось, ей это забавляет Мне нужно было коснуться ее кожи, тогда я смогла бы лишить ей сил Совсем? Совсем?» Кин вздохнула «Я не знаю, как это работает В моем клане раньше рождалось много таких, как я, но со временем способности стали проявляться все реже И вот осталось лишь я и мой брат, которые могли забирать силы Его готовили к этому, учили сражаться, учили быть воином и защитником, а меня растили, как созерцательницу Ждали от меня лишь рождения детей, которые унаследуют мою силу Но, брат погиб, сражаясь с Сашики Асусуки, спутником Кагуя И меня отправили вместо него Они отправили и тебя, не умеющим держать оружие, сражаться с богиней Маска равнодушия и спокойствия постоянно трещала по швам на его лице Однако сейчас он не выдержал, его лицо вмиг приобрело потрясенное выражение На самом деле, она не была богиней Еще не стала на тот момент Кин пожала плечами «Я лишь сделала то, что могла А ты знаешь, как в конце концов она пала? Я, ведь, так и не коснулась ей» И Тачи кивнул По легенде ей запечатали ей же сыновья, которых она ненавидела Они боялись, что ее сумасшествие уничтожит эту планету Кин улыбнулась, отправляя в рот яйцо Она выглядела очень мило, как-то по-детски, пытаясь говорить с набитым ртом «Я помню их» Промямлила она, закидывая ногу на ногу «Они были хорошими» «Твои способности» «Они ведь все еще могут отнять силу Шиноби» Кин утвердительно качнула головой, пытаясь проглотить еду И рукой показывая на пустую пиалу из-под чая И Тачи наполнил ей И девушка с удовольствием сделала довольно большой глоток «Я не опасна для Шиноби» «Ты же видел, я касаюсь тебя и не лишаю сил» «Как же тогда человек, которому по ритуалу должны были передаться твои силы, смог бы лишать всех чакры?» «Я могу контролировать это» «Если ты когда-нибудь захочешь, я заберу твои силы» «Но, как смог бы контролировать это просто и человек этого я не могу сказать, И Тачи-сан» «Потому, что мне неизвестно, что конкретно представлял из себя этот ритуал» «Я знаю лишь то, что они должны были меня убить» «Странная все-таки девушка» «Значит, ты тоже Амад Сухта, Трим?» «Небесное существо» Уставился на нее И Тачи «Это сложно объяснить» Кин вздохнула, дернув уголком губ «Наши миры, они все связаны между собой» «Мы умеем путешествовать между ними» «Точнее, я умела, но мой артефакт уничтожен, а новый я уже не создам, мне не хватает знаний» «Мой дом, он где-то там» «Кин указала на небо» «Но, я не летела через звезды, чтобы оказаться здесь, я просто шагнула в пространство» «Ее объяснение было очень похоже на технику Тэби» «Он тоже шагает между пространствами» «Значит, там есть еще миры» «Много, но они в основном безжизненные» «Ясно» «Кин закончила завтрак, а потом вдруг протянула кусочек хлеба Итачи» «Итачи-сан, надо поесть, иначе не будет сил на дорогу» «Илчиха, вспомнив о своей глупой привычке забывать про чувство голода, благодарно улыбнулся девушке, взял из ей рук хлеб и потянулся к вареному яйцу, которое все еще лежало перед ним нетронутым «Все-таки, странна эта девушка» «Полный загадок, но совершенно открытая» «За исключением, наверное, вопросов, касающихся имени» «Итачи собрал сумку, запечатав необходимые для путешествия в свитках» «Кин смотрела на все с большим любопытством, а потом даже попробовала сама запечатать вещь» «Первый свиток она испортила, благо тот пустовал, но второй раз девушка успешно повторила действия Итачи и упаковала свои скромные пожитки нижнюю юкату, в которой она ходила по дому «Сменный комплект, который носила, пока юката сохнет, а также один запасной и уличный» «Нацепив просторные штаны и футболку, почти такие же, как сейчас красовались на Итачи, она взяла в руки дорожный плащ Нукинина и протянула ему «Мне не обязательно его надевать!» «Надень сама, не то замерзнешь!» Безразличным тоном сказал Лучха И Кин покорно последовал его словам «Они выходили задолго до заката, но Киннин помнил, что им нужно будет где-нибудь поесть, причем, желательно горячей пищи, а значит, добраться до этого места лучше до темноты «Для всех, кто встретится нам по путям и муж и жена, запомни это!» Также безразлично констатировал Лучха, выходя из хижины и подавая ей руку «Муж и жена?» Она удивленно моргнула «Почему не брат и сестра?» Итачи дернул уголком губ, скрывая улыбку, и с любопытством глянул на собеседницу «Ты когда-нибудь видела таких непохожих друг на друга брата и сестру?» «Ой!» Она немного покраснела, отведя взгляд «Да, конечно, ты прав!» Они покинули хижину и Кин грустно окинула ей взглядом, прежде чем повернуться спиной и больше уже не оглядываться Она была немного опечалена, но понимала всю необходимость возвращения Итачи назад вами Учху молчал Он чувствовал некую грусть от того, что этот месяц его внезапного отдыха закончился так быстро Он не жил мирной и тихой жизнью с момента, как поступил на службу в Анбу И этот месяц был для Нукинина чем-то вроде глотка свежего воздуха в душной атмосфере заданий и планирования убийств Все, чего он хотел этой мира, и как ни странно, девушка рядом с ним хотела того же Они зашли в какой-то придорожный трактир, чтобы поесть и продолжить свой путь Сегодня на ночлег Итачи планировал остановиться в полночь, так как скорость Кин была довольно низкой, и тебе придется долго и много Но, потом, уже проваливаясь в сон, он распахнул глаза от посетившей его идеи «Ты умеешь ездить верхом?» — спросил Лучха спутницу, которая свернулась калачком у костра в дорожном спальнике «Наверное, да» — неуверенно ответила она «Ты вообще ездила верхом?» «Да, да, конечно» — она заерзала, укладываясь поудобнее и застенчиво пробормотала «Но, наши верховые животные немного отличались от местных» «Интересно!» — почти без единой эмоций сказал Итачи, но ему было очень сложно скрыть заинтересованность «Я могу снять! Ты должна отдыхать!» «Это несложно, короткие и приятные воспоминания мне воссоздавать практически не энергозатратно» Она улыбнулась Лучха кивнул и, вылезая из своего спальника, присел рядом с Кин Она снова протянула ладонь к нему и вмиг в его голове возникла картинка Это больше напоминало лоснящуюся и синя-черную кошку, а не лошадь Гигантскую худую с немного более вытянутой мордой и прозрачно-голубыми глазами, почти как у самой Кин Гибкую и грациозную «Это моя мина, я вырастила ее с младенчества и сама объездила, когда та подросла» Послышался в голове шепот Кин А потом Итачи увидел, как Кин приблизилась к этой кошке и протянула руки Животное коснулось ладони девушки и издало утробный звук, видимо, одобрение Кин взобралась на голую спину и, слегка подтолкнув ногами в бока, направила кошку вперед Та огромными прыжками преодолела довольно большое расстояние Перепрыгнув забор, выскочила в ближайший лес, пересекая небольшие речушки Деревья и трава в этом месте были похожи на то, что привычно к глазу у Чихи За исключением цвета он был больше и сине-голубой, чем зеленый и местами уходил в оттенки фиолетового Скорость этой кошки захватывала, а мир, который открылся и взор у Итачи поражал не меньше Это было больше похоже на странный немного сумбурный сон, который иногда у Итачи возникал от слишком большого количества обезболивающего Кин отняла ладошку и улыбнулась Я могу показывать тебе больше добрых картинок Она застенчиво глянула на него Мне нравится, как ты улыбаешься Учиха вдруг понял, что вся его надминно-холодная маска, которую он так старательно держал все время и которая постоянно трещала по швам Вдруг слетела именно сейчас, когда он видел и словно ощущал, как совершенно странное животное в совершенно чужом мире Бежала по совершенно непонятному ландшафту и несла на своей спине эту девушку Он резко отпрянул от нее и поднялся, снова возвращая лицу непроницаемость «Доброй ночи!» Только и сказал он, забираясь в свой дорожный спальник «Доброй ночи, Итачи-сан!» И они уснули Спать на улице у костра было холодно, но приятно Учиха распустил воронов, чтобы те контролировали периметр и провалился в чуткий освежающий сон Едва на горизонте появилась зарева, он проснулся и, свернув свой спальник, чуть подкинул дров и, проверив территорию, стал смотреть в огонь Зрение уже начало подводить Приходилось сильно концентрироваться, чтобы видеть более-менее четко языки пламени Ничего, остроты зрения не такая уж и проблема, до тех пор, пока он видит свет и тень, Итачи будет способным вести бой С тех пор, как Кин показал ему картинки из своей жизни, все его четко структурированные мысли, что обычно посещали Учиху в моменты одиночества, перемешались и закрутились в тугой узел сумбура Обычно он думал о брате и планировал свою последнюю битву, сейчас же он думал о той гигантской кошке в мире, в котором жила Мацухта Странно, но она ничем не отличалась от человека, говорила на том же языке, даже ей чакра была такой же по ощущениям Но, она была такой, невинной Попытавшись вернуться обратно к мыслям о брате, Итачи вдруг представил, как перед смертью просит его позаботиться о Кин Нет, тогда Тату в ярости разорвет бедную девушку Но, кто позаботится о ней, когда его не станет? Кисами прекрасный напарник и собеседник, но он знает, как заботиться о клинках, а не о людях Канан? Отдать ангела ангелу В принципе, она смогла бы воспитать Кинопринятие под свое бумажное крыло Он не умрет, не продумав это Теперь нужно явиться к лидеру, рассказать о том ритуале и о ценности девушки, оставить Ивамай и завершить свои дела Учиха думал, что еще успеет в поимке нескольких биджу, но уже сомневался, что доживет до девятихвостого Поворошив полкой костер и снова поглядев на искры, которые то расплывались, то становились чуть более четкими Итачи взглянул на Кин, все еще спящую, свернувшись клубочком Ночь была довольно морозная и, как всегда, холоднее всего было в предрассветный час Что ж, зато не нужно искать воду Снег, лежащий повсюду, позволял быстро утолить жажду, натопив его в котле Разбудив Кин с первыми лучами солнца, он дал ей анегири, которые они вчера прихватили с собой в трактире и съел свой Нам нужно ускориться Констатировал Лучиха, понимая, что дамы с их скоростью еще почти недели пути Мы поедем верхом Да, я добуду лошадей, но до ближайшего поселения нам нужно дойти пешком Они поспешили продолжить свой путь Кин смогла уже без проблем запечатать свой спальник, Итачи даже не пришлось напоминать ей, как это делать Они пришли в поселение к полудню и, наспех по обеду, отправились искать конюшни Девушка старалась не отставать от Итачи и пряталась за его спиной каждый раз, когда чувствовала на себе заинтересованные взгляды Учиха очень быстро договорился с конюхом и вывел лошадей навстречу ожидавшего ворот конюшен Кин Ах, какие красивые! Восхитилась девушка, тут же бросаясь к животным Гнедые, довольно молодые кобылы были полны сил и готовы проделать длинный путь, который им предстоял Итачи протянул повод девушке и она неуверенно приняла его Зачем столько железа? С конфужиной оглянулась она на Итачи Чтобы управлять лошадью Итачи перекинул уздечку через голову лошади и взобрался в седло, показывая Кин, что нужно делать, но та отрицательно качнула головой Бедная, ей не нужно все это Она потянулась к ремешкам на уздечке, расстегивая их и уверенно стягивая ее с лошади Что ты делаешь? Итачи в изумлении наблюдал, как, повешав уздечку на ручку одной из дверей конюшни, девушка принялась снимать седло, расстегивая подпругу Снимая ненужное Она пожала плечами Бедное животное Причитала она, гладя по шее гнеду кобылу Но, ты не сможешь ехать без уздечки Начал было Итачи В этом мире люди могут управлять лошадьми именно за счет амуниции Это лишь потому, что людям лень слушать животное Парировала девушка, ловко забираясь на спину лошади, цепко держась за гривом Удивительно, но кобыла послушно двинулась вперед, равняясь с Итачи, а потом направилась дальше, словно ведомой на поводу Бросив недоверчивый взгляд, Учиха поджал губы и, кивнув, чуть подался корпусом вперед, пришпоривая кобылу Едва они выехали на главную дорогу, он сообщил, что нужно ускоряться и кин, кивнув, перевела лошадь сначала в рысь, а потом в голуб Странный восторженный вопль вырвался у нее из груди Вот это да! Она залилась смехом В голове Итачи мелькнула мысль, что это, наверное, второй раз, когда он слышал ей смех Впервые она смеялась, когда забрасывала Учиху снежками Какие странные ощущения и такой ритм! Ах! Смотри, я могу не держаться! А ты можешь, Итачи сам? Девушка расставила руки в стороны, радостно вереща Конечно же он не мог Ему нужно держать уздечку Надменно фыркнув, он пришпорил свою кобылу и проследовал вперед по дороге, ведущей в Амэ Девушка привлекала своим восторженным воплем слишком много внимания Итачи подумал было сделать ей замечание, но потом просто сдался, понимая, что на этом периметре нет никого кроме них и его воронов Учиха вернулся в обозначенный им день ближе к вечеру, оповестив лидера, что им есть о чем поговорить и что с ним едут ценные гости У ворот Амэ их встретила Канан, которая слегка горделиво окинула взглядом Кен и удивленно вскинула брови, когда Амад Сухта поздоровалась и заявила, что они с Итачи муж и жена Учиха почувствовал, что сейчас подавится воздухом от услышанного Едва заметно сглотнув, он повернулся к девушке, стараясь, чтобы голос звучал максимально безразлично Он объяснил Канан, что это была всего лишь легенда на время пути, чтобы не вызывать подозрений Куна Итачи не ответила на это, лишь дернула уголком губ и пригласила следовать за ней Тебя ждет лидер, я покажу ценные гости ей покоя Прохладно произнесла она, забирая девушку Кен жалобно посмотрела на Итачи, словно ища поддержки Учиха готовил ей ко встрече с Акацки и уверял, что никто не посмеет обидеть ей Но девушка все равно искала защиты в глазах Нукинина Кивнув ей, он создал ворона и птица, взмахнув крыльями, медленно спланировала ей на плечо Ух ты! Какой красивый! Восхитилась девушка, впервые увидев его так близко, и погладила птицу по оперению Спасибо, Итачи-сан! Учиха почувствовал, как от ее прикосновения к птице, у него самого пробежали по коже мурашки Но ничего ей не сказал, лишь развернулся и отправился к Пэйну Лидер был в своем основном обличье, как, впрочем, и большую часть времени Он был взведен и холодно кинул взглядом Итачи, когда тот вошел Мы поймали хвастатого, сейчас начнется извлечение, ты едва не опоздал Голос его шелестел, словно лист металла Однако, я все же здесь в назначенное время, лидер сама Итачи поправил катану на своем поясе и сосредоточился на образе Пэйна, стоящего напротив Образ его то слегка плыл, то становился четким, как и всегда Особенно если сконцентрироваться по максимуму Можно было даже хорошо видеть Ленигана в его глазах Мы начинаем сегодня ночью, и завлечение однохвостого займет приблизительно трое суток Ваш скисами план атаки был безупречен, однако, команда Сасари приняла решение использовать свой Позаимствовав у вас отличную идею по отвлечению противника с помощью атаки на защитные символы Как бы между прочим заметил Пэйн Хорошо Итачи кивнул, понимая, что возможно они избрали свой план от того, что мальчишка-подрывник не особо жаловал и чеху Хотя, конечно, это не имело значения В любом случае, лидер не позволил бы плохому плану быть выполненным Если команда Сасари считала, что они справятся своим путем, так тому и быть В их работе очень важно выполнение целя Избавить мир от опасных биржу и устранить в будущем необходимость детям становиться дженчурики и отдавать свои жизни во благо других Это была красивая и очень правильная цель Так считал Итачи Твоя гостья Начал был Пэйн Может подождать Отрезал Учхо Здесь, в логове Пэйна, она в безопасности, потому как этим людишкам уж точно сюда не пробраться К тому же, Итачи планировал оставить с ней вороньего клона А потом они встретятся с лидером и Учхо расскажет все ему, передавая девушку в руки Пэйна и Канан Лидер дал последние указания по плану извлечения Ичебе, а потом отпустил Итачи, сказав явиться через шесть часов Что ж, горячий душ сейчас будет как никогда кстати А потом он навестит Кин Дойдя до своей затхлой маленькой комнатки, он как всегда первым делом достал горелку и поджег ей Тепло тут же лизнуло его по коже Итачи, поставив ей вниз для лучшего обогрева, отправился в душевые, чтобы наконец-то полноценно помыться и расслабиться Он любил мыться в одиночестве, наслаждаясь единением с собой, позволяя себе вернуться к привычным мыслям, в которых с недавних пор добавилась новая перемена и просто размазала все его такие четко составленные планы по стене Вода была горячая и приятная и очень ходовольно жмурился, подставив лицо под струю и просто замерев, как изваяние в такой позе Расслабляющее чувство, приятное для всего тела редкий миг радости, который он мог позволить себе будучи шиноби По душевой разнесся крепкий травянистый аромат, который вскоре впитается телом и совершенно не будет издавать никакого привлекающего запаха Сейчас же в помещении, наполненном паром, пахло, как в одном из онсинов, который Итачи посещал еще будучи с семьей Надо же, он до сих пор помнит этот запах После нескольких мгновений полного расслабления, к учихе в голову снова постучилась та самая мысль, что он совершенно не достоин никаких удовольствий Где-то в районе затылка противно заскрипел голос совести, который вновь и вновь вещал о том, что для такого отвратительного человека, убившего почти всю свою семью, в этом мире не должно быть удовольствий Только страдания на пути к искуплению Сердце мгновенно сковало льдом и Нукинин резко крутанул в вентиль, выключая воду Пора в свою комнату Еще есть время отдохнуть перед миссией Он переоделся в чистое и хотел было поспать, но почему-то отвлекся, слушая, что Кин рассказывает ворону К удивлению у чихи, с птицей девушка была более разговорчива А еще в этом мире мне нравится радуга Мечтательно говорила она, сидя в очень похожей каменатушке и причесывая свои белоснежные волосы В нашем такой красоты не встречалась Однако, тебе бы очень понравился звездный дождь, Итачи-сан Но, видя птицы, тебе нельзя было бы попадать в наш мир Наши небесные животные гораздо крупнее и они очень быстрые Она закончила причесывать волосы и отложила расческу в сторону, подсаживаясь ближе к ворону Кин снова погладила птицу по шее Интересно, знала Лиана, что он и ворон связаны, и Итачи ощущал все прикосновения А потом положила ладонь на спину птицы и продолжила рассказ о своем мире и о прекрасных гнездах, которые их небесные создания ведут на голубых деревьях Итачи слушал истории и думал о том, что хотел бы посмотреть на этот мир своими глазами еще раз Тогда он словно попал в сказку «Это животное», на котором Кинг ездил и верхом, лес и долина, которые предстали перед его глазами Все было настолько чужое, но при этом прекрасное, что Учиха подумал, что именно глядя эти картинки он чувствовал облегчение в своей душе, словно и не было этого груза, навешива над ним Поднявшись со своей кровати, на которой он сидел как изваяние слушая через ворон и болтовню девушки, он вдруг бесшумно выскользнул из своей комнаты и направился на этаж выше, где Канан поселила гостью Птица запомнила дорогу, а значит я теперь знал Итачи Два коротких стука и Учиха услышал за дверью неуверенное копошение «Это я!» — сказал он через дверь, чтобы успокоить девушку Замок щелкнул и она встретила его немного растерянной и печальной Совершенно не такой, какой видел ей минуту назад ворон «Итачи сан, добрый вечер!» Она улыбнулась и отошла в сторону, пропуская его внутрь «Ты говорила с вороном!» — констатировал Нукинин Да, он оказался замечательным слушателем Кин протянул руку, указывая на птицу Итачи развеял ворона, сложив пальцы в печать одной рукой и прошел в комнату, садясь на скрипучий стул Здесь не было так сыра, как в его обители, даже немного уютно Наверное, Канан заботливо поселила девушку в лучшие комнаты женской солидарности Кин немного вздохнула, отводя взгляд Видимо, расстроилась, что гость лишил ей птицы, которая так приглянулась девушке Когда я была в бреду, не в силах проснуться, на миг открывала глаза и закрывала их снова, а потом проваливалась в сон Но, то, что я помню, так это черного ворона, сидящего возле кровати Иногда я чувствовала, как он смачивал мне губы, когда хотелось пить Это было его основной задачей Ответил Итачи, глядя, как девушка скромно усаживается на свою кровать напротив него Значит, мне не причудилось Она расплылась в улыбке Да Он молчал Сам не знал, зачем пришел сюда, словно какой-то порыв, в воздухе звенела неловкая тишина, нарушаемая лишь дыханием двоих Учиха смотрел на нее, селись хоть что-то сказать, а Кин вдруг впилась в него взглядом, полным тревоги Итачи-сан, что-то случилось? Возможно, его выдала непроницаемая маска равнодушия, которая в последние времена никак не натягивалась на его лицо в ее присутствии Сегодня ночью я уйду на миссию Надолго? Точно не знаю, но это займет несколько дней Итачи-сан, не оставляй меня здесь Она резко дернулась в его сторону, но потом замерла Я не могу Он понимал ее страх, ведь на нее, уверен, до сих пор ведется охота Те люди, которых он видел в воспоминаниях, их не было в том караване, а значит, они попытаются его найти Я оставлю с тобой своего ворона Мне понадобятся почти все мои силы в этой миссии Она явно хотела что-то сказать, как-то спорить, но сначала замешкалась, а потом передумала, отводя взгляд Спасибо Я и не надеялась, что ты будешь оберегать меня всегда Просто, сейчас во мне слишком мало сил и я не могу постоять за себя Кин сидела такая беззащитная, хрупкая, словно если ей и коснуться, она распадется белым туманом Я буду рядом столько, сколько смогу Пообещал Чиха И он сдержит свое слово Девушка робко посмотрела на него из-под своих пушистых белых ресниц, а потом вдруг улыбнулась, просияв словно ребенок, получивший долгожданную игрушку Я не знаю почему, но рядом с тобой я всегда чувствую себя спокойно Призналась она Тогда я побуду рядом, пока не начнется миссия Итачи уверенно кивнул и дернул уголком губ, словно в улыбке Кин явно была рада этому, ей щеки слегка порозовели, а улыбка стала чуть шире Тогда, я могу см тебе что-нибудь из моего мира Тебе же было интересно смотреть? Покажи мне твое самое любимое воспоминание Итачи придвинул стул ближе к кровати, чтобы она смогла дотянуться ладошкой до его лба Кин обхватила его лицо и в это же мгновение Нукинин увидел потрясающую картину В лучах заходящих за горизонт одновременно двух звезд, образовавших невероятный градиент цвета на небе Утопал огромный водопад, изливающийся в красивой и ровной форме озера Ветер шелестел и сине-зелеными листьями деревьев, пели какие-то птицы Кин в рассказах называл их небесными созданиями А над водопадом, там, где садились за горизонт два солнца Сгущались ярко окрашенные в глубокие фиолетово-розово-голубые цветы облака Это очень редкое явление в нашем мире, но я однажды его видела Прошелестел голос Кин в голове Закат сразу двух солнц Каждый раз при таком явлении образуются тучи и начинается гроза В этот момент из облаков по всему небу яркой паутиной пронеслась молния, рассекая небеса на несколько частей Вспышка была настолько яркой и мимолетной, что Итачи и двои уловил По зрелище было поистине прекрасным Учхо видел, как Кин подошла ближе к озерцу, опустила в него ноги и снова запрокинула голову в небо, ожидая следующей вспышки, которая незамедлительно рассекла небо Я хочу, чтобы ты почувствовал аромат этой грозы Это самое прекрасное, что я помню Она чуть жала его лицо ладонями и через мгновение Нукинин почувствовал, как она касается его лба своим И в этот миг воспоминаний наполнили запахи Пахло свежестью и прохладой, озоном, как при грозе в их мире, и луговыми травами, но какими-то более тонкими и нежными Вода в озере, окрашенная закатными лучами, тоже пахла как-то по-особенному, но Итачи не мог разобрать, что это за аромат Это потрясающе Подумал он, глядя через нее на мир, которого девушка лишилась А потом он открыл глаза и увидел одновременно лицо Кин, которое прижалось к нему в бом и держало ладошками его виски, и ей мир, который она так трепетно хранила в своих воспоминаниях Снова вспыхнула молния, раскатываясь громом, словно кто-то бил в сотню барабанов Девушка, наверное, почувствовала, что он смотрит на нее и тоже открыла глаза Воспоминания не прекратили лица в голову Нукинина, однако, сейчас он смотрел не на них Прозрачно-голубые глаза, обрамленные пушистыми белыми ресницами, притягивали, словно магнит, а губы были так близко, что дыхание обжигало кожу Она смотрела на него с каким-то трепетом, нежностью, словно проникала в голову вместе с картинками Итачей, поколебавшись, чуть дернулся навстречу ей и девушка машинально сделала то же самое Сердце застучало где-то в районе горла от столь волнительных ощущений на коже Все его желания сейчас были совершенно неправильными и он должен был все это прекратить сейчас же Но, Учхо колебался, борясь с собой и здравым рассудком А потом он нежно-нежно коснулся ей губами, ощущая, как раскрываются лепестки ей губ в ответ Он чувствовал, как трепет разливается по сердцу жгучим ядом Ощущал какую-то совершенно неправильную палитру эмоций Целую девушку именно так, как целовал свою изуми в Гиндюцу прежде чем лишить ей жизни Он целовал Кин и чувствовал, как тонет в волне нежности, тепла, ласки Девушка отвечала слегка неумело, переплетая свой язык с его И это было приятно до мурашек вдруг табуном пронесшихся по спине Итачи не помнил, целовал ли он изуми в настоящей жизни Но в своем Гиндюцу он проделал это сотни, даже тысячи раз прежде, чем она умерла у него на руках Он вздрогнул, вспоминая это, а потом резко отстранился, разрывая поцелуи и выдергивая себя из ярких воспоминаний девушки Как он вообще посмел это сделать? Прости! Буркнул он, разворачиваясь и вылетая из комнаты Едва дверь захлопнулась, на столе с громким хлопком появился черный ворон Аучиха поспешил назад в свою обитель Туда, где он мог уединиться со своими мыслями и вдоволь отругать себя за то, что только что сделал Он не имел права целовать ей, не из-за памяти к изуми, а из-за того, что не заслужил быть счастливым Потому, что должен был в скором времени умереть Зачем вселять в бедную девушку пустые надежды, если он ничего ей не сможет дать? Впервые зайдя в свою комнату и оставшись один он громко выругался Обычно Итачи не позволял себе такого даже будучи наедине с собой Вдруг он ощутил прикосновение к шее Совсем забыв, что оставил ворона девушки, он направил часть своего сознания туда, чтобы насладиться хоть так ей близостью Она выглядела расстроенной и задумчиво гладила ворона пальчиком по шее, а потом, прижавшись к птице щекой, потерлась о него и блаженно улыбнулась «Удачная миссия, Итачи-сан!» — шепнула она, и поднявшись, погасила свет, укладываясь на кровать «Спасибо за то, что всегда рядом» Учиха вздрогнул, не зная, как на это реагировать Спустя час он появился в главном зале, чтобы приступить к миссии Дейдара и Сосары уже были возле Суны, готовясь к атаке, и лидер приказал приготовиться всем для перенаправления Чикрогогром в Каванукуне, где на данный момент покоилась статуя Гида, в которую однохвостовые должны перенести Казикоги вот-вот умрет Итачи не был в восторге от идеи убить очередного ребенка, пусть уже почти взрослого и даже имеющего высокий титул, но все же ребенка Но это было во благо мира, ведь к моменту, когда они запечатают всех хвостатых, не будет больше необходимости жертвовать детьми в качестве сосудов для монстров Начинаем! Холодно констатировал лидер И все мгновенно встали на позиции, создавая круг в том самом порядке, который требовался для извлечения Три дня Это заняло три дня Они не могли пошевелиться, лишь общались, чувствуя, как команда Канохи подходит к стенам убежища Чтобы процесс извлечения не прерывался, лидер создал двойника Итачи Это не был полноценный клон, так что силы были урезаны и пришлось тратить много энергии на него К тому же, он втайне от Пиуна оставил ворона Укин, а значит и на сражение явился не в полной силе Итачи потерпел поражение от мальчишки, называющего себя другом Саски Того самого, который носил в себе девятихвостого демона Лиса Странно, что Каноха отправил его на сражение, зная, что он тоже под угрозой Хотя, судя по его характеру, его могли не отправлять Этот мальчишка очень непредсказуем, потому как выглядит чересчур простым, хотя на деле оказывается совершенно не так Итачи улыбнулся сам себе, его решение оставить в сыне четвертого ворона с глазом Шисуя было верным Но вряд ли он найдет лучшего кандидата в помощники спасения души от АТО, чем этот мальчишка Интересно, Саски тоже считает его другом глубоко в душе? Три дня Он стоял не шелохнувшись так долго, что едва по кровь голограмм спал Итачи почувствовал, что готов рухнуть на пол от усталости Нет, конечно он не выдал ни одной эмоции, намекающей на то, что ему нехорошо Однако, болезнь давала о себе знать и усугублялась каждый раз, когда силы оставляли Нукинина Он подумал, что обязательно выпьет настойку, которую купил в Суне, уж очень полезная оказалась вещь Нет, она не исцелила его, однако, каждый раз, когда ему становилось хуже, она облегчала состояние И, казалось, с этими травками у него еще есть и в запасе время А сейчас спать Это все, чего он хотел? Наспех проверив ворона и убедившись, что тут все еще находится скин, которая в тот момент листала какую-то книжку в своей комнате Он в мгновение ока добрался до кровати, а, даже не отправляясь в душ, рухнул на нее, проваливаясь в сон Последнее, что он помнил сегодня ночью, как Канан заглянула к его спасенной пленнице, уставшая и изможденная, и сказала, что утром лидер хочет видеть ее у себя А потом к нему пришло небытие В этот раз ему снился очень реалистичный сон в сплеске огней, два солнца и умирающей саски, из которого Кин вынимает биджу многохвостую змею, подозрительно похожую на Рачимару Он подскочил от неожиданности в кровати и судорожно задышал, чувствуя, что легкий раздирает кашель Что это был за отвратительный сон? Учиху тошнил от одной только мысли о том, что во сне из тела его младшего брата высосали что-то настолько мерзкое Спина взмокла от пота и легкая футболка прилипала к телу так противно, что Итачи решил, раз уж проснулся, отправиться в душ Стояла глубокая ночь, значит, он проспал где-то около семи часов Однако, казалось, что его сон длился не больше мгновения Включив ледяную воду и простояв так с несколько минут, вмокая прямо в одежде, он очнулся от своих мыслей и принялся раздеваться, проверяя ворона в комнате девушки Она все так же листала книгу, однако, выглядела очень устала Странно было то, что спать несмотря на это она не ложилась Закончив мыться, Учиха поспешил одеться в чистой одежде и, сбросив грязное в корзину для стирки, поколебался мгновение, а затем отправился в комнату к девушке В этот раз стук в дверь Елене напугал За мгновение до этого Итачи развеял ворона и Кен догадалась, что Нукинин сейчас заглянет В прошлый раз он сделал то же самое Итачи-сан Просияла она, увидев Чиху Я очень переживала, что ты до сих пор не пришел Увидев вечером Канан-сан, я подумала, что ты тоже зайдешь ко мне Прости, я очень устал Почему ты не спишь? Она отстранилась, пропуская его внутрь Приснился кошмар, и я проснулся Ясно? Она немного погрустнела А я все это время не могла уснуть Даже если ложилась, так ни разу и не уснула за эти три дня Итачи удивился ее словам, но теперь понял, почему она не спит сейчас Почему? В чем дело? Я... Я просто боюсь оставаться одна Мне все время мерещится, что кто-то за мной придет и заберет меня Ну конечно, глупо было полагать, что после всего, что с ней сделали, ей легко будет засыпать Прости, я не подумал Учхо отвел взгляд вниз, понимая, что очень глупо поступил Просто бросив ее вот так, нужно было оставить не ворона, а полноценного клона В этот момент его впервые задушил приступ кашля при ней Все-таки, он потерял слишком много сил при извлечении и это подкосило и без того отсутствующее здоровье Извинившись и поспешив в маленькую уборную, примыкающую к комнатке Он какое-то время провел там, пока приступ не отступил и, увидев, что болезнь достигла стадии, когда на ладонях остается кровь, выходящая с надрывным кашлем, он поморщился Времени все меньше Ты в порядке, Итачи-сан? Кин тревожно окинула его взглядом, когда он вышел Прости, все хорошо Я в полном порядке Интересно, хорошо ли она различает ложь? Повеет ли? Он опустился на стол и пристально посмотрел на девушку Приступ помешал ему сказать то, что он планировал Илчхо селился сделать это сейчас Останешься со мной? Я чувствую себя в безопасности, когда ты рядом Она умоляюще посмотрела на него, прерывая его внутреннюю борьбу Он вздрогнул, выпрямляя спину ровно Кин, то, что произошло перед миссией Этого не должно было быть Выпалил он, игнорируя ее просьбу и прикусывая щеку, до боли Он не из-за всех сил старался держать маску безразличия на лице, но, кажется, терпел в этом поражении Понимаю Она отвела взгляд и тедело вздохнула Я приму это, если ты этого так хочешь, только не оставляй меня одну Пожалуйста Я принесу спальный комплект Заверил он и вышел из ей комнаты Расстелив тот самый спальник, в котором он спал в хижине, на полу Итачи улегся на бок и закрыл глаза, готовясь уснуть Но, вдруг его голову посетил странный вопрос, который он непременно решил озвучить Когда ты восстановишь все силы? Сложно сказать Она поколебалась, прежде чем ответить Я чувствую, что силы возвращаются и даже уже могу показывать картинки гораздо легче, но не могу использовать остальное Какие еще у тебя способности? Я могу забирать силу, стирать ей одним прикосновением, возвращая ей этому миру Чакру Да Ты можешь это контролировать Он переспросил это, понимая, что Кин касалась его множество раз, но не лишила сил Да, в какой-то мере Что это значит? Учхо от любопытства перевернулся на другой бок, чтобы оказаться лицом к ей кровати Я могу забрать силу любого, а могу не забирать, поэтому меня и хотели использовать люди, они хотели лишить всех Шиноби Чакры и уничтожить их, но я не могу контролировать это, если касаюсь Ацуцуки То есть, если бы ты в той битве дотронулась до нее, ты бы лишила ей всех сил Итачи было очень интересно слушать эти истории, похожие на сказку, но, такие настоящие Да, это было моей целью, но я не смогла Она погрустнела Покажешь мне что-нибудь из своего мира? Он решил перевести тему, видя, как девушка опечалилась Кин зашуршала постельным бельем, пододвигаясь ближе к краю и спуская одну руку В темноте она не могла нащупать его лица, водя по подушке, так что, Итачи поймал ей ладонь и положил к себе на лоб Что тебе, См? Не знаю, что-нибудь хорошее Попросил он и довольно закрыл глаза, принимаясь рассматривать красочные картинки ей мира Учиха проснулся спустя несколько часов, выспавшийся и бодрый Тихонечко поднявшись, он покинул комнату Кин, осторожно закрыв дверь, а потом, подумав, снова создал ворона Спускаясь к себе, он наткнулся на кисами, бредущего по коридору Итачи сам Улыбнулся он Как насчет спарринга перед завтраком? Тело приятно замыло от одной мысли о физической активности Учиха прохладно кивнул, оставляя под своей маской тот факт, что невероятно рад видеть мечника Тренировка это лучшее, что он мог желать сейчас Напарник продолжил свой путь, поправив сами ходу на своем плече, и Нукинин последовал за ним в тренировочный зал Они склонились в приветственном жесте, а потом без предупреждения каждый начал движение вперед Вот блеснула Катана, преграждая путь акулиему мечу, вот мелькнул алым светом глаз, они крутились, то скрещивая клинки, то расходясь друг от друга на большее расстояние Это то, почему Итачи действительно соскучился полноценная тренировка, заставившая мышцы разогреться и приятно заныть Благодарю за чудесный спарринг Кисым был как всегда вежлив и приветлив Странно, что такое поведение он позволял себе только с Учхой, он часто показывал свое пренебрежение к другим членам Акадски Неплохой вышел бой Итачи кивнул ему и тоже поблагодарил в ответ Определенно неплохой Вы не потеряли форму за время отдыха Итачи не ответил, лишь поманил напарника следовать за собой Наша следующая цель дженчурики Йонби Объявил Кисами, провнявшись с напарником Мы отправимся в Ивагакури, точнее, оттуда начнем его поиск Говорят, он странствует уже много лет Наша задача отыскать его Учхо кивнул Когда отправляемся? Лидер пока не давал отмашки Хашигаки пожал плечами Ждем переказа Хорошо Итачи сан, я хотел попросить вас кое о чем Учхо кивнул, позволяя продолжить просьбу Я бы хотел сам сразиться с дженчурики Просто прикройте мне спину Это было даже на руку Учхи Я буду расстать твоим тылом Признался он и продолжил свой путь Вернувшись в свою комнатку, Нукинин снова погрузился в медитацию и мысли Нет, сегодня у него не было планов на смерть Сегодня он вспоминал Зуми Ту единственную девушку, которую когда-то любил Память о ней он пронес через все эти годы, как единственный свет, согревавший и не заслуживавшего Эта Шиноби Однако, сегодня он сравнивал ей с той, которая отключала его выдержку одним взглядом Девчонка, прожившая тысячу лет, а Мацухта, пришедшая на эту планету, чтобы уничтожить Кагую А на него им это определенно так, потому что даже в ее воспоминаниях вся ее борьба была неумелой Что ж, радует то, что родоначальницу всех Шиноби уже нет и девчонка свободна от обязательств Но Киннин снова вспомнил Изуми Скромную, пылкую, но такую боевую Кунаичи, способную на все прощение, любовь и самоотдачу Нет, она не была всесильной, ей способности сражаться и точить тоже довольно невысоко оценивал, и этим Изуми напоминал Кин Периодические вспышки радости в беловолосой девушке словно проявляли лицо Кунаичи, с которой он состарился в ей голове И это пробуждало в нем еще большую привязанность к Мацухта Словно перед ним было не небесное создание возрастом в несколько тысяч лет, а Изуми, перерожденное в другое тело Нет, конечно, это была не она, а всего лишь совершенно глупая мысль в голове Учихи Ей давно уже нет и и смерть висит над ним тяжелой, неподъемной ношей Он запутался в своих чувствах Он так бы и сидел, погруженный в свои мысли, если бы не стук в дверь Стучались не к нему, и Итачи проверил ворона Дверь в комнате Кин открылась и вошла Канан, приглашая девушку подняться наверх, в зал, где ждал лидер «Идем, я провожу тебя» — кивнула она, одаряя прохладным взглядом ворона «Итачи, тебя тоже ждут» Если бы Учихи Ей не знал, подумал бы, что Канан недолюбливает его и новую гостью Однако, на самом деле эта кунаича была очень мягкой, внутри у нее был большое доброе сердце Но Киннин последовал туда же, в зал, где лидер ждал их для разговора Интересно, поверит ли он картинкам Кин? Они встретились у входа в зал и Амацухта взглянула на Итачи с тревоженным взглядом Волновалась Учиха кивнул ей и просто положил ладони ей на плечо, подбадривая и одновременно чуть подталкивая вперед «Пора!» Лидер приветствовал вошедших, но, когда Киннин его увидела, она вскрикнула и сделала шаг назад, а потом второй, а потом попыталась сделать и третий, но рука Итачи на ей плече помешала «Нет!» Она обернулась к Учихе так резко и сильно, что он, возможно, причинил ей боль, сжав плечо сильнее «Нам надо уйти отсюда, пожалуйста!» В голове стояла мольба, а в глазах слезы «Что происходит?» Учиха был совершенно сбит с толку «Здесь никто тебя не обидит, мы творим мир, девочка!» Властно произнес Нагата, подходя к ней «Нет, не прикасайтесь!» Почти выкрикнула она И лидер сделал шаг назад, переводя вопросительный взгляд на Итачи Тот лишь качнул головой, словно говоря, что он не знает, в чем причина такого поведения «Нам нужно уйти, пожалуйста, сейчас же, Итачи-сан!» У нее словно начиналась паническая атака, от которой в какое-то мгновение Киннин рухнула на колени, начиная плакать уже навзрыд Лидер хотел бы Ласм, насколько он милосерден, присаживаясь к ней и накрывая ей руку ладонью В этот момент Киннин сдала истошный вопль, покрываясь светом, который в мгновение заполнил весь зал Амад Сухта кричал так громко, что Учиха не знал, что ему делать хватать и не уносить, или же зажмуриться от яркого света, ослепившего его глаза Свет погас так же быстро, как и появился На полу, корчась в муках, лежала Кин, а рядом лежала тело-лидер с пустыми глазами, в которых раньше были ринниганы «Ча! Что ты наделала, девчонка?» Прокричала Канан, которая оказалась лежащей на полу в нескольких метрах, она в одно мгновение подскочила к ней и рывком поставила на ноги «Что ты с ним сделала?» Канан плакала, тряся бедную девушку, которая, казалось, еще не пришла в себя от того, что с ней произошло В этот же миг появились еще пять рбэйнов Они окружили Кин и одновременно Гулки Мэхом вынесли ей вердикт «Ты будешь казнена сейчас же!» «Нет, я не хотела этого!» Едва шевеля губами, прошептала она Но, было слишком поздно Они совершили ту же ошибку, двое схватили ей Свет снова заполнил помещение и Кин снова закричала, срывая голос, надрывая связки Она звала на помощь Итачи, а может это ему лишь показалось Когда свет погас, все шесть пиунов лежали на полу, лишившись своих глаз «Не дайте им касаться меня!» — хрипела Кин «Не надо!» Она едва дышала, сотрясаясь в рыданиях Итачи бросился к ней одновременно с Канан, но у той была совсем отличная от его цель «Не вздумай!» Прорычала Чиха, активируя Мангеки Шаринган и предупреждающий навалившись на нее Она убила их Убила! Канан выхватила Куны и замерла, давясь слезами Кин пошатнулась и, закашлившись, поднялась, опираясь всем весом на Итачи Ама Цухта умоляюще посмотрела на Куна Ича «Пожалуйста, Канан-сан, выслушай меня!» Она всхлипнула Я действительно не хотела Но, эти глаза Я была рождена, чтобы лишать их силы Это не подконтрольно мне Тогда ты должна умереть!» Прорычала Куна Ичи, рассыпаясь на листы бумаги «Не смей!» «Выслушай ее!» Канан не среагировала, направив все свои силы против белоснежной девушки Итачи уже был готов сжечь все бумажные листы в черном пламени, но Кин удивила сильнее «Я могу исцелить источник!» Прокричала она надрывно В этот миг Канан остановилась, собираясь обратно из листов бумаги «Ты... что?» «Я могу исцелить того, кто их создал!» Канан отступила на шаг, расширив глаза в испуге «Откуда тебе о нем известно?» «Я чувствовала, что они давно мертвы, когда забирала их силу» Кин держалась за Итачи и с последних сил он перехватил ее, чтобы та не упала «Если он не коснется меня, свет не активируется» Она закашлялась Канан подошла ближе, схватила беловолосую девушку за грудки и посмотрела пристально ей в глаза «Ты лжешь мне!» «Не я ли просила не трогать меня?» Процедила Мацухта сквозь зубы «Смотри, если хочешь» Она резко положила это одну из рук на лоб Канана и обе девушки замерли в молчании «Сколько прошло мгновений, прежде чем беловолосая совсем лишилась силы» Рухнула бы к ногам Мучихи, если бы он не держал ей, он не знал, казалось, прошла вечность «Что это сейчас было?» Едва слышно произнесла Канан «Что это за гендюцу?» «Это не гендюцу, она показала тебе что-то из своих воспоминаний» «Спокойно, насколько мог», — ответил Итачи «Кто она такая?» Итачи поведал Канан о том, что это за девушка у него на руках и пообещал рассказать все Нагате лично «Неужели она правда может его исцелить?» С сомнением спросила Кунаичи, когда Итачи закончила рассказ «Эта девчонка умеет удивлять» «Пожал плечами Мучиха Я не чувствую лжи в ей рассказах Отнесем ей к Нагата Заключила Канан Пусть он решает, что с ней делать Держи все это время, она не должна его коснуться Она и не сможет, едва ли откроет сейчас глаза Кунаичи кивнула, поправив бумажную розу, направилась вглубь башни Они молча вошли по коридору в просторный зал, где в самом центре стоял какой-то огромный прибор Наполненный трубками и подключенный к изможденному человеку Пронизанному черными стержнями Такими же, как детали персингов всех шести пейнов Нагата, это я Канан подошла к нему совсем близко и коснулась в пало и щеки «Это девчонка!» — прохрипел он «Она лишила меня связи с пейнами Эта техника больше мне не подвластна Да, Кунаичи судорожно сжала край бочки, в которой находился Узумуки Она сказала, что может исцелить тебя Бредни!» — выплюнул он «Никто не может этого Так же, как ты считал, что никто не мог уничтожить пейнов?» Он замолчал, лишь впился взглядом в Итачи и девушку у него на руках «Ты ей доверяешь, Учхо Итачи?» — прошелестел голос изможденного мужчины «Доверяю!» «Что она такое?» Нагата постарался распрямиться настолько, насколько позволяли стержни в спине «Ана Мацухта?» Ответ был слишком односложным, практически непонятным, поэтому он поспешил добавить По ее словам, ровесница Кагуни прибыла сюда, чтобы воспрепятствовать ей вырастить дерево Шинджу, но была запечатана на тысячу лет во льдах Сейчас на нее охотятся сектанты, считающие, что убив ее в ритуале, один из избранных получит ее силы В их планах уничтожить всех Шинобес начало лишить чакры, затем убить одного за другим То есть, она против того, чтобы древо выросло?» Уточнил Нагата Взгляд его резко потяжелел «Да, она сказала, что если дерево даст плод, это может уничтожить весь мир Возможно, вам стоит уточнить у нее самой, когда Кин проснется Еми Кин Нахмурился Нагата Я дал ей это имя, так как в свое настоящее она рассказать отказалась Узумики выругался, злобно сверкнув глазами Учха, ты — гений своего клана, великий Шинобе, силы ум которого превосходят почти всех в Акадске И ты поверил девчонке, которая даже имени своего не назвала Он прорычал это так агрессивно, что, казалось, его негодование просто припечатает всех к стене «Нагата, ты прекрасно знаешь о моих аналитических способностях Я не стал бы беспрекословно доверять всем подряд Поверь, эта девчонка не лжет Я могу вовлечь тебя в гендюцу и см все то, что видел сам в ей голове Она показала мне все, даже бой с Кагузей Девчонка здесь не для того, чтобы навредить, она лишь ищет защиты Потому, как сама является жертвой, которую резали, избивали, насиловали и мучили довольно продолжительное время Людям нужно ее настоящее имя для ритуала, поэтому она боится его произносить Канан замерла на мгновение, а потом подошла к Итачи Пристально посмотрев ему в глаза, зажмурилась, готовая к любому исходу, а потом схватила кин за руку Ничего не произошло, ни света, ни лишения силы Почему прикосновение к ней не работает? Полагаю, потому, что она этого не хочет Холодно ответил Итачи Однако, твои действия были весьма опрометчиванными Тогда, что произошло со всеми пойнами? В голосе читался вызов Кунаичи нарочито проигнорировала колкая замечание свою сторону Полагаю, это мы тоже спросим у нее, когда кин начнется Другого ответа Итачи и не мог дать Все, что ему сейчас хотелось, это унести девушку в ей покое и дать прийти в себя Нагата Произнесла Канан, все еще держащий за руку кин Она показала мне свои воспоминания в зале собраний Итачи видела то, о чем говорил Итачи Ты ей веришь? Прохрепел лидер Я? Не знаю Тогда дождемся, когда она придет в себя Привиди ей ко мне сразу же, как она проснется, Итачи, и оставь нас в канат сейчас Учиха кивнул и поспешил выйти, держа в руках хрупкую нашу А Мацухта простонала, но не открыла глаза, словно впала в бред Дойдя до ей комнаты, он уложил кин на кровать и уселся прямо на пол в медитативную позе ждать Когда она очнется, погружаясь в мрачные мысли Нагата гораздо сильнее его, но Итачи не позволит причинить девчонке вред Она не виновата в том, что случилось, и он ведь сам видел, что Кин не хотел этого Ей было страшно, и она просила уйти Надо было послушать ее, и действительно уйти Но, но Кинен этого не сделал, и теперь очень об этом жалел Итачи сам? Послышался слабый шепот Кин Она открыла глаза, которые мгновенно наполнились слезами Я здесь Он протянул свою руку и жалкие запястья Прости меня, Итачи сам То, что я сделала, это ужасно Она всхлипнула Я не хотела этого, правда не хотела И девушка зарыдала, давясь слезами Я пойду с тобой к Нагатой, ты все ему расскажешь Он все поймет Сказал Итачи вместо утешения Утешать он не умел Я Она вдруг резко села на кровати, высвобождая свое запястье от цепкой хватки лучихи Итачи сан, я могу его исцелить Что ты имеешь в виду? Ты умеешь лечить? Она неопределенно качнула головой Он не болен, Итачи сан Его жизненные силы высосало дерево Шинджу Я могу вернуть их точно так же, как вернула силы тех шестерых этому миру Мне нужно будет просто перенаправить поток Но, мне понадобятся силы, я еще не восстановилась Нужно совсем восстановиться Итачи промолчал Он смотрел на эту едва сидящую на кровати девушку и не верил тому, что она сказала Как можно вернуть ему силы, освободить от стержней, что пронизывали его спину, причини бесконечную боль? Одновременно с этим Нукинин целиком и полностью доверял ей Отведи меня к нему, ты еще слаба Отведи! Она хотела было встать, но он положил ладони ей на грудь, чуть подтолкнув ее на кровать Ложись и отдохни Сможешь поспать? Как будешь в силах встать, я отведу тебя Пообещал Учиха Кин отрицательно качнула головой, но все-таки легла Я не хочу спать Призналась девушка Но сил во мне и правда мало Тогда просто отдохни, а я побуду рядом И он остался сидеть в тишине рядом с девушкой, которая просто лежала на спине и смотрела в потолок Маленькая, беспомощная, но одновременно сильная Он снова сравнил ей с Изуми, которая также безоговорочно доверяла Итачи все, даже свою жизнь, которую он в итоге забрал Почему-то в эту минуту он почувствовал, как горло сдавили слезы К вечеру она смогла самостоятельно подняться, но отказывалась есть Слегка пошатываясь, она, придерживаемая Итачи, побрела в сторону двери, готовая к беседе с лидером Он чувствовал ей дрожь, но это был не холод Девушка волновалась и едва могла скрыть это Итачи сан Она посмотрела на него испуганными глазами, прежде чем они вошли в зал Если он решит, что мне нужно умереть, я бы хотела Она судорожно вздохнула Чтобы ты обнял меня в момент, когда меня не станет Итачи резко остановился Кин, придерживаемый им, слегка пошатнулся такого действия Он серьезно посмотрел в ей полупрозрачные голубые глаза, видев в них испуг и искренность Я не позволю этому случиться Он прижал ей к себе так крепко, как мог это сделать, не причинив боли Ты мне веришь? Я верю, она прижалась к нему так трепетно и нежно, что сердце Нукинина болезненно сжалось Кин не должна была так привязываться к нему Это причинит ей слишком много боли в будущем Он корил себя за это, но и сам понимал, что не может уже и держаться от нее на расстоянии Итачи ненавидел себя за это Я готова! Прошептала Кин спустя мгновение И они шагнули внутрь, представая перед лидером и Канан, стоявший подле его сосуда Дойдя до Нагата, она задрожала еще сильнее, а потом резко оттолкнула от себя Итачи, и выпрямилась, словно стронка, смело глядя лидеру прямо в глаза Что ты сделала с Пайнами? Прохрепел он вместо приветствия Я вернула их энергию в этому миру На удивление, та девчонка, которая тряслась мгновение назад в руках Итачи, сейчас была собрана и спокойна Как ты это сделала? Можете называть это моим личным кикеггинкой Моей особенной силой является обратное преобразование чакры в жизненную силу Обратное действие тому, что происходит в дереве Шинджу, когда оно генерирует чакру, выкачивая силы из этого мира и всего живого Что ты знаешь об этом дереве? Лицо Нагата стало более напряженным Эти деревья паразиты миров Они выпивают все до дна, уничтожая планеты один за другим Это настоящее зло, несущее смерть Они могут принести забвение Перебил ей Нагата Надолго ли его хватит? Забвение? Ким пожала плечами Если при этом вымрет все В том числе и весь мир Это ложь На Великой Скрижале написано, что это древо-бог, дарующий исполнение наших желаний в ночь полной луны Это правда Кивнула девушка Древо подарят желаемое, поместив человека в иллюзию и выпивая его соки Он проживет красивую жизнь, такую, как сам мечтал, пока не умрет, отдав всю свою жизнь для подпитки плода Те, кто попал в эту иллюзию и не выбрался, они уже не дадут потомства Человечество вымрет со временем, а планета, истощившись от корней дерева, погибнет Нагата колебался Как он мог поверить девчонке? Я хочу, чтобы ты показала мне все, что показывала Итачи и Канан Он снова закашлялся, зашевелившись в своей бочке Я не могу этого сделать Кинг очнула головой Если я коснусь носителей Риннигана, то лишу его силу способностей, это не подконтрольно мне Ты сказала, что можешь исцелить меня Если вы готовы лишиться своих сил Я могу вернуть то, что отняла Шинджу, перенаправив поток жизненной энергии не в мир, а внутри вашего тела Древо не отнимало у меня ничего Это была статуя Гида Поправил ей Нагата Да Она кивнула Я не знаю, как вы это называете в этом мире Но, эти стержни, это результат подпитки саженца Поэтому вы не были погружены в иллюзию Этот саженец был еще очень слаб и не сформировался в дерево Кинг так и стояла, выпрямившись в стронку Итачи ощущал от нее волну уверенности, умело скрывавшие то волнение, с которым девушка вошла в зал Кто ты, черт возьми, такая? Прохрепел Нагата Я могу рассказать многое о себе, но не назову свое имя Вздохнула Кинг, слегка поникнув в плечах Тогда, приступай Она пошатнулась и позволила себе сесть на пол, складывая ноги в позу лотоса Расправив свои одежды и положив ладони на колени, она печально вздохнула, прежде чем начать Наш мир был создан задолго до появления саженца Шинджу в нем Я говорю сейчас не об этой планете, а о мире в целом Он гораздо больше, чем кажется Он процветал и люди прекрасно эволюционировали, пользуясь дарами природы и сосуществуя с животными Пока в одном из миров на прекрасную планету, большую и красивую, сияющую изнутри словно светлячок, не спустилась семечка дерева паразита, начавшая прорастать и питаться энергией планеты Там жили белоснежные люди, которые стали источником энергии для первого Шинджу Жители планеты не сразу поняли, что произошло, потому как не сразу ощутили, что это дерево паразитирует Просто постепенно жизни на планете становилось все меньше, как и жизненных сил Кин передернуло плечами, как будто ее стало резко холодно, а потом продолжило Он успел дать много плодов и распустить семена по космосу, прежде чем жители планеты поняли, что вот-вот погибнут Дерево практически уничтожило все в этом мире и прежде, чем разрушить планету, зацвело в последний раз, давая свой плод Немногие спаслись, когда планета резко нагрелась и превратилась в огненный шар, а потом разлетелась на мелкие осколки Однако, кое-кто успел схватить с собой плод от дерева Странствуя по космосу в поисках нового пристанища, окруженной лишь защитной силой семян внутри, люди умирали от голода, когда этот человек решил разделить плод древа между всеми И с тех пор в людях появилась чакра Это было многие тысячи лет назад Эти люди нашли пристанище на планете, обласканное двумя солнцами Но, между ними вскоре произошел раскол Руки девушки подрагивали и она на секунду прервалась, пристально глядя на Нагата и тяжело дыша Она извинилась за то, что остановилась, посчитав это невежливым, но, все-таки, то, что случилось утром, выпало почти всей ей силой Продолжай, как почувствуешь, что можешь это сделать Кивнул изумки Я... Она на миг засомневалась, но все-таки задала волнующий вопрос Вы верите мне? Я пока только слушаю тебя Неопределенно ответил он Хорошо Кин продолжила свой странный рассказ, которому, честно говоря, Итачи верил, но все равно ощущал себя слушателем маминой сказки на ночь, нежели реальной историей В связи с расколом среди этих людей, было образовано два клана, один из которых стал именоваться Ацуцуки Они были жадными до силы, ведь с каждым кусочком съеденного плода они становились все более всемогущими и в конце концов превращались в богов Однако, второй клан обнаружил в себе интересную способность Некоторые люди этого клана могли одним прикосновением возвращать богов Ацуцуки обратно в людей, лишая их жизни алчности, слепившей глаза Позже они поняли, что лишение сил Ацуцуки позволяет возвращать миром энергию, которую забрало дерево Ты принадлежишь этому клану? Высказал догадку Нагата, когда повисла тишина Кинг кивнула, робко поежившись Переведя дух, она снова продолжила На мой клан была объявлена охота Сотни и тысячи лет шла война за возрождение и защиту миров Боги были развоплощены, деревья развеяны, осталось всего несколько представителей Ацуцуки и всего несколько семян Но с исчезновением деревьев, стали исчезать и наши силы В каждой семье стало рождаться все меньше детей, имеющих способность развоплощать В семье, где у родителей не было способностей, рождались обычные дети, а в семьях, где хоть один имел силы, еще была вероятность произвести на свет ребенка, обладавшего способностью развоплощать Таких старались оберегать и воспитывали с особым трепетом, но их рождалось все меньше, пока не остались только мы с братом Она замолчала, поджав губы Эта странная история была еще не окончена, ведь ей предстояло рассказать еще многое, но девушка всклипнув, заплакала Он умер, сражаясь с Ашике Ацуцуки, еще одним представителем этого клана Мы даже не попрощались с ним, когда он ушел, она вытерла щеки рукавом Простите История нашего клана передается нам воспоминаниями из поколения в поколение, и пересказывать ее мне непросто Я привыкла передавать картинки, она снова выдержала паузу, давая себе время собраться А потом продолжила Меня отправили сражаться, хотя растили, чтобы продолжить род, я не знаю ни как сражаться, ни как убивать Я созерцатель, но была избрана для того, чтобы вступить в бой И вот я здесь В той битве я проиграла, а Ацуцуки Кагой запечатала меня во льдах на тысячи лет, чтобы в будущем моей силой воспользовались люди Снова повисла тишина, которую никто не торопился нарушить Нагата не задавал вопросов, только пристально разглядывал девушку, сидящую на полу перед ним Вся ее выдержка рухнула и едва она заговорила о брате и сейчас здесь сидела маленькая несчастная девчонка, измученная воспоминаниями своей нелегкой жизни Что тебе нужно для полного восстановления? Наконец нарушил долгое молчание лидер Время и покой У тебя оно будет Канан, командование ты пока берешь на себя Кин, приди сюда завтра У меня остались вопросы, ответы на которые для меня важны Я вижу, что тебе не просто говорить Отправляйся в комнату, тебе необходим отдых Девушка поднялась на ноги, поклонилась и пообещала прийти к нему с рассветом На щеках снова появился румянец, а едва дверь зала закрылась за их сатачи спиной Она судорожно выдохнула и прижалась к Нукинину всем телом, получая теплое объятие в ответ Я думала, он казнит меня, призналась девушка Нагата мудр И он умеет слушать Она улыбнулась и направилась назад в свою комнату Ей нужно отдохнуть, чтобы утром снова встретиться для сложных разговоров Они не почувствовали мелькнувшую из угла тень, проследовавшую прямо до покоя в девушке И совершенно не подозревали, что порождение самой Кагуи обнаружила заклятого врага С момента, как Аюны были развеяны, Канан взяла управление Акадски в свои руки и приостановила операцию по поимке Джанчирики Кин, восхищаясь тем, как гармонично прижилась чакра в телах людей, стала все чаще выходить из комнаты и все меньше бояться Особенно рядом с Атачей, который по приказу Нагата продолжался провождать ей повсюду Утро после рассвета она обычно проводила у лидера Тот много слушал ей, изредка задавая вопросы Канан, находившаяся с ним, иногда просила смеи воспоминаний того или иного момента Кин казалось, что они поверили ей и больше не хотят ей смерти, отчего она чаще стала улыбаться, почувствовав облегчение В целом, они не проявляли агрессию и были уравновешенными в ее присутствии, хоть на самом деле и мало верили в ее историю Особенно о том, что девушка прибыла из другого мира и является ровесницей самой природительницы Шинаби Как ты собираешься меня исцелить? Однажды спросил он Для этого мне надо воспользоваться силами, из-за которых меня прозвали ангелом в этом мире Кин почувствовала, как дернулась Канан, услышав это Что это за силы? Я могу преобразовать чакру в золотой поток света, от которого за спиной у меня появляются крылья Чистая энергия жизни Я воспользовалась ими всего лишь однажды, когда вступила в схватку с Кагуей, но они довольно быстро лишают сил В тот момент я использовала для преобразования свою чакру, но, если я коснусь вас, Нагата-сан, и в этот момент, получив вашу силу, не передам ли этому миру, а преобразуя в энергию жизни, то смогу передать и вам Как интересно Вмешалась Канан Преобразование чакры в исцеляющий свет Это похоже на Ирья-Ниндзицу Возможно Я трачу свои силы и одновременно заимствую природную энергию для этого, но чакра в вас, Нагата-сан, больше не останется Вы станете человеком Сколько тебе еще нужно времени? Хрипел лидер Во мне достаточно сил, чтобы вытащить стержни, но недостаточно, чтобы исцелить Думаю, мне нужно еще пару недель Я постараюсь сделать это быстрее, если у меня будет возможность начать собирать природную энергию Мне нужно тихое уединенное место и желательно поблизости с лесом Оно у тебя будет Основным заданием Итачи стало сопровождение Кен за пределы деревни для медитации и возвращения ее обратно каждый день Иногда он сталкивался с неудобными приступами кашля, душащими его горло, но к облегчению Нукинина, она настолько глубоко уходила в медитации, что просто не обращала внимания ни на один звук Однако, это насторожило Учиху, так как ей полное погружение в себя могло принести ей опасность Тебе не стоит так глубоко отрешаться от мира, когда ты медитируешь Констатировал он по дороге обратно в деревню Почему? Она выглядела утомленной, но более здоровой и полной жизнью, чем за все время, что он ее знал Разве ты не боишься, что кто-нибудь на тебя нападет? Когда ты рядом, я ничего не боюсь Она робко улыбнулась, глядя себе под ноги и продолжила путь чуть ускорив шаг Итачи поравнялся с ней Ты не должна целиком и полностью полагаться на меня Голос его не выражал ни одну эмоцию, когда как внутри словно кто-то выпустил на свободу штормовой ветер Я не могу иначе, Итачи-сан Она все еще смотрела себе под ноги Уже не могу Он больше не сказал ни слова Просто шел рядом, контролируя периметры, думая, что эта девчонка слишком чиста для того, чтобы пережить все то, что с ней вытворяли Той ночью, засыпая от картинок того прекрасного мира, он уловил другую картинку уже проваливаясь в сон Воспоминания о том, как они играли в снежки и ей ментальный шепот Вот бы остаться там с тобой навсегда Но он не понял, был ли это его сон, или же она действительно это сказала Наверное, он тоже хотел этого остаться навсегда в той хижине, чтобы жить обычной жизнью, добывать еду, готовить, топить печи и наслаждаться миром Это то, чего бы он хотел, но то, чего он никогда не получит Итачи проснулся от душащего кашля Он поспешил покинуть ей комнату, чтобы попасть в свои покои Кашель не прекращался он, оперевшись о влажную стену, готов был разодрать себе от боли грудную клетку Чувствуя, как раскаленные шипы сжимают легкие все сильнее, мешая раскрыться Время подходит Ему нужно встретиться с Наруто Узумаки прежде, чем состоится битва с Саски И он должен сделать это сегодня Сейчас Призвав воронов, он отправил птиц в сторону Канохи Пора запечатать глаз с очищающей техникой Като Мацуками Это понадобится, когда джинчурики встретятся с пересаженными глазами Итачи в следующий раз Это спасет душу Саски от проклятия ненависти и вернет его в Каноху Странно, но Итачи ненависть практически не коснулась Сколько бы он ни старался ее пробудить, любовь побеждала и давила это чуждое чувство Итачи был уверен, что Изуми очистила его от этого проклятия Он точно знал, что ей чистая душа была светлее и чище всех в его клане Возможно, он и хотел бы ненавидеть Так ему казалось проще жить Но разве Учиха умел, как проще? Он даже из собственной смерти спланировал очень продуманный спектакль Утерев кровь рукавом, он решил отправиться в душ Понимая, что возвращаться в комнату к девушке, будучи заплеванным собственной кровью, не просто неприлично А могло вызвать неудобные вопросы, которых Учиха хотел избежать Лекарство подействовало не сразу и только в душе Стоя под струями холодной воды, он почувствовал полное облегчение Вспомнив, что так и не создал ворона, чтобы присматривать за спящей девушкой Учиха постарался поскорее вернуться к ней, переживая, что девушка может заволноваться Если проснется и не увидит его на месте Однако, вернувшись обратно и чувствуя себя более свежим после принятой настойки Приятно холодящий, еще недавно горящий от боли легкий, он вошел в ей покой и замер Итачи почувствовал, как опустило помещение Кроме него сейчас здесь больше никого не было Она также отсутствовала в маленьком туалете, который примыкал к комнатке А кровать была холодной, словно и покинули уже давно Черт! Выругался Учиха, призывая оставшихся у него трех воронов, отправил их на ей поиски Она пропала Все его чувства говорили о том, что с ней случилась беда А Учиха доверял своей интуиции больше, чем даже своим глазам Итачи не так долго отсутствовал, чтобы Кин далеко ушла Его птицы уже облетали коридоры, но в башне ей не было Она словно растворилась в воздухе, или поспешила в какое-то конкретное место вне здания Канан Он резко постучал в ей дверь, совершенно наплевав на то, что стояла глубокая ночь и девушка, возможно, спала Дверь с легким скрипом отворилась и из-за нее выглянула Кунаичи, собранная и сосредоточенная, хотя Итачи был уверен, спавшая еще мгновение назад Что случилось? Холодно спросила она Кин пропала Как это могло произойти? Ты не оставляешь ей ни на секунду Ей брови поползли вверх от удивления Я оставил ей буквально на полчаса спящей, и она пропала Думаешь, она ушла сама? Я думаю, ей похитили Голос Итачи терял все нотки равнодушия, которые еще оставались в нем Канан посмотрела на него из-под лобби пристально и сосредоточенно, а потом кивнула и попросила следовать за ней Они отправились к Нагата, который находился все в том же зале, где он встречался с Кин практически каждый день Канан подошла к истощенному носителю Ринниганая, легким касанием его лица разбудила «Нагата!» — шепнула она, и ей голос эхом разнесся по залу «Нагата, девушку похитили! Нам нужна твоя помощь!» В этот момент вороны закончили прочесывать территорию башни и направились прочь из нее, ища Кин в деревне «Думаешь, похитили?» Она могла сбежать, чтобы не исполнять обещанного Высказал свои догадки Нагата «Она не могла!» Итачи отрицательно качнул головой «Я верю ей!» «Она не могла!» «Я доверяю тебе!» — констатировал лидер Он воспользовался техникой у Каджизайну Дюцу, призывая дождь, вмиг укрывшим всю деревню Несколько мгновений он оставался неподвижным, считывая информацию из капель, падающих вниз, а потом раскрыл свои глаза и уставился на Итачи «Она у восточного выхода, снизится!» «Они куда-то бегут!» Итачи тут же направил своих воронов туда, чтобы проверить их местоположение и проследить за ними Одна из птиц прибыла довольно быстро и просто стала следовать на удаление, чтобы слышать их разговор, если он будет Зецу бежал чуть впереди, постоянно оглядываясь на Кин «Поторопитесь, Кин-сан! Не отставайте, иначе мы можем опоздать!» Подбодривал он бегущую из-за всех сил девушку «Где он? Почему ушел так далеко?» Встревоженно шипела она, стараясь не отставать «Мы скоро прибудем, Кин-сан!» Ответил Зецу «Но, нужно поторопиться! Скорее! Держись, Итачи-сан!» Выдохнула девушка, стараясь бежать еще быстрее и задыхаясь от усталости «Я иду!» Учиха вернулся в свою реальность обескураженный и опустошенный Ей и правда похитили Тот, от кого он меньше всего ожидал чего-то подобного, ведь считал его больше глупым и бесполезным, нежели способным Нести угрозу! Зецу ведет ее в ловушку!» Констатировал Лучхо «Тогда твоей задачей будет вытащить ее оттуда!» «И выяснить мотив Зецу!» «Канан, ты идешь с ним?» «Есть!» В голос ответили два ниндзя и растворились в воздухе Итачи бесшумно передвигался по ветвям деревьев, сопровождаемый Конан «Нам нужно дать им дойти до ловушки!» «Необходимо выяснить, зачем Кин нужна Зецу!» Почти одними губами повидал Итачи, когда Кунаичи поравнялась с ним «В любой непонятной ситуации я укрою ей и своей техникой!» Конан кивнула ему «Все будет хорошо! Мы вернем девчонку назад!» Учиха кивнул, устремив свой горящий в темноте алый взгляд вперед Он преследовал тех двоих, нацепив маску сосредоточенности Но в душе у него билось стекло, хрустя, царапая плоть изнутри И причине невыносимую боль Он обещал ей защитить и выполнить обещанное Они вышли на поляну спустя часть преследования И перед глазами Учихи появилась женщина из воспоминаний Кин Та самая, что ставила опыты над ней и выкачивала кровь Уши резанул в скрик ужаса и Кин отступила назад, натыкаясь на сопровождающего «Уйдем отсюда, Зецусан!» «Это не Итачи, идем отсюда!» Взмолилась она, оборачиваясь спиной к женщине Ры, Итачи помнил, как Юга называл эту женщину Ры Достала шприцы, подходя ближе, уже собиралась колоть какую-то прозрачную жидкость Кин в шею Когда бесшумный бумажный журавлик снес медицинский инструмент из рук медика «Какого черта?» Выругалась она, оглядываясь по сторонам Никто не успел шевельнуться Лишь Зецус схватил Кин за предплечье, стараясь не дать ей бежать Но та и не могла Она не была подготовлена к преодолению таких длинных дистанций Она была всего лишь девчонкой, имеющей силы, но не способной ни на что Чему были обучены ниндзя Канан вмешалась довольно быстро, запечатывая Зецу своей бумажной техникой Оставляя лишь голову открытой В этот самый миг Итачи обрушил свою месть на ту, кого хотел превратить в пепел Видя, что она делает с Кин Горящими, словно пожар, глазами он на несколько секунд впился в сознание женщины Окунувшись глубоко в свое гендюцу, он был жесток и беспощаден с ней Ведь именно она позволила издеваться над слабой и обессиленной девчонкой Ему нужно было выяснить, где находится логово этих сектантов И он уничтожит их всех Ры сдалась очень быстро, ему даже не пришлось пытать ее в иллюзии Лишь жестко надавить на ее психику, которая крошилась в его иллюзорных руках, как песок Он узнал Ры также поведала, что это именно Зицу навел их на ангела и рассказал людям, что может принести в этот мир силы Кин Он показал нам, где ей найти во льдах, и как прочесть послание на камне Хрипела распятая вола иллюзия пленница Он же рассказал нам, где она прячется, когда кто-то помог ей сбежать с ритуала, и обещал привезти к нам Итачи разорвал Гиндюцу, выжигая черным пламенем воспоминания Ры и все ее мысли Он просто оставил ей с совершенно пустой головой на этой поляне рухнувшую без сознания женщину Истязавшую когда-то девушку, которую он поклялся защитить Ты! Он обернулся горящими глазами к Зицу, который мгновенно втянул голову в плечи, при этом скалясь в противной улыбке Зачем ты это сделал? Тут блеснул своими ярко-желтыми глазами, словно фонарями и злобно сверкнул острыми зубками Это девчонка-дьявол! Рыкнул он Она опасна для нас всех Канан, неотрывно глядя, как рыбезвольно раскинула руки, все еще пребывая в тюрьме своего черного подсознания, где ей заперучиха Осторожно шагая, подошла к Кин, казалось, съежившуюся от слов Зицу и притянула ту к себе А Мацухта тут же рухнула в ей объятиях и заплакала Почему ты решил, что она дьявол? Голос от очи был угрожающий тих и спокоен Ты же сам видел, как она развоплотила всех пэйнов Это же она сделает со всеми Ей нужно уничтожить Учиха слышал, как судорожно всхлипнул Кин, когда до ее ушей донеслось это высказывание Ты знал, какой ритуал собирались провести люди Знал, что она нужна была им, чтобы уничтожить всех Шиноби Почему ты помог им? Отвечай Но, Зицу не сказал ни слова, лишь безумно захохотал, закидывая голову назад И Тачи захватил это существо в плен своей иллюзии Что-то странное творилось в его голове Зицу не был человеком как таковым, он был лишь материальным сознанием И удерживать его в Гиндюцу оказалось непросто Жаль, что он не мог прочесть мысли, но он явно ощущал опасность, исходившую от этого существа Его нужно отвезти к Нагата Он опасен Рыкнула Тачи, врываясь из омута сознания Зицу Что ты увидел там? Спросила Канан все еще сжимавшая Кин в объятиях Бездну Он не настоящий, он не человек Кунаичи кивнула, стараясь плотнее запечатать его в свою технику И Тачи, собрав вокруг себя бумажные крылья, расправила их, чтобы взлететь Кин отшатнулась от нее, падая на колени Ты тоже ангел Едва шевеля губами, прошептала она Так меня называют вам и Гакура Нусата Кивнула Канан Ну, твои крылья, они не такие Снова что-то пробормотала Кин, но была оборвана на полуфразе Поспешим Мне трудно держать этот блок Он вырывается из-под печати И Тачи шагнул к Кину и приподнял ей за плечи Отправляйся к Нагата, я приведу Кин сам Что? Канан раскрыл рот от удивления Я отведу ее к Нагата, сама она не способна на сверхскорости, ты же видела Заключил он Доставь зицу к лидеру, мы тебя нагоним Если тебе трудно держать блок, у тебя времени не так много, не трать его понапрасну Поняла Кивнула Кунаичи, расправив крылья, она прихватила с собой бумажный кокон, пульсировавший, будто там происходила борьба Я буду ждать вас там Подытожила она, а через секунду растворилась в воздухе, направляясь в сторону Амэ Кин неподвижно стояла, глядя на очиху и глаза ей были полно ужаса Итачи Сан, ты снова спас меня? Тише, не говори ничего Голос его мгновенно потерял те стальные ноты безразличия Скоро все закончится Если они все узнают Какую я могу нести опасность в себе, они все убьют меня Она снова всхлипнула, отступая на шаг Мне нельзя возвращаться в башню Нагата поверила тебе, даже зная, что ты лишишь его сил Даже после того, как все его шеи спины впали от прикосновения к тебе Он все равно поверил Он мудр Не недооценивай его Она всхлипнула снова, слегка пошатнувшись и жалобно взглянула на очиху Прости, что снова причинила столько неутопств Он еще секунду колебался, а потом прижал к себе, игнорируя это глупое извинение и обнимая так крепко, как мог не причинив ей боли Итачи зарылся носом в ей белые волосы, вдыхая травянистый аромат мыла, которым все шины бесстарательно скрывали собственный запах Он не даст ей в обиду Почему ты ушла? Я услышала звук Тебя в комнате не было, поэтому я подумала, что возможно что-то случилось, так как была ночь В общем, я шла на звук, а потом встретила его Он сказал, что ты ранен, и он был так напуган, Итачи Сан Кин всхлипнула Сказал, что я срочно нужна тебе И я бросилась тебя спасать Даже не подумала, что вряд ли оказалось бы полезной тебе, даже найдя Она тараторила, прижавшись щекой к груди Учихи и слыша, как участилось его сердцебиение Прости, прости меня, что не сказав ушла Тебе снова пришлось искать меня и спасать Я не хотела доставлять мне утопств Я так боялась, что с тобой что-то случилось Сжавшись в его объятиях, как комочек, она снова разрыдалась, дрожа от страха Ее состояние было вполне предсказуемым, истерики было не избежать после такого потрясения, но сейчас Учихи было нужно, чтобы девушка собралась Кин, ты должна быть сильной Он приподнял ей лицо с подбородок, впиваясь в ей полупрозрачные голубые глаза своим бездонным взглядом Дыхание сбилось, а сердце начало ускоряться еще сильнее, когда их глаза встретились Что я должна делать? — спросила она после пяти глубоких вдохов Ты должна пойти со мной к Нагата Ты будешь в безопасности Я обещаю Она чуть дернулась, завороженно глядя на Нукинина И Тачи видел, как на ей лице сменяются эмоции, как расслабляются сведенные брови, как дрогнули губы, до этого плотно сжатые и побелевшие К ним возвращался розовый цвет А вот и румянец на ей лице Все еще сжимая ей в своих руках, он чувствовал, что Кин перестала дрожать Я думала, это конец Едва слышно призналась она Учиха не ответил От одной мысли о том, что девчонка окажется в лапах этих людей, сердце болезненно сжалось И Тачи-сан, можно я попрошу об одном одолжении? Она смотрела на него сейчас с надеждой и верой, отражая свет звездного неба глазами, в них сейчас была вся его вселенная Он пропал именно в этот миг, когда девушка чуть подалась вперед, буквально на миллиметр Можно Поцелуй меня еще один раз, И Тачи-сан Пожалуйста Шепнула она ему в губы, смыкая руки на его спине в ответных объятиях И он сдался Сломленный воин с безупречной репутацией и хладнокровного убийцы Он сдался, хотя знал, что не должен этого делать, ведь это обязательно ранит ей позднее, но не смог Притягивая ее к себе, И Тачи накрыл ей губы поцелуем таким нежным и невесомым, какое мог подарить недостойно любви Нукинин И Тачи шел под Лекин, обдумав план того, как проникнет внутрь логовая, когда оставит девушку с кананой Нагата Он просто отведет ее туда, а потом появится там, в том месте, где столько раз проливали ей драгоценную кровь и спепелит всех и вся Но найдет для начала тех ублюдков, которые посмели насиловать и истязать ей Он уничтожит их в их головах, заставив прожить целую жизнь в аду их боли А потом убьет Они поплатятся за каждую упавшую слезинку За каждую каплю крови В этот момент Тачи почувствовал, как его вороны достигли Канохи Обратив их в клона, И Тачи направил того на встречу с Наруто Черт, провернуть две таких серьезных миссий будет непросто Это подкосит его здоровье еще сильнее Хотя, это уже не имело значения Скоро все закончится, истязатели Кин будут уничтожены Техника Катамацуками будет у Наруто, а значит, битва с братом вот-вот должна состояться Как только он запечатает ворона с глазом Шисуи в джинчирике, уже можно будет не переживать о времени, которого у него почти не осталось С твоей скоростью мы не скоро дойдем Сообщил Тачи, пристально глядя на девушку Он чувствовал неловкость от того, что только что произошло между ними Ему следовало отказать в ей просьбе, но он совершенно не знал, почему не смог сдержать себя, но определенно жалел о своем поступке Прости меня, Итачи Сан Она виновата потупилась в сторону Я не умею бегать так же быстро, как ты Но я бы хотела, чтобы ты меня научил когда-нибудь Если можно, конечно Учиха дернул галком губ и едва заметно кивнул Я понесу тебя, ты не против Нам нужно поторапливаться Это не затруднит тебя? Он качнул головой и молча подхватил ей на руки, отмечая, что девушка тут же и уютно прижалась к нему Она положила голову ему на плечо и прикрыла глаза Кин Обратился он к ней Да Я волновался за тебя Выпалил он сам, не зная почему Спасибо тебе, Итачи Сан И девушка сильнее прижалась к его груди В этот момент клон Учихи достиг поляны Там, в кромешной тьме он ощущал множество клонов Дженчирики, а их первоисточник как раз наблюдал за ним и за дерево Выходи, Узумуки Наруто Спокойно произнес Итачи Он вышел из-за дерева и встал в отдалении пронапротив Нукинина В мальчишке не было ни страха, присущего большинству тех, кто знает, кто такой Чхайтачи Непереживание из-за себя, хотя, именно он участвовал в спасении Дженчирики и Чебе, а значит знает, что его черед придет Решил поймать меня? Спросил блондин с ярко-голубыми глазами Нет, ошибаешься Итачи не шевельнулся и маска безразличия чучи отразилась на его лице Я просто хочу поговорить Ни один мускул не дрогнул на лице Наруто, однако, Учиха почувствовал, что сзади его атакуют два клона мальчишки и обезвредил их едва уловимым жестом Как предсказуемо! Так я тебе и поверил! Рыкнул Дженчирики Итачи знал, о чем думает блондин, ведь он уже был захвачен в Гиндюцу Мальчишка вспоминал первое, что нужно делать, встречаясь с Шаринганом Если ты один беги Сейчас ты здесь один Констатировал Итачи Так почему же ты не убегаешь? Они добрались до башни Итачи, покрепче прижав к себе Кинд, в несколько прыжков преодолел лестницу, ведущую к залу, поставив девушку перед входом, он распахнул двери, чувствуя, как волнение от диалога с Наруто нарастает Ему нельзя упускать подробностей, нельзя отвлекаться Перед его глазами предстала картина, Зецу наполовину вмурованный в камень, Нагата, излучающий гнев и канан, принявший боевую стойку Ты как раз вовремя, Итачи Улыбнулась черная половина Зецу, оставляя белый без эмоций Он все-таки упустил часть ответа Дженчирики К тому же, мне нельзя убегать Выражение лица блондина вдруг стало уверенным Он растянул рот в ухмылке, наконец, сказал то, для чего Итачи прибыл сюда Если я поймаю тебя, то смогу добраться до Саски Наивный мальчишка, он не смог бы поймать гения Клан-Очиха, но его самоуверенность и смелость вызывали уважение Ну, Кенин так и не шелохнулся, стоя все в той же позе и глядя на Наруто алыми глазами Почему для тебя так важен мой брат? Он наконец-то задал этот вопрос Вся надежда сейчас была на ответ мальчишке Ведь, он ниндзя-отступник Что ты такое? Про рычолочка, подводя ближе и закрывая спину Кин О, я уже объяснил это нагато и не стану повторяться Что же подразумевалось под твоим вовремя? Итачи угрожающе сверкнул своими алыми глазами и на миг ему показалось, что черная и белая части на миг разделились Но, возможно, это все-таки был результат его услабшего зрения Я как раз говорил о важности представителей твоего клана Улыбнулся он Таких, как Мадара Учиха, например Наруто был серьезен и смотрел на Учиху своими голубыми глазами, светящимися уверенностью и силой Потому, что в отличие от тебя, я дорожу им, как родным братом Наконец-то выдал он свой ответ Есть! Это то, что Итачи и нужно было услышать Что ж, пожалуй, тебе стоит продолжить, раз я здесь как раз вовремя Прохладно констатировал Учиха, глядя, как Зипцу выдержал паузу, а потом, мерзко захохотав, начал действительно расползаться надвое Отделяясь от своей белой половины Значит, не показалось Я передумал Заявил он Нагат и Аканан среагировали быстро, попытавшись запечатать обе его половины Но это сработало только на белой части Черная же тень не скользнула на пол Словно камни вовсе не пытались ее сковать А через мгновение черная часть Зипцу метнулась к Нагата Обретая человеческие очертания и вырастая в прямой силуэт напротив Я же говорил, Нагата, я тебя создал, не тебе со мной сражаться Узумуки Наруто попытался атаковать Нукинина Но иллюзорная техника не позволила ему этого сделать Обращая мир, в котором они сейчас находились в темный отцвет души Итачи Ты уже попался в мое Гиндюцу Черт! Джинчирики сопротивлялся из-за всех сил, стараясь развеять иллюзию и отбить воронов, кружащих вокруг Учиха снова материализовал свой образ, появляясь прямо в воздухе и зависая над Наруто Повторю еще раз, я всего лишь хочу поговорить с тобой Не имея в своих руках сил шести путей, ты стал совершенно бесполезен, Нагата Узумуки Заявила тень, глядя в бездонные ринегона лидера Прежде чем я уйду, тебе придется отдать назад мне свои глаза Изицу протянул свою черную бесплотную руку к измученному болью мужчине, скованному и распятому черными стержнями Узумуки пал на колени, едва Гиндюцу было развеяно Я не понимаю Ты же охотишься за мной Прохрепел джинчурики Тогда почему? Я пойду Небрежно перебил его Итачи и развеял клон, рассыпая его воронами Меня ждут дела поважнее И он развеял птиц, которые черным облаком взметнулись вверх Задача выполнена В теле мальчишки запечатан глаз Шису и спасение Саски от их проклятий Теперь можно сконцентрироваться над основной миссией Итачи перестал разделять две реальности Когда прекратил контролировать клона, который справился с поставленной задачей А значит теперь смог сконцентрироваться на ситуации в башне Он видел, как Зицу протянул свою черную руку к Нагата Как рвануло в атаку Канан, проходя сквозь его бесплотное тело Как дрогнула рука лидера, пытающегося заблокировать его выпад Но тщетно, Узумуки был скован множеством черных штырей Амато Рассо Нукинин услышал гулкой эхо своего голоса, проносящийся по залу Вспыхнуло черное пламя, окутывая бесплотное существо По щеке тут же скатилась кровавая капля Нистовая сила, которая, как считал Итачи Могла сжечь все до чего коснулись ей черные языки Однако, не причинила вреда тене Зицу отшатнулся, оставляя негаснущее пламя Итачи после себя Даже эта техника не могла навредить бесплотному созданию Что же он такое? Жалкие людишки, живущие в долг Расползся его мерзкий голосок по помещению Итачи погасил пламя, чтобы было легче видеть тень Что ты такое? Прорычал он Я единственный, кто достоин называть себя сыном своей матери Тень снова материализовалась в человеческий силуэт Врастая напротив Нагата и протягивая к нему руку Я сын Ацуцуки Кагуя, единственный достойный ее наследник Во всей ее потомке лежал Кайотродье, не имеющие права на существование Его бесплотная рука прошла сквозь бумажный барьер, пропитанный чекрой Словно это был просто воздух Черные пальцы замерли в миллиметре от глаз Нагата Ты отдашь мне то, что я когда-то подарил тебе Итачи снова применил Амата Расу, заставляя Зецу отшатнуться второй раз А потом, поняв, что каким-то образом его пламя все же причиняет тень и неудобства Учхо окружил Нагата кольцом из всеуничтожающего огня, строя защиту вокруг него Глупец! Прошипела тень Неужели ты действительно думаешь, что можешь меня этим остановить? Он мерзко захохотал, делая шаг прямо в пламя, а потом снова вытягивая руку Отдай то, что принадлежит мне В это мгновение комнату снова наполнил свет Итачи отвлекся, оборачиваясь, и встретился глазами скин, за спиной которой вдруг выросли два светящихся золотым сиянием крыла «Не смей!» — прокричала она, и в одно мгновение оказалась прямо подле черной тени «Не смей его трогать!» Взмахнув сияющими бесплотными крыльями и разгоняя вокруг себя черное пламя, она не позволила Зецу отпрянуть, протягивая свои тонкие ручки к его лицу Оставался какой-то миллиметр, и вот, ладоням отсух-то легла на голову Зецу и зал снова проникся ярким светом тысяч солнц Раздался вопль сразу двоих кричала кин и кричала тень, которая вместо того, чтобы просто лишиться силы и обратиться человеком Просто растворялась в этом ярком золотистом свете, испаряя черную мрачную энергию Минуты тянулись, словно вязкое раскаленное стекло, свет заполнял легкие и раздирал их жаром изнутри не причиней боли Наверное, продлились это еще несколько секунд, а может и минут, и Тачи упал бы на колени, но свет погас так же резко, как появился Наступила звенящая тишина Учхо огляделся, часто моргая и пытаясь привыкнуть обратно к полумраку после яркого света Первый он увидел кин, стоящий на коленях и часто дышащий Ама-Тарасу, кольцом окутывавшая нагата, погасла вместе со вспышкой света и крыльями Ама-Тсухта Зицу нигде не было Он сбежал Рыкнул нагата, ударяя кулаком о бочку Кин вздрогнула, испуганно глядя на лидера и слегка осипшим от крика голосом прохрипела Нет, нет, он не сбежал Руки ей тряслись так сильно, что схватив себя за запястье, она увидела, как кисть ходит ходуном Учхо тоже заметил это, поэтому оказался рядом, поднимая девушку и прижимая к себе Что значит, не сбежал? Где он? Канан тоже подошла к кин, но не посмела прикоснуться к ней за близостью Нокенена Он, кин, часто-часто дышала, словно пробежала целый марафон Он не был человеком Оказался всего лишь сгустком силы И я вернула эту силу миру Он, он развеялся Простите, это моя вина Я, я убила его И девушка заплакала Горько-горько, оседая в руках Итачи Если бы он не держал ей, она бы просто упала на пол Ты очень помогла Ну, Кинен улыбнулся, говоря настолько спокойно, насколько позволяла ему сейчас выдержка Помогла? А Мацухта тревожно вскинула на него свой полупрозрачный взгляд Лицо, он был уверен, блестело от слез, но это сложно было разглядеть с его увядающим зрением Лишь ей глаза Учхо видел очень четко, несмотря на то, что все остальное плыло размазанными пятнами Ты лишила нас серьезной проблемы, просто развив его Забери он глаза Нагата, возможно случилось бы нечто непоправимое Но, его больше нет, как вы получите ответы на свои вопросы? Она сомневалась в правильности действий, но Канан успокоила ее, подойдя ближе и хватая за обе руки У нас все еще осталась вторая его часть Мы попробуем снова Не переживай Мы не могли его схватить, он не реагировал на наши атаки и это была большая удача, что ты оказалась рядом Правда? А Мацухта просияла Канан кивнула, потянув ее за руки и поднимая Ты молодец, Кин, давай, поднимайся и соберись Нам все еще нужно допросить его Он должен ответить на наши вопросы Девушка кивнула, опираясь на руки Кунаичи, встала, пытаясь выпрямить спину О чем он успел рассказать? Взгляд Учихи был обращен к Нагата Не так много, как хотелось Признался лидер Он лишь успел поведать, что планировал все это задолго на нашего появления на свет Начиная с появления у меня Ренигана и заканчивая возрождением Десятихвостого его четко спланированные действия Все для того, чтобы возродить его мать-прародительницу всех Шиноби Я не понял, для чего ему нужен был ему я и как здесь замешан Мадара Учиха Тогда нам действительно стоит допросить его вторую половину И Тачи очень хотелось узнать, при чем здесь Мадара, ведь именно он когда-то участвовал вместе с Нукинином в кровавой резне клана Учих Это был их тайный уговор и Тачи поможет Мадаре уничтожить свой клан в обмен на жизнь брата Слишком много желающих смерти Учихам ходило по этому миру И Тачи помнил, что Мадара все еще где-то затаившись ждет своего появления Вот только в каком обличии он появится? Врагом? Или, другом? Что, если он так же выскользнет и его будет невозможно атаковать? Нукинин хмурился, понимая, что силы его были совершенно бесполезны в данный момент Тогда Кин развеет его Вмешалась Канан Ей нужен отдых Отрезал Учиха Он не хотел, чтобы девчонка пострадала Однако, Кин робко обернулась, глядя ему в глаза Единственное во всем этом мире, что он до сих пор видит четко и прозрачно голубые омуты Так упрямо и даже немного вызывающе глядящее на него Девушка отрицательно качнула головой Все хорошо Прохладная ладошка обхватила запястье Нукинина Итачи Сан, я скопила достаточно энергии, правда Я справлюсь Однако, лицо девушки говорило об обратном Она была бледна, а бескровные губы слегка подрагивали То ли от волнений, то ли от потери сил Ты уверена в этом? Мы можем отложить это до завтра Нет Не нужно, я в порядке Давай покончим с этим Она скривила губы в вымоченной улыбке Доверься мне, пожалуйста И он кивнул, переводя взгляд на лидера Уловив мимолетный знак глазами в свою сторону, Нагата призвал силу гравитации, чтобы притянуть на центр зала каменную глыбу с оставшейся внутри нее белой половиной зицу Начнем Прохрепел он и призвал силу, взломывающую каменную печать Оно выбралось из камня странной массой, словно вытекло, как остывающая лава, а потом превратилось в нечто, похожее на рептилию и уже после в человекоподобное создание с половиной лица Канан тут же захватила его в кольцо из бумажных журавлей, стискивая того тугим обручем Белая часть не пыталась сбежать, наоборот, она покорно улыбнулась и наклонила голову под неестественным углом «Я не то, что вам нужно» — тихим вкратчивым голосом проговорило белое тело Итачи очень настораживало, что он совершенно не сопротивлялся, возможно пытаясь усыпить бдительность «Что же, ты считаешь, нам нужно?» — прорычал Нагата Белый слегка повел головой в сторону лидера, устремляя один свой желтый глаз на него Половина лица зицу была обтянута так, словно ее когда-то оторвали и пришили кожу с затылка на место зияющей раны «Вам нужен черный зицу, естественно» Белый вытянулся в стронку, глядя в глаза Нагата своим оставшимся желтым глазом «Но, раз его здесь нет, значит вы его упустили» Он противно захихикал «Это было очень опрометчиво, лидер» «Почему же опрометчиво?» Итачи было важно знать, что же такое черная половина для зицу и кем она была Белый повернулся к Нукинену, склонив голову и обнажив свои зубы «Я не фронтовик, Итачи-сан, я созерцатель» «И не хочу сражаться» Он продолжал улыбаться «Вы упустили черного зицу, но он придет за вами» «Придет за ней» Он пытался ткнуть рукой, опутанный журавликами, в сторону Кин Но ничего не вышло и тогда тот лишь кивнул в ее сторону головой «Черного зицу больше нет» Кин робко сделала шаг вперед, однако при этом Награ нагорделиво вздернула подбородок «Полагаю, если ты знаешь, что он охотился на меня, значит, знаешь для чего» «И можешь предположить, как его не стало» «О, ты коснулась его?» Белый изобразил удивление, но получилось чересчур переигранно Кин не ответила, лишь подошла ближе Она пыталась всмотреться в каждую деталь этого существа, словно пытаясь понять, что это такое «Она развеяла твою черную половину» Прохрипел Нагата «Разве ты тебя, если не ответишь на наши вопросы?» «Я люблю разговаривать, Нагата» «Для этого мне не нужна угроз» Голос белого зицу был вкрадчивым и спокойным «Какие у вас будут вопросы?» Лидер максимально выпрямил спину, насколько позволяло ему скованное штырями тело, а потом холодным тоном все-таки спросил своего собеседника «Черный зицу, что это такое?» Нагата говорил негромко, его рваное дыхание постоянно мешало ему произносить длинные фразы, поэтому он старался максимально кратко изъясняться Услышав вопрос, Белый довольно улыбнулся и поклонски закачал головой Его эмоции переключались так быстро, что Кин на мгновение подумала, что ничего живого внутри него уже не осталось, потому, что он больше напоминал робота, нежели человека Ай, лидер сама, стыдно не знать о членах своей же организации ничего Его улыбка стала мерзкой, а дерзость в его тоне даже будучи плененным, вызывала лишь стойкое отвращение Но, у меня хорошее настроение Я расскажу вам Опустившись на пол, все еще окольцованный бумажной печатью, он скрестил ноги в медитативной позе и мечтательно вскинул взгляд в потолок Что ж, мы слушаем тебя Итачи сделал шаг к этому клоуну, настороженно всматриваясь в каждый его жест Учиха не доверял ему И все еще был уверен, что Зицу просто тянет время, поэтому Нукинин просто решил не терять бдительность даже рядом с чудаковатым существом, опечатанным техниками канан Чем ближе он находился к опечатанному существу, тем легче было атаковать Обхватив рукоять катаны, он напряг каждую мышцу своего тела, чтобы в любую секунду просто снести ему голову, если тот попробует вырваться Итачи очень не хотел, чтобы Ким снова использовала свои силы, он помнил, какой слабой она была в прошлый раз после использования этой техники И видел сейчас, что она еле стоит на ногах Черный Зицу тень Воля самой отсутствует Кикагуя Он был рожден в момент ее запечатывания Я удивлен, как девчонка одолела его, ведь она была настолько слабой, что прародительница всех Шинаби практически сразу сразила ее после начала поединка Воля Кагуя Это не просто ее ребенок, это была часть ее самой Учхо нахмурился, вдруг осозяв, что он лишь мелкая пешка во всей этой игре С какой целью он был в Акадске? Естественно, с целью освобождения матери Белый Зицу скалил зубы, делая вид, что это всего лишь наивная улыбка Кагуя Ацуцуке? Переспросил Нагата Да Зицу пожал плечами Он лелеял этот план с того самого момента, как не стала Хагарама, единственного оставшегося на земле человеческого сына-природительницы Он хотел освободить ее из-под печати Хагарама и Хамуры Ахнула Канан от своей же догадки Вернуть луну на землю Бенва Белый снова расплылся в противной улыбке Но, зачем? Спросила Кунаичи, подойдя ближе и усилив кольцо из бумажных журавликов Она его мать, создательница, конечно он хотел ей свободы любой ценой Однако, со временем понял, что план возвращения луны на землю провальная идея И стал реализовывать новую задумку Зицу говорил так, словно перед ним были слабоумные люди Ему нужны твои силы, Нагата, для воскрешения истинного Мадары Ведь только его тело может воспроизвести и клетки И вернуть себе полноценное естество в наш мир Для этого ты должен будешь отдать свою жизнь Ты говоришь истинного Мадары Что же за Мадары ходят сейчас по миру? Чувства Итачи сейчас напоминали банку с водой и грязью Которую хорошенько так взболтали Я думаю, вам лучше узнать о Тойтабе Белый Зицу сверкнул своим желтым глазом и криво усмехнулся Он тоже в этом замешан Пазл в голове Итачи сошелся Тот воин, что перерезал их родной клан на пару с Нукинином А точнее кому Итачи помог избавить Канаху от столь сильного клана Тот Мадара не был настоящим Вот, что смущало его так много лет Не мог истинный Мадара Учхо вести себя так, как вел себя чудаковатый клоун Доверие которому не было от слова совсем Он тоже часть этого плана, Итачи-сан Нагата зло прорычал, расстроенно выдыхая Все это был фарс, все прекрасные мечты, которые лелеял у Зумаки в своем сердце Оказывается было просто спланированным заранее ходом какого-то бесплотного существа Втершегося в доверие изображавшего чудаковатого ниндзя Вам стоит перечитать скрижаль, на которой основана вся твоя идеология, Нагата Если девчонка действительно развеяла черного зицу, ты увидишь много нового для себя Лидер снова напрягся Почему ты рассказываешь нам все это? Потому, что в тайнах уже нет смысла Зицу пожал плечами Если вы лжете, не черный зицу жив, вам недолго осталось, ведь он показал себя, а значит придет и девчонка не спасет вас Если же вы говорите правду, то его планам уже не суждено сбыться А значит, им не пора идти вслед за ним Белый говорил об этом так спокойно, что, казалось, ему все равно, что он вот-вот умрет Он рассказал им все, что они хотели, задавая десятки вопросов и узнавая все больше о глазе Луны и что на самом деле скрывалось под этим планом Узнали, что спланированная операция по сбору хвостатых и запечатыванию их в статую гидо привела бы не к исполнению желаний всех людей в этом мире, а к смерти в красивом гендюцу, в том, наподобие которой погибла из Уми Он также поведал про великую скрижаль клана учих и что черный сделал в них исправлений, так что текст, который когда-то писал сын Кагуй Хагарма на самом деле изменен Но, Белый никогда не видел оригинального послания Они узнали, что именно зицу помог людям найти кин во льдах и это был именно он, кто донес до человечества, что в шинобе опасны и их нужно лишить чакры А потом бы вся сила, вернувшаяся в этот мир, впиталась корнями в дерево шинджу и возродилась бы в новый плод, который предназначался матери всех шинобе отсутствует Кагуя «Я это то, кем вы станете после попадания в Цукиюми?» Улыбнулся Белый А потом он обернулся к кин и, склонив голову на бок и, все с той же улыбкой, произнес «А теперь верни мою силу этому миру, мне давно пора на покой» Я рассказал вам все, что знал, кин пошатывала от усталости, сложно было представить, сколько сил забирало одно развоплощение, потому, что после того, как она сделала это во второй раз за ночь, освобождая Белого зицу от жизни и развеивая его телесную оболочку, она стала похожа на тряпичную куклу, из которой вынули каркасный штырь «Отведи ее в комнату, я займусь тебе» Итачи дернулся было в сторону девушки, обмякши на полу, но остановился «Нагата, у меня есть еще незаконченное дело, я должен ненадолго уйти» Учихе не было необходимости объяснять лидеру, для чего ему нужно покинуть башню, тот лишь оценивающе посмотрел на Нукинина «Тебе нужна помощь, я справлюсь» Учиха сделал несколько шагов к кин, но так и не поднял ее из пола «Позаботьтесь о ней» Он создал ворона и птица присела на полу рядом с измученной девушкой «Я отведу ее в комнату» Канан присела возле кин «Пойдем, я позабочусь о тебе» А Мацухта вздрогнула и обернулась «Не уходи» Она попыталась и подняться «Пожалуйста, Итачи-сан, не оставляй меня» Он отшатнулся от девушки, как от огня, когда дрожащая рука потянулась к его ладони «Мне нужно покончить с этим» «Чтобы ты была свободна, Кин» Глаза ей расширились и девушка, осозав, куда он идет, вдруг в ужасе застыла «Возьми» Она едва шевелила губами «Возьми меня с собой» «Нет, конечно же он этого не сделает» «Я не хочу, чтобы ты была там» «То место, где тебя мучили, оно может причинить тебе боль» А еще он не хотел, чтобы Кин видела его убийцей Она, конечно, знала, что он убил тех двоих зачинщиков ритуала Но совершенно не хотел, чтобы она видела это своими глазами «Итачи-сан, пожалуйста, не убивай их» Всхлипнула она «Не делай из себя монстра» «Я давно уже ему являюсь, глупая» Рыкнул Нукинин и растворился в воздухе, переходя на сверхскорость Он видел глазами ворона, как Канан, приобняв Кин за плечи, направилась с ней в комнату Получив от Нагата приказ на обратном пути привезти Тоби в зал Стояло предрассветное утро «Итачи», набирая скорость, направлялся в то место, которое, будучи в Гиндюцу, выдало ему рей Пока он бежал к назначенному месту, он старался не думать о том, что люди могли уже хватиться женщину-экспериментатора, пришедшую на встречу с Зецу, а значит могли уже в спешке эвакуироваться из убежища Хотя, прошла всего лишь ночь Они должны были ждать Проверив ворона, что остался с Кин, он убедился, что девушка в безопасности Она зашла в свою комнатку, забралась ногами на кровать и нервно закусив губу, сжала край одеяла «Итачи» заставил ворона сесть как можно ближе к девушке и почувствовал, как теплая ладошка легла на спину птицы А потом Учиха ускорился, желая как можно скорее разделаться с этим вопросом Потому, что когда с ним будет покончено, в его жизни останется лишь один завершающий этап Встреча с Саски Через четверть час Учиха появился и у самого входа в убежище Оно было расположено в пещере и завалено какими-то ветками для перекрытия Но он прекрасно знал, что там внутри он найдет дверь-бункер, а там уже ждут те, кто заслужил его кары Однако, ждали они не его «Итачи» явился к ним черным демоном, сметая на своем пути всех, кто пытался препятствовать «Разве я не отправил вам послание через тех притворщиков, что выдавали себя за шиноби?» Гулким эхом разнесся по стенам убежища его голос «Разве я не сказал вам больше не пытаться искать ее?» Было видно, что они снова готовились к ритуалу В клетках на готове уже сидели двенадцать тотемных животных, которым должны были перелить кровь девушки И под цементру стояла кушетка и столик с бесчисленными флаконами и иголками Они собирались снова сделать это с ней Итачи почувствовал, как в его груди клокочет ярость Как можно быть такими бесчеловечными к совершенно слабой и невинной жертве? Он станет их карателем-вершителем справедливости, мстителем, который защитит будущее бедной девчонки Из глаз тонкой струйкой полилась кровь как и всегда, когда он использовал свое додюцо, но он не обращал внимания Это никогда его не беспокоило, он потом утрет следы рукавом Помещение наполнили ворона-учихи, истошно каркая в селе еще больше ужас Подцепив пальцем Цубо, примечание Тагарда Катаны, мимолетным движением руки он достал из ножен свой клинок, предвещая множество скорых смертей Его танец с Катаной был прекрасен и ужасающий одновременно, оставляя после себя оседающих на пол противников Вы были готовы встретить девчонку и с мьей, какие вы сильные, но не готовы встретить Шиноби Прорычал Итачи, перерезая горло и нескольким противникам одновременно Он искал тех мужчин из воспоминаний Кин, которые насиловали и вести за ли бедную девушку Их ждала участь, куда более страшная, чем клинок Нукинина Алые глаза горели, словно внутри Тачи полыхал огонь Он действительно полыхал гнев, который он обрушил на людей И был лишь легким отголоском того пожара, что сейчас рвался внутри Голову постоянно простреливала мысль, что это повторяется вновь кровавая резня Только сейчас он убивает не свою семью, а тех, кто это заслужил Только не убивай их, прошу Взмолилось воспоминание в голове Итачи И он на мгновение замер, пропуская удар с боку Едва не зашибев от боли, он прижал рану на плече ладонью и ответным движением пронзил противника насквозь А вот он один из тех, кто заслужил большего, чем мгновенная смерть Значит, ты решил, что силен? Он не спрашивал П. Почему вы-то так решили, Сенсей? Трясущимися губами этот, похожий на крупную обезьяну, человек, начал умолять о пощаде, падая на колени Не убивайте меня, прошу вас Нет, он не убьет Ты умрешь своей смертью Вынес вердикт Итачи Губы мужчины растянулись в благодарной улыбке Спасибо Спасибо, Сенсей Он принялся кланяться Не спеши благодарить, глупец Я не говорил, что это не произойдет прямо сейчас В следующее мгновение глаза Итачи поймали противника в гендюцу Он распял насильника на кресте, как когда-то сделал с какаши, однако, этой жертве будет в сотни тысяч раз хуже Ему предстоит провести здесь всю оставшуюся жизнь Итачи зациклил воспоминания Кин о том, как этот мужчина насиловал Е, швырял, бил и таскал за волосы Этот образ будет сидеть в его голове его до последней секунды, сопровождаемый теми же ощущениями, что испытывала Ама Цухта Мужчина умер на второй секунде, хотя для него прошло много лет Его сердце не выдержало пыток, а Итачи почувствовал удовлетворение Еще два главных истязателя, и девушка будет отмщена Учиха обратился в смертоносный мстительный шторм, ища остальных мучителей Кин Выжигая стены и павших от сопротивления негаснущим пламенем Ама Терасу Спустя около четверти часа, он, наконец, смог опустить меч, глядя, как оседает последний из тех, кто истязал бедную девушку Все кончено В головах последних своих жертв он разведал, что больше последователей у этой секты нет, а также узнал, где эти люди хранят камень Еще один взмах мечом, и Итачи уничтожит все следы и намеки на существование оружия против шиноби для людей А потом он стоял и смотрел, как рассыпаются в языках черного пламени последние остатки логова этих сектантов Все действительно закончилось теперь Итачи захлебнулся в приступе кашля, гася черное пламя и падая на колени Его бой отнял слишком много сил, а глаза уже почти не видели четко Лишь силуэты и образы Нужно поторопиться со встречей с Саски Но, для начала надо добраться назад до логова, ему нужны лекарства и отдых, он не умрет сегодня Итачи ввалился в ей комнату, едва различая пространство Его глаза устали, его болезнь берет верх, его силы на исходе Правый глаз уже почти не видел, скорее всего это усугубилось его последним длительным использованием Мама Тарасу Итачи Сан Ким подлетела к нему в один миг оказываясь перед ним Ты ранен Девушка обхватила его лицо ладонями, вытирая уже запекшуюся кровь с щеки Потом она ахнула, увидев, что один рукав порван и на нем темнеет кровавое пятно Она метнулась к шкафу, доставая оттуда сундучок со свежими бинтами и мазями Такие лежали в каждой жилой комнате в башне, как аптечка первой помощи Не надо, ты запачкаешься Запротестовал Учиха, но та лишь качнула головой Она помогла ему снять плащ и футболку, освобождая раненую руку от лишних тканей и принимаясь обрабатывать рану Ким остановила Учиху, когда тот снова хотел запротестовать Я позабочусь о тебе, прошептала она Сейчас моя очередь заботится, иточи сам Со мной все в порядке? Правда Выпалил Нукинин, стараясь не прищуривать глаза Все кончено Они больше не будут на тебя охотиться Никто больше не будет Камень уничтожен Ким на секунду замерла, напрягшись, словно струнка На лице ей промелькнул сначала ужас, а потом вселенская печаль Она знала, что он не оставил там камня на камне, знала, что сегодня он убивал А Мацухта этого не хотела, но понимала, что все это сделано ради нее, ради ей безопасности Девушка с шумом выдохнула, на мгновение замерев, а потом, чуть помедлив отложила в сторону смоченный в очищающем растворе бинт И обвив его талию тоненькими ручками, она робко прижалась к его телу Спасибо тебе, Итачи Сан Он отстранил девушку, чувствуя, что рассыпается в прах его непроницаемой маской безразличий, обнажая на лице смесь боли и страданий Он действительно страдал От того, что не может действительно дать ей то, что она хочет Снова отстранив ее, он тяжело вздохнул «Тебе нужен отдых?» Сказал Нукинин, видя, что ей руки подрагивали, когда она снова взялась за его рану Узел на бинтене поддавался ей дрожащим пальцам «Ложись спать» Она нахмурилась и качнула головой «Я же сказала, я позабочусь о тебе, Итачи Сан» Покончив с раной, она уложила его на кровать «Отдых нужен тебе!» «Ложись, я налить тебе чай» Учху хотел воспротивиться, но понял, что силы просто оставляют его Покорно поддавшись ей рукам, он просто проследовал на кровать девушки, чувствуя, как горят легкие от боли Кин села рядом на краешек кровати, грустно глядя на его изможденное лицо Через мгновение она уже протянула ему теплую пиалу с чаем, хотя может прошло какое-то время Итачи потерял много сил, болезнь уже слишком овладела его телом и сегодняшний ночной утренний бой опустошили его совсем Он осушил пиалу с чаем, слегка присев на время, а потом снова лег, поблагодарив девушку Она была печальна, но при этом старалась держать себя в руках Ее полупрозрачные глаза словно светились в темноте, глядя на Итачи А Мацухта медленно моргнула и, коснувшись тыльной стороны его ладони своими прохладными пальчиками, чуть печально улыбнулась Итачи-сан, шепнула она Спасибо тебе за все, что ты сделал для меня Я так благодарна тебе Я никогда не могла бы подумать, что буду чувствовать себя в безопасности в чужом для меня мире, но рядом с тобой мне так хорошо Спасибо, что избавил меня от преследования Спасибо, что пошел за мной, когда я пропала Спасибо, что всегда заботишься обо мне Ему хотелось заставить ее замолчать Нет, она не смела говорить о нем хорошие, ведь он не был хорошим Итачи-учхо-убийца собственной семьи и возлюбленный, ниндзя-отступник и предатель собственной же души, ведь он не хотел всей этой резни Он хотел мира Хотелось заткнуть уши, вылететь пули из этой комнаты, где сейчас беловолосая девушка с прозрачными голубыми глазами смотрела на него, полное доверие, искренности и тепла Нет-нет-нет, он этого не заслужил Ни в коем случае Итачи дернулся было, чтобы встать, но почувствовал, как теплая ладошка легла на его грудь, придавливая обратно к кровати Пожалуйста, не отталкивай меня Голос ее дрогнул Я всего лишь хочу быть рядом И чтобы ты был рядом со мной, сердце ноги не надрогнуло Я буду рядом столько, сколько смогу Снова повторил он некогда брошенную фразу Я знаю, я это знаю Но, позволь мне быть рядом с тобой Итачи удивленно вскинул брови, желая просто исчезнуть отсюда, провалиться, сгореть заживо, лишь бы не чувствовать сейчас это ищемые боли в груди Позволь мне сегодня позаботиться о тебе Снова повторила она Ты должен отдыхать Отчасти он понимал, что пережив столько стресса за сегодняшний день, едва снова не попав в лапу своих истязателей, которые мучили ее, дважды используя свои силы, она явно нуждалась в поддержке Но почему-то сама хотела поддержать его сейчас Он кивнул, вызывая счастливую улыбку на лице девушки Спасибо тебе Спасибо за все Она наклонилась и мимолетно поцеловала его в щеку, тут же отстраняясь Учхов вздрогнул, а потом закрыл глаза, расслабляясь Через мгновение он почувствовал, как Кен устраивается рядом на узкой кровати, умещаясь в небольшое пространство между ним и стеной Она напоминала дикого зверька, доверчиво прижавшегося к спасшему ей человеку Итачи чувствовал, как дрожат ее плечи, как расслабляются мышцы, когда она проваливается в сон, как меняется ее дыхание из рваного в размеренное Он проваливался в небытие, но его постоянно возвращало в реальность чувство клокочущей боли в легких В груди пожаром плескалась боль, разрывающая тело, он чувствовал, что вскоре к горлу снова подступит кашель, а значит, нужно будет дождаться, когда Кен крепче уснет и принять лекарство Это тело начинало постепенно сдаваться болезни, опустошая его жизненные силы И сегодняшние битвы только поспособствовали этому Глаза уже почти не видели четких линий, легкие почти не насыщали кислородом Ему надо поторопиться с последней встречи с Саски, Итачи не хотел выглядеть перед ним умирающим и изможденным Дождавшись, когда Мацухта крепко уснет, он тихонечко поднялся и, создав ворона, отправился в свою комнату, чтобы принять лекарство и дать волю своим чувствам Он яростно ударил кулаком в стену, чувствуя подкатывающие к горлу отчаяние Нет, не из-за того, что он может не успеть А из-за того, что не мог жить той жизнью, которая могла бы у него быть Рядом с этой девчонкой, будь у него будущее, он, наконец, обрел бы покой, о котором так мечтал Ему этого хотелось, но он отчаянно давил в себе это чувство Хотелось, когда она прижалась к его боку, обнять и прижать к себе покрепче Хотелось, когда она показывает ему свои воспоминания, снова почувствовать, как она прижимается к его лбу, чтобы передать память о запахах Чувствовать ей дыхание на своих губах, легкое касание пальчиков на лице Непозволительная роскошь, от которой он должен отказаться, но почему-то не мог Особенно когда Кин сама вкладывала свою ладонь в его, сама притягивала его для поцелуя С каждым разом у него оставалось все меньше сил бороться с собой и все меньше желания отказывать себе в этом Ведь, ему не так много осталось Но, Итачи не посмеет ранить ей чувства Он знал, что она и так уже слишком сильно привязалась к нему, что его смерть принесет ей боль Но, не хотел, чтобы она страдала еще сильнее, если подпустить ей ближе и потом покинет этот мир Снова отчаянно стукнув кулаком по стене, он издал утробный рык, смешанный с болью Он запутался Слишком запутался Когда приступ кашля отступил и лекарства подействовали, он поспешил смыть с себя следы крови битвы, а затем, переодевшись в чистые одежды, вернулся в комнату, где спал Акин Развив ворона, Итачи присел на край кровати, глядя на спящую девушку в темноте Ему казалось, что она излучала тусклый свет, словно серебрилась при свете луны, которой, естественно, в комнате без окон быть не могло Красивая Она действительно была красивой и притягивала к себе, словно звезда, от гравитации, которой Учиха отчаянно пытался оторваться Это было сложно Настолько, что, не осознавая того, что он делает, Итачи потянулся к щеке девушки и коснулся нежной прохладной кожи, проведя вниз к подбородку Кин вздрогнула и открыла глаза Странно, но именно ее глаза он видел четко невзирая на то, что все остальное в его поле зрения уже давно плыло, потеряв очертания Она не испугалась, не вздрогнула, лишь перевернулась с бока на спину, поворачиваясь к Итачи лицом и слегка приподнимаясь на локтях «Ты не спишь!» — констатировала она «Прости, я разбудил тебя» Он уже жалел, что дотронулся до девушки «Все в порядке?» «Мне было приятно» Она нежно улыбнулась и, протянув руку, схватила его ладонь, притягивая к себе «Сделай так еще раз» Он качнул головой, вытягивая руку из ей ладоней, хотя на самом деле отчаянно желал снова коснуться ей Он устал от этой внутренней борьбы Очень устал «Итачи-сан? Я чем-то обидела тебя» Она встревоженно посмотрела на Нукинина «Черт!» — он пугал ей своим поведением Запутавшийся, умирающий, одинокий даже в окружении тысяч людей Он сейчас был не один, но не мог позволить себе быть с ней «Прости меня!» — лишь смог выдать он Его маска безразличия снова трещала по швам, рассыпаясь перед встревоженным лицом белоснежной девушки с прозрачными глазами Она села на кровати, подтягивая под себя ноги и придвинулась ближе Через мгновение он оказался в ей объятиях, крепких и теплых, очень трепетных и нежных Словно его обнимал изуми там, в его гендюцу Сердце у чихи болезни нажалось, а к горлу подступил душа щеком Он не мог позволить себе этого, не мог позволить испытывать радость от того, что она обнимала его, прижималась к нему, но он это чувствовал И трепет сердце, и выбивающий воздух из легких эйфорию И даже желание обнять в ответ, но это была непозволительная роскошь Непозволительная для того, кто недостоин быть счастливым Он дрожал Не от холода, от натянутых нервов, потому, что сейчас внутри него происходила настоящая битва, ураган, сминающий все его чувства, выжигающий до боли, сковывающий и причиняющий самые настоящие физические страдания Он не должен, не мог ее обнять в ответ Но не мог бороться с собой Прекрати Он оттолкнул ее, довольно грубо и резко так, что девушка вздрогнула Почему ты так старательно закрываешься от меня? Спросила девушка, не позволяя себе отсесть дальше, но чувствует тревогу Я не хочу, чтобы ты сформировала неправильные отношения ко мне Он говорил с надрывом, сам понимая, что уже поздно и она, наверное, уже что-то к нему испытывает Почему ты решил, что я сформировала неправильные отношения к тебе? Девушка с вызовом посмотрела на него и учиха не смог ничего ответить Просто глядел в ей глаза, единственное, что он все еще видел Возможно, это чувство жертвы к своему спасителю, или же чувство молодой девушки к мужчине, который заботился о ней, или же это чувство сестры к брату Он не знал, что конкретно она ощущает в своем сердце, но был совершенно уверен, что это неправильно Я не предам тебя, Итачи Сан Руки ей снова подрагивали Никогда Не нужно этого опасаться Я опасаюсь вовсе не предательства Что же тогда беспокоит тебя? Ким протянула ладонь к его лицу, чтобы коснуться, но он перехватил ее и опустил руку девушке вниз, отведя в сторону Я не тот, кого-то себе нафантазировала в своей голове Маска У него снова получилось нацепить эту холодную маску безразличия на лицо Однако, держать ей было настолько же сложно, как удержать раскаленную до красноктану Ким вздохнула, опуская взгляд Обиделась? Или расстроилась? Итачи было не все равно на ей чувство Однако, сейчас ему хотелось поселение ранить ей, чтобы она оттолкнула, попросила уйти, вышвырнула его за дверь Потому, что у самого сил покинуть эту комнату не хватало Итачи Сан, не нужно, пожалуйста Не отталкивай меня Голос ей дрогнул и в сердце у чихи что-то натреснуло с этой дрожью Ты не должна была привязываться ко мне Прохрепел он Но, я уже привязалась Душа болезненно съежилась, словно начиненная изнутри колючими иглами Она уже привязалась Уже слишком поздно Ты ничего обо мне не знаешь, глупая Его маска снова рассыпалась, обнажая муки борьбы на его лице Я знаю достаточно Ты спас меня, не дал им убить, не дал снова схватить, оберегаешь и заботишься Ты настоящий, рядом со мной Да с чего ты это взяла, глупая Он крикнул Но не от гнева, как могло показаться Кин А от боли, потому, что самое страшное Что она сейчас делала с ним признавалась в своих чувствах Потому, что он тоже чувствовал Хотя не имел на это никакого права Девушка придвинулась ближе, слегка опасаясь, что он поведет себя грубо Но он лишь вздрогнул от этого Потому, что тебе нет необходимости притворяться рядом со мной Прошептала она, чуть подавшись вперед Возможно, она хотела обнять его Возможно, поцеловать И Тачи так этого и не узнал Потому, что в этот момент, как загнанный в угол щенок, которому угрожают расправы Он обнажил клыки Точнее, резко схватив ее за руки Развел их в разные стороны Роняя Кин на кровати, вжимая ей своим весом А потом вспыхнули его глаза, в которых вращалась Патриита Мая И он прорычал ей в самые губы «Тогда ты должна знать обо мне всю правду Увидеть настоящего меня» Илчиха показал ей свои картинки Как когда-то показывал их маленькому Саске Вбежавшему в комнату родителей в тот самый момент Когда Нукини натирал слезы болистою над трупами матери и отца Он показал ей встречу с Ложемодарой Которому пообещал помочь уничтожить свой клан Показал ей кровавую резню Показал, как в ту ночь луна окрасилась в алый цвет от рек крови Что пролились из вен членов его семьи Показал маленького брата Вопящего от боли и страха Показал изумий, умирающую у него на руках Эта ночь для него всегда была черно-красной Он ненавидел каждую секунду этих воспоминаний Которые острыми бритвами проходились по и без того израненному сердцу Она смотрела Он видел, что смотрела широко распахнув глаза Как Итачи убивал своих отца и мать Но, что она видела на самом деле? Итачи показал ей воспоминания В котором он рухнул без сил на колени Лишившись только что всего самого ценного в жизни И вместо того, чтобы закричать от ужаса Кин вдруг высвободилась от оцепенения Сделала шаг навстречу тому молодому Итачи Который лил сейчас слезы в молчание И положила на него свои ладони Сколько же тебе пришлось вынести, Итачи-сан? Он прервал Гиндюцу от ей слов и в ужасе отпрянул Что ты такое говоришь? Выдавил из себя очиха Он видел, как блестят от слез ее щеки Как в темноте единственным четким очертанием слегка светятся ее глаза Наполненные каким-то странным сиянием Сколько же боли ты прячешь в себе? Она придвинулась ближе Сколько страданий! Я видела там, как тебе плохо! Я не могла почувствовать, но я знаю, что тебе больно Он не ответил, лишь шумно дышал Боясь, что вот-вот и пенит в приступе паники Он сдавался, и его стены рушились потому Что одна хрупкая девушка пожалела кровавого убийцу Захотелось рухнуть в ей объятия И просто дать волю своей боли Просто выпустить ей наружу Но, Итачи боялся, что от столь сильного всплеска Его эмоций от этого места не останется камня на камне Он пытался снова запихнуть их на задворки своего сознания Но это было сродни тому, что бороться с селевым потоком с помощью чайной ложки Было слишком поздно И он совсем сдался Просто рухнув в ей объятия, он взвыл от боли Я не мог иначе, я просто не знал, как Повторял он словно в бреду Она сжала дрожащее сильное тело в своих хрупких объятиях И ничего не ответила, давая ему временно свое невыплаканное горе Я с тобой, шептала она, повторяя это снова и снова Я буду рядом С тобой Впервые с тех пор, как он лишился матери возлюбленной Его сейчас обнимали и жалели И Тачи уже забыл, что такое забота и нежность Ведь после того, что он сделал Он лишился прав на хоть какое-то сострадание со стороны окружающих Но Кенин принял эту ношу Столько готов был ей нести Пока однажды не появилась эта небесная девушка И не разрушила его самые крепкие стены Которые он тщательно выстраивал Хороняя себя заживо А сейчас, утопая в ей объятиях и коряя себя за то Что он поддался ей доброте Учхо вдруг почувствовал, как сквозь эту боль просачивается тепло Тепло ей рук и хрупкого неземного тела Когда буря эмоций внутри него стихла И Тачи вздрогнула и отстранился Чувствуя, как с сердца сняли стальные шипастые оковы Раскаленными жалами впивающиеся в израненную мышцу Спасибо тебе, Кинн Только и сумел сказать он Девушка печально улыбнулась, склонив голову на бок А потом положила свои теплые ладошки ему на виски и приблизилась к нему так Чтобы их губы почти встретились Замерев на мгновение, она заглянула в его потухшие глаза Мое настоящее имя Касуми Прошептала она ему прямо в губы Касуми из клана Дацуки Зачем? Глупая, зачем ты это сказала? Даже несмотря на то, что он уничтожил всех, кто мог ей навредить Он четко осознавал, что выдавать свое имя ей все равно нельзя никому Потому, что я хочу, чтобы ты знал, насколько я доверяю тебе, Итачи-сан И не дав ему ответить, Кин поцеловал Энукинина со всей нежностью На которую был способен трепещущий в его руках ангел Он ответил Не мог не ответить, потому, что хотел этого и всем своим израненным сердцем Отдаваясь слабости ощущениям разливающейся по телу нежности, которой он был совершенно недостоин Разорвав поцелуй от нехватки воздуха в легких, он вжался в бомбе и лупы Болезненно зажмурившись почти простонал Что же ты со мной делаешь? Я просто нуждаюсь в тебе Прошептала она в ответ, обхватывая его дрожащее тело в кольцо объятий Сегодня настал ей черед заботиться о таком сильном, грозном, непобедимом И одновременно таком слабом, беззащитном, нуждающемся в нежности мужчине Он не заметил, как уснул в ей руках, мерно убаюкиваемый едва уловимыми поглаживаниями Сегодня ему снова приснился тревожный сумбур, пропитанный ненавистью Но не в его сердце, а в окружающем мире Итачи стоял перед Саскин на коленях, готовый к его финальному смертельному удару А то-то-то исходили волны гнева, ярости и пропитавшей ядовитой ненависти Которая горечи оседала на языке Брат смеялся, говоря, что наконец-то достиг своей цели И сейчас убью того, кто испортил всю его жизнь А ведь, действительно, испортил Учиха поморщился во сне, чувствуя полное негодование и отчаяние Почему-то теперь, когда в его жизни появилась эта девчонка, он больше не хотел умирать Нет, выбора у него не было, он уйдет достойно в битве с Саски Но, все меньше ему этого действительно хотелось Однако, он понимал, что умереть позорной смертью от какой-то неизвестной болезни Куда ужаснее, чем пасть от руки собственного брата Который получит от этого боя еще и главный трофей глаза Блеснула Катана, пронизанная молниями и наполнившая воздух трескучим звуком Словно чирикали тысячи птиц, а потом, она, рассекая воздух, обрушилась на шею Тачи Он вздрогнул и подскочил от такого реалистичного сна Который, казалось, не желал отпускать его Место, куда во сне его полоснул клинок, неприятно заныло И Тачи-сан? Кин сонно потянулась, разминая руки, которыми все это время обнимала его Что стряслось? Почему ты проснулся? Она тревожно на него взглянула, прикасаясь ко лбу и проверяя, нет ли у него жара Мне приснился кошмар Он пытался взять себя в руки, но понял, что что-то в нем сломалось этой ночью Напрочь расшатанная психика дала сбой Расскажешь? Нет Тогда, покажи Она сказала это так требовательно, что вызвало удивление на лице Нукинина Увидев это, она смущенно опустила глаза в пол Предлагаю обмен И Тачи иногда думал, что предугадать действия этой девчонки ему никогда не будет под силу Она всегда удивляла то своим поведением, то вопросами, а то и способностями Вот и сейчас в очередной раз она застала его врасплох таким странным предложением Обмен Он удивленно моргнул, чувствуя, как его начинает отпускать дрожь от резкого пробуждения Да Ты расскажешь или покажешь, что тебя так напугало во сне, а я покажу тебе свое воспоминание Кин застенчиво улыбнулась И Тачи вздохнул и немного поколебавшись кивнул В конце концов, он ничего не потеряет, рассказав Знаешь, у меня есть младший брат Начал он Мне приснилось, что он убил меня сегодня Кин кивнула, сосредоточенно глядя в темноте на лицо Учихи Он выжил в той резне, что ты мне показал? Тот маленький мальчик Она робко придвинулась к Тачи, облокачиваясь со стену и усаживаясь поудобнее Да Как его зовут? Саски Учиха Саски Голова Нукинина немного побаливала, а еще он чувствовал, что приступ очередного кашля вот-вот подкатит к его горлу Ты все это сделал ради него, да? Она понимала, что переступает к черту, спрашивая это Та резня Ты, ведь, пытался таким образом его спасти? Да Иначе, вскоре убили бы нас всех В том числе и его Он машинально опустил свою ладонь, накрывая руку Кин и, сам этого не заметив, начал поглаживать ее большим пальцем То, что произошло это жестоко Заключила она, и Тачи был полностью с ней согласен Он совершил самое жестокое деяние и заслуживал наказание Однако, от следующих ей слов он вздрогнул и с неверием посмотрел на девушку Жестоко по отношению к тебе, Итачи-сан Кто-то переложил на тебя всю ответственность за смерть клана, но это не было ни твоим решением, ни твоим желанием, ведь так? Да Голос его дрогнул Из-за ваших глаз? Итачи вздохнул, проглатывая подкатившим к горлу болезненный ком Проницательная девочка, иногда ему хотелось, чтобы она меньше задавала вопросов, но сейчас почему-то они были ему нужны И да и нет Точнее, да, это все из-за глаз И их проклятия Согласился Учиха с ей догадками Наши силы отравляют наше же тело и мы поддаемся проклятию ненависти Мы не умеем любить, мы умеем лишь ненавидеть и это чувство слишком сильно Кин отрицательно покачала головой Но ты умеешь любить, Итачи-сан Она видела, что он хотел воспротивиться ей словам, но покачала головой, продолжила свою мысль Иначе, если бы ты не любил своего брата, ты не обрек бы себя на вечную жизнь, полную вины Ему нечем было оспорить это, ведь это была истина Он любил брата Больше, чем любил свою собственную жизнь Итачи робко кивнул, не найдясь, что сказать Он знает об этом? Нет, и никогда не узнает Учиха сверкнул глазами в темноте, переводя взгляд куда-то в сторону Почему? Потому, что он должен меня ненавидеть за то, что я сделал Всегда только ненавидеть Но, этим ты только порождаешь в нем проклятие, которого сам же лишен, разве нет? Ты ничего не знаешь, Кин? Упрекнул он Касуми Поправила она Что? Он осекся, слышал второй раз ей настоящее имя, резанувшее по сердцу острой бритвой Ей нельзя было произносить свое имя, даже только наедине с ним Касуми, меня зовут Касуми Она беспечно придвинулась к нему еще ближе, сжимая свою ладонь, и Итачи вдруг понял, что давно ее держат за руку Зачем ты рассказала мне свое имя? Он ухватился за это, как за спасительную нить, понимая, что если сейчас продолжит разговор о Саске, сломается совсем Девушка поерзала на кровати, словно ища более удобную позу, а потом, придвинувшись еще плотнее, устроилась почти на плече у Чихи Глупый вопрос, потому, что доверяю тебе все, Итачи и Сан, даже жизнь Она передернула плечами, а потом уставилась на него Не уходи от темы Пообещай, что больше никогда не назовешь своего настоящего имени Не мне никому либо еще Ты кин И так для тебя будет безопаснее всего Если ты просишь Пожала она плечами, но увидев всю серьезность в его глазах кивнула Хорошо Я обещаю А теперь, расскажи мне о Саске Он вздрогнул, услышав его имя То, что я сделал, я не заслуживаю его прощения И не хочу этого Учиха нацепил свою привычную маску, чувствуя, как осколки битого стекла царапают душу Каждый в этом мире заслуживает это Она пожала плечами, даже те, кто насиловал тебя и избивал Итачи сверкнул недобрым взглядом Ему хотелось ранить ее, сделать так же больно, как делала сейчас она, вскрывая его душевные раны консервным ножом Я простила их Грустно пожала плечами девушка Не держу зла, хоть и боюсь до сих пор Она робко поежилась и, выпрямив спину, села на кровати, больше не касаясь плеча Учихи Взгляд ей был серьезен и печален, однако, в нем читалась решительность Ты должен сказать своему брату, что любишь его Он заслужил знать это А ты заслуживаешь его прощения, потому, что все, что ты делал, ты делал для него Ладошки и Кинг обхватили его лицо, а потом он оказался в воспоминании Она стояла по колено в озере, окруженном синими деревьями И смотрела вдаль, выглядывая что-то на горизонте То и дело переводя взгляд на свои пальцы, нервно теребившие шнурок на ей платье Я ждала возвращения брата несколько недель Прошелестел ей голос в голове Итачи Вдруг на горизонте появилась белая фигура И Кинг бросилась бежать навстречу, выбегая из воды Но, по мере приближения, едва лицо человека стало различимым Она становилась, как вкопанная Гарсан Голос ее дрогнул Где Асая? Лицо человека, приблизившегося к Кинг выражал тревогу Касуми сама Мужчина остановился, как вкопанный, со страхом в таких же прозрачных глазах, глядя на девушку Случилось страшное Касуми сама Итачи понял, что она сделала несколько шагов назад, прежде, чем продолжить говорить Гарсан, я жду здесь своего брата Он должен прийти сюда Она затараторила, прерывисто дыша Однако, Итачи предполагал, что она уже знала, что беда случилась как раз с ним Касуми сама Асая сама погиб Только и сказал мужчина Икин рухнула на синя-фиолетовую траву под ногами Нистого крича от боли Я так и не сказала ему, что люблю Я не успела попрощаться Прошелестил ей ментальный шепот у него в голове Мне жаль Ответил Итачи, но он понял, к чему она клонит Я хочу, чтобы ты понял, что если вдруг твоего брата не станет, больно будет тебе И больнее всего от того, что ты не сказал ему правду Итачи собрал все силы в кулак, разрывая их связь Потому, что только что он чуть не выдал ей свой главный план, едва не подумав о том, что ему не суждено увидеть смерть брата Ни Саски погибнет так и не услышав признания от Итачи Он сам покинет этот мир, не признавшись от Ату в то, что все это было ради него И будет лучше, если он никогда не узнает правды Ночь подходила к концу, а они так и не смогли отдохнуть Итачи смотрел на нее, а Кин смотрел на него И с тех пор, как он прервал их контакт, они не произнесли ни слова Скоро Канан постучит в дверь, чтобы отвезти Амад Сухтаг Нагата А значит, их недомолвки нужно было решить здесь и сейчас, не откладывая их на потом Кин, я хочу, чтобы ты прекратила Первым нарушил тишину Мучха Ты не хочешь этого Она с вызовом заглянула ему просто в глаза И ты сам прекрасно это знаешь С чего ты это взяла? Потому, что я не слепая, Итачи-сан Сейчас от нее исходили волны уверенности Точно такие же, что были тогда, когда она стояла перед Нагата Думающая, что ей сейчас казнят Но Киннин не знал, что ответить Он был прекрасным стратегом в военных делах Но сейчас, осознавая, что она уже все давно поняла Учха не знал, куда бежать от самого себя Нам нельзя сближаться, Кин Нельзя Прохрипел он Но уже слишком поздно Она снова чуть придвинулась И ты это тоже прекрасно знаешь Она свела брови к переносице, задумавшись на секунду о чем-то, а потом резко сократила дистанцию между ними, снова обхватывая его лицо ладонями Но в этот раз картинок не было Хватит уже замыкаться себе Я, ведь, чувствую это, ты тоже хочешь быть ближе Она обдала его губы горячим дыханием Находясь так близко, так опасно близко к его губам Он не смог держать себя в руках, впиваясь в ее губы так низкого, что она вскрикнула от неожиданности, но уже через мгновение обвела его руками вокруг во шее, отвечая на поцелуй Он снова сдался, черт, снова сдался, потому, что больше не мог сражаться с собой Потому, что его сердце переполняло нежность, и именно сейчас ему было абсолютно плевать, достоин он ее, или нет, ведь девушка в его объятиях отвечала на поцелуй, путая пальчики в его волосах и вызывая сотни мурашек по телу В дверь постучали и кин вздрогнула, отстраняясь от Итачья, чуть поколебавшись, прижалась к его груди «Просто будь честен со мной, Итачи-сан!» — шепнула она прежде, чем подняться, накинуть верхнюю кату прямо поверх ночной, и выйти из комнаты Девушка не видела, как за закрытой дверью Учхо обрушил все негодование в стену, вызывая ползущие в разные стороны трещины Точно так же сейчас расползалась трещинами его стальная выдержка Когда Итачи все-таки появился в зале, куда ушли около получаса назад кунаичи Амацухта, он увидел, как кин устала улыбнулась, обернувшись на него Тоби стоял на коленях под лебелоснежной девушке со снятой маской, а на лице запечаталась обреченность Ладони кин еще лежали на его лбу, а значит, она что-то ему показала Что-то очень важное, раз на лице соклановца Итачи читались такие сильные эмоции Хотя, Нукинин готов был поклясться, это ей очередное дадьются вытаскивать все эмоции наружу, словно сетями со дна Просто она не рассказывает о нем Это обиточка, Итачи-сан Едва слышно проговорила кин Он теперь тоже знает правду Все перевернулось с ног на голову в эти дни Нукинин вряд ли поверил кому-то еще три месяца назад, когда они отправлялись в Суну Что вскоре он найдет небесное существо, что пауны будут развеяны Нагата будет лелеять надежду о существовании в качестве обычного человека Мадара Учхо окажется вовсе не тем человеком, за которого себя выдавал Что сам Итачи снова откроет свое сердце кому-то? Нет Учхо тряхнул головой Нет, он, конечно же, не открыл никому свое сердце В тот день кин пообещала лидеру исцелить его Как можно скорее попросила Итачи сопроводить ее для медитации в привычное для нее место прочь из деревни Итачи увел ей, стараясь как можно дальше дистанцироваться от девушки Еще три дня и я смогу его исцелить Призналась Амад Сухта, растянув бледные губы в измученные улыбки Три дня Ему хватит сил присмотреть за ней эти три дня В голове мелькнула мысль, что нужно будет попрощаться с ней, как подобает Однако, наверное, он бы не смог Итачи поступит с ней так же, как ей брат поступил когда-то просто уйдет, чтобы погибнуть Обито раскаялся Сказала Кин как бы между прочим С чего ты взяла? Он хотел еще добавить в окончании фразы, что мне это интересно, но слова застряли в горле Потому, что в его душе еще есть место свету Кин пожала плечами и ускорила шаг Ты видишь свет во всех вокруг? Съязвил Итачи Наивная, доверчивая, глупая девчонка Ей точно не выжить в этом мире одной В черной тени не было света Констатировала девушка, безразлично пожав плечами А в тех, кто тебя мучил? Это было прометчиво И учиха тут же проклял себя за этот вопрос Потому, что даже видя только очертания всего вокруг Различил, как едва заметно вздрогнула девушка, съежившись от его раннейших слов Знаешь, Итачи-сан Она остановилась и обернулась В них тоже был свет Им было ради кого и ради чего жить И мне Кин запнулась, с сомнением глядя в глаза Нукинина Мне немного жаль их О себе тебе не жаль? Его эмоции успешно спрятались под личиной безразличий Но почему-то Учиха подозревал, что как бы он успешно не скрывал свои чувства Она всегда ощущала его настоящим Жаль Она пожала плечами Но, что это изменит? И девушка резко развернулась, ускоряя шаг Так, почему ты решила, что обид раскаялся? Он пытался нагнать Кин, чтобы продолжить разговор Он, ведь, тоже Учиха? Вопросом на вопрос ответила она Что это меняет? Видимо, он никогда не получит ответ Он точно так же страдал, как и ты, Итачи-сан Больше она не произнесла ни слова, садясь в позу для медитации и погружаясь глубоко в себя На этот раз природная чакра вокруг нее почти ощущалась физически, циркулируя едва заметной оболочкой, потрескивающей по поверхности кожи Идеальное время, чтобы обдумать все дальнейшие действия Появление в его жизни переменной в виде Учихи Абита, которого Итачи знал под именем Тебе, или еще ранее Мадары, немного выбивалось из его идеального плана Честно говоря, он давно планировал предостеречь Саске от этого прохвоста и внедрить в свой глаз скрытую технику Аматерасу прежде, чем пойдет на бой с братом Однако, сейчас он сомневался Если Кин действительно считает, что он раскаялся, возможно, он принесет больше пользы живым, чем мертвым Но, Итачи этого уже не узнает У него не осталось времени Три дня, а потом он уйдет не попрощавшись, потому, что иначе просто не сможет уйти и тихонько умрет на руках белоснежной девушки, как Изуми когда-то умерла на руках Итачи Но, он не мог этого себе позволить Все уже давно спланировано И нужно не отходить от намеченного Три дня, и он уйдет на бой, выпив галлон обезболивающего и укрепляющего настоев А потом, уж если ему посчастливится попасть в чистый мир, он сможет извиниться перед матерью и отцом, как подобает любящему сыну Потрескивание природной чакры успокаивало и Учиха подумал, что начинает терять бдительность, поэтому встрепенулся и распрямил спину Надо бы развеяться и провести небольшую тренировку, ведь тело не должно отдыхать слишком много А последние недели Учиха только и делал, что слишком много проводил в бездействии Взяв в руки клинок, он размял суставы и начал свой привычный танец, изредка поблескивая катаной в лучах полуденного солнца Мысленно прощаясь с этим моментом, прощаясь с девушкой, сидящей в позе лутоса, прощаясь с лесом и ветром, с солнечным светом и свежим воздухом Он вдруг в очередной раз поймал себя на мысли, что ему легко Скоро его боль закончится, не только физическая, его разум, наконец, будет свободен от тех тяжелых мыслей, что все это время бесконечно разрывают его на части Взмахнув клинком в последний раз, он уставился на безоблачное небо, а потом низко поклонился ему, безмолвно прощаясь и с ним Он засыпал с ней в одной постели, просыпался, ощущая теплое и хрупкое тело девушки под баком, однако, не мог насладиться им вдоволь, так как каждое пробуждение сопровождалось приступом изнемогающего кашля Практически выплевывая свои легкие, он доползал до своей комнаты, находящейся ниже в подземельях Залпом выпивал несколько настоек и сползал по стене, мысленно умоляя Кин поскорее собрать силы для исцеления Нагата Тогда он будет ей обязан жизнью И тогда он обеспечит ей безопасность, которую хотел бы для Кинучха Он даже мысленно продолжал называть ее выдуманным именем, несмотря на то, что знал настоящее Так Кинучха хотел обезопасить ее от возможной угрозы Он не хотел, чтобы дорогой его сердцу человек пострадал Итачи вздрогнул от этой мысли Она действительно была ему дорога Маленькая, хрупкая девчонка, несущая в себе большую силу, но совершенно не ощущавшая себя сильной Дожидаясь окончания приступа и почти захлебывая своей кровью, Итачи просто сидел на промерзшем полу, хватая ртом воздух Пожалуйста, найди в себе силы исцелить его Прохрепела Чиха, чувствуя, что сознание начинает меркнуть Нет, он не допустит такого глупого и беззащитного состояния Буквально заставляя себя держаться из последних сил, Нукинин попытался мобилизоваться и подняться Утром они уйдут на последнюю медитацию Эти два дня, что они провели вместе после всех столкновений, перевернувших все с ног на голову Итачи только и делал, что находился под Лекин, не зная, что происходит в Акадске и полностью доверив Нагатой Канан решение всех проблем В целом, ему и не было надобности что-то решать Все, что нужно было самому Чихе, он уже решил и спланировал до мельчайших деталей Стояла глубокая ночь, когда Нукинин, получивший облегчение от подействовавших лекарств, направился в душ, чтобы смыть свою кровь, что выкошлил прямо надежду Вы сегодня припозднялись, Итачи-сан Раздался за спиной бодрый голос напарника, когда Учиха подходил к душевым Нукинин напрягся Он не хотел, чтобы Кисми видел его таким жалким и беспомощным, поэтому просто остановился не оборачиваясь У меня были дела Гулким, безэмоциональным голосом произнес он Надеюсь, они не сильно вас утомили? Послышался лёск самихода и тихое ей шипение Все хорошо Учиха так и не обернулся Мне нужно принять душ Могу я вас попросить, Итачи-сан? Голос Кисем был добродушным и бодрым, однако, что-то отличалось сейчас в этих нотках Жаль, Учиха не мог обернуться, чтобы увидеть лицо Глядя в глаза проще понять, что на уме у человека Нукинин ответил коротким кивком Он доверял мечнику, как не доверял, наверное, никому, возможно, потому, что их внутренние миры были очень похожи Смертоносные воины, готовые снести все на своём пути, однако желающие мира, уединения и спокойствия Сразитесь со мной в последний раз, прежде, чем решите уйти Итачи вздрогнул Напарник обо всем догадался Завтра на закате Гулкий голос пронёсся по коридору словно чужой Вот и всё Он обозначил свой последний день До встречи завтра Напарник всё ещё сохранял бодрым свой голос, однако, Учиха явно слышал нотки грусти в нём Кисами Итачи обернулся, вглядываясь в лицо Акульева мечника Тот не выразил ни грамма удивления при виде окровавленной одежды и лица Учихи, лишь кивнул, готовый слушать Никто не должен об этом знать Да, Итачи сан Тот кивнул и поспешил покинуть коридор Доброй ночи Всё так же бодро бросил он через плечо прежде, чем скрыться за поворотом Завтра на закате Время пришло С идеально прямой до боли спины он проследовал в душевую, чтобы смыть, наконец, с себя постыдные следы своей болезни Когда он вернулся в комнату Кин, девушка спала, свернувшись клубочком на кровати, не оставляя места ног и не налечь рядом К лучшему, ведь, каждый раз ложась рядом, он терял свою выдержку всё больше, понимая, что совсем не хочет умирать именно сейчас Последняя ночь рядом с ней, возможно, сегодня можно не спать вовсе Он отдохнёт уже потом, когда его последняя встреча с Ататой будет окончена Итачи опустился на пол, облокачиваясь о край кровати и глядя на умиротворённое лицо девушки Он вспомнил слова Кина о том, что она не успела сказать своему брату, что любит его Что ж, возможно, в ей жизни появится ещё один человек, которому она не успела признаться Итачи, ведь, тоже не слепой, но, не считая его почти ослепших глаз, конечно, он уже понял, что она испытывает к нему Глядя на белоснежную девушку, спящую сейчас на кровати перед его взором, он пытался сфокусироваться Картинка расплывалась, изредка снова становясь чёткой Он ещё не ослеп, ещё видит И сейчас перед ним представала красивая и очень трогательная картина настоящего умиротворения Вспоминая, как когда-то, кажется, в другой жизни он сидел вот так перед ней Измождённой и измученной в заснеженной хижине у леса И ждал, когда та придёт в себя Прошло много времени с тех пор и многое изменилось Однако, Учиха всё ещё не мог поверить в то, что это один из последних моментов их вместе Прохладная белоснежная рука дрогнула и потянулась у лица Мукинина, отчего он отпрянул, понимая, что глаза Кин открыты «Итачи, Сан!» — сонно прошептала она «Почему ты не спишь?» «Мне не спит, Сан!» — признался он «Это я вытеснила тебя с кровати» Она виновата подвинулась, понимая, что развалилась на всё пространство «Всё в порядке, я не хочу спать» Кин села на постели, немного пошатнувшись от резкого подъёма «Тогда, мы не будем спать» Она похлопала по одеялу рядом с собой, приглашая Учиху сесть Но, тот отказался, так и оставаясь сидеть на месте и смотреть на девушку снизу вверх «Ты расскажешь мне?» — тихо прошептала она «Расскажу что? Что так беспокоит тебя всё это время?» Она протянула руки, обхватив его запястье и слегка потянула на себя, заставляя Учиху подняться Он неуклюже забрался на кровать, чувствуя, что стальные цепи его самообладания, что всегда помогли ему сдерживать себя, покрылись трещинами и стали с громким скрежетом разлетаться в разные стороны Оказавшись так близко к девушке, образ которой не покидал его мысли даже когда он думал о смерти, захлёбываясь собственной кровью, Итачи вдруг подался ей рукам, всё ещё тянувшим на себя Он поймал её губы в одно мгновение, проникая языком и ощущая, как она судорожно выдохнула ему прямо в рот от неожиданности, не смело отвечая на поцелуй Ему сейчас хотелось прижать девушку как можно сильнее к себе, впитать аромат ей волос, ей тело, вобрать в себе весь воздух, которым она дышит Прохладные ручки скользнули под футболку, обдавая жаром, словно они были раскалённым металлом, а влажные губы вдруг легонько коснулись подбородка и, оставляя обжигающие следы, спустились вниз к шее, едва касаясь кожи Нет! Остановись! Вздрогнул Итачи Что ты делаешь? Руки не слушались, слегка подрагивая, прижимая девушку к себе всё крепче, вместо того, чтобы толкнуть Я всего лишь нуждаюсь в тебе Эту фразу он уже слышал из юст когда-то Стояла глубокая ночь, укрывавшая Амэ своим чёрным покрывалом, но этим двоим было всё равно на время, потому, что сейчас его не существовало для них Окутанные искрящими эмоциями от несмелых прикосновений, они видели и ощущали только их единение Дрожа от своих же эмоций, не контролируя ни руки, ни голову, Итачи совершенно потерял своё самообладание Когда девушка робко стянула с него сетчатую футболку и, коснувшись тоненькими пальчиками его груди, оставила влажную дорожку из поцелуев на обнажённые кожи «Перестань, пожалуйста, перестань!» — шептала Чеха, моля всех божеств этого мира о том, чтобы они его остановили Она не ответила, лишь робко прижалась к нему, с трепетом и нежностью «Я не могу, Итачи сам! Не могу остановиться!» Всё же зашло слишком далеко, она всхлипнула «Я уже привязалась к тебе» Ей пальчики поглаживали обнажённые плечи Нукинина, спускаясь по крепко обнимающим ей италию рукам «Я уже люблю!» — он услышал стук собственного сердца Громкий, отчётливый, словно били в барабан «Любит! Она любит!» Девушка отстранилась, заглядывая в полуослепшие глаза у Чехи с тревогой и надеждой Она ждала ответа. Она ждала действий. Хоть чего-то, что он мог сейчас сделать Учиха не смог ничего ей сказать Наверное, он пожалеет об этом, но сейчас смучительным стоном он лишь прижал ей к себе Так крепко, как мог, приподнимая за подбородок и целуя ревностно и властно «Любит! Она любит!» Она подарила эти слова самому недостойному любви Сердце Нукинина сжимало от боли и распирало от нежности одновременно «Поплевать, что будет утром, сейчас он на миг станет человеком, который тоже любит» Он прошёлся по ей бархатной коже поцелуями, спускаясь по шее к ключицам Его сильные пальцы обхватили пояс ночной укаты, стягивая его вниз и распахивая хлопковые одежды Ей тело изменилось с тех пор, как он видел его в последний раз Рёбра не торчали, тело приобрело мягкие и округлые очертания, а кожа стала прозрачно-белой, потеряв желтоватый болезненный оттенок Итачи смотрел на неё, словно впервые, целуя ключицы, обдавая жаром дыхание обнажённую грудь, скользя руками вниз по талии Кин тяжело дышал в его объятиях, подрагивая от волнения и трепета Итачи хотел сказать, что она прекрасна, на слова застревали в горле, заставляя лишь шумно выдыхать и ловить ртом воздух «Останови!» — умолял Учиха, когда его руки скользнули на обнажённые бедра «Нет!» — с вызовом ответил Кин, обвивая его руками и запутывая пальчики в растрепавшихся волосах Не в силах отвести глаза от девушки, Учиха снова поцеловал ей, такую смелую и такую робкую одновременно Итачи не заметил, как оказался совершенно обнажённым перед ней В отличие от девушки, он представал перед ней совершенно нагим впервые Она зачарованно смотрела, очерчивая пальчиками напряжённые мышцы на его животе А потом он просто навалился на девушку, сминая под себя, не в силах больше выносить и прикосновений, сводивших с ума и отключавших здравый смысл Итачи снова просил остановить, но наткнулся лишь на требовательный поцелуй в ответ Спускаясь языком по ее груди вниз к животу и чувствуя, как дрожит ее тело от каждого прикосновения Он на мгновение запечатал поцелуй в ложбинке под выпирающей на бедре косточкой, вдыхая аромат ее тела, а потом, замерев, отстранился «Я могу прикоснуться к тебе!» — горячо прошептал он, едва сдерживаемый остатками рассудка Наверное, мало понимая, о чём вообще спрашивает и понятен ли вопрос Кинг кивнула, не в силах ответить, а потом задрожала, когда его ладонь скользнула по внутренней стороне бедра, чуть раздвигая ей ноги «Ты такая красивая!» — выпалил он, склоняясь, чтобы поцеловать ей лону, вызывая мурашки своим дыханием Девушка не ответила, задыхаясь от нахлынувших ощущений, вызываемых его прикосновениями Ей очень хотелось ответить, сделать что-то, что вызвало бы столь же приятные ощущения, но всё, что сейчас получалось, — это путать пальчики в его ещё влажных после душа волосах Секунды растянулись в вечность, когда горячий язык коснулся её и нежной кожи, изучая её на вкус Он был готов поклясться, что делает это впервые в реальной жизни, хотя, та жизнь, которую он прожил с Изуми в Еген-Дюцу уже давно смешалась в один водоворот И иногда было сложно отличить, что он делал, а чего нет Словно кто-то в один миг исцелил несчастное измученное тело, лишив боли и страданий, даря блаженство и наслаждение Итачи скользнула языком внутрь, ощущая, как её мышцы сжались на мгновение и как откликнулось его собственное тело на это Кин сильнее сжала в кулачки свои ладони, запутанные в волосах, причине боль Однако, у Чихи сейчас было плевать на это «Останови меня!» Он в последний раз прохрипел это «Нет!» Снова ответила девушка и, обхватив его лицо, притянула к себе, чтобы поцеловать А потом он осторожно вошёл в неё, проникая внутрь столь медленно и мучительно, что едва сдержал стон на своих губах Дрожа от каждого движения, он слился дыханием с ней, синхронизировавшись с каждым ей ответным движением Ощущая сотни разорвавшихся одновременно фейерверков удовольствия в голове, все всё ещё старался сдерживать себя Однако, каждое ответное действие Кин сводило на нет весь его самоконтроль Он не выдержал, с глухим стоном вжимаясь в неё и изливаясь в волны блаженства, чувствуя, как дрожит под ним хрупкое тело белоснежной девушки Она задыхалась от своего же собственного стона, когда он накрыл ей губы, целуя ей в последний раз У него больше не будет такого шанса «Никогда!» Кин выдохнул он ей ими, прежде чем обрушить весь свой вес на неё «Я не могу без тебя!» А потом его измученной болезнью тело сморил самый нежный и самый крепкий сон, который у него когда-либо был Лишённый боли он на миг почувствовал себя самым счастливым человеком Сначала он хотел вновь начать корить себя за это, но уже провалившись в сон он понял, что больше не хочет этого Он был благодарен за то, что в его жизни появился пусть мимолетный, но шанс стать счастливым «Итачи сон!» — его разбудил голос «Нам пора!» — девушка гладила его по щеке, нежно перебирая пальчиками по коже «Медитация!» — сегодня она снова получит природную энергию, которой будет достаточно, чтобы исцелить Нагата И сегодня же он оставит ей, разбив ей сердце и ей надежды «Кин!» — прохрепел он, поднимаясь «Если ты хочешь снова говорить о том, что нам нельзя быть вместе, я не стану этого слушать!» Хмуро прошептала она «Я лишь хотел сказать тебе спасибо!» — выпалил очиха Она притянула его к себе и обняла «Ты тот, кто показал мне ради чего нужно жить!» — шепнула она «Итачи хотел продлить этот миг, не разжимая объятий Насладиться им вдоволь, чтобы еще пару секунд побыть настоящим человеком без гнета прошлого, без боли, без вины Еще немного побыть простым человеком Возможно, он пожалеет потом, что не сказал ей Возможно, ему не будет все равно, но он не скажет ей, не причинит еще больше боли своей смертью Ведь если признаются, то привяжет ей еще сильнее к себе А он так боялся этого Боялся, что она будет страдать так же, как страдал он, когда не стала изуми Отстранившись от девушки, он запечатал поцелуй на ей лбу, а потом поспешно покинул комнату, чтобы умыться и быть готовым сопроводить ей на медитацию Едва он вышел за дверь, болезнь снова дала о себе знать, раздирая легкие и выжигая тело, словно в горло залили раскаленное железо и оно проникает в каждую клеточку тела Еще совсем немного Хватило бы сил на последний бой Через четверть часа он уже был у ее комнаты, все еще сражающийся с болью в теле, но не подающая вида Скоро подействуют настойки, скоро станет легче Итачи специально не стал принимать слишком много, весь его запас понадобится вечером, ему хватит силы времени Главное, чтобы Кин получилось собрать достаточно энергии для исцеления Нагата Потому, что больше ждать он не сможет Хотя, умереть в объятиях в девушке ему казалось более приятным и желанным, такого на себе не мог позволить Потому, что не хотел ранить дорогого ему человека еще больше, чем уже это сделал и сделает в будущем «Идем!» — спросила Кин, замирая на мгновение на пороге «Идем!» — кивнул Чиха и последовал за ней по узкому коридору в последний раз «Нам нужно поспешить к Нагата, я хочу избавить его от страданий!» — прошептала девушка На губах которой все еще искрилась природная чакра «Идем, я провожу тебя!» — Учиха махнул рукой в приглашающем жесте и они направились по тропе назад в башню Он решил, что останется с ней до конца ритуала и убедится, что теперь девчонка в безопасности в руках Нагата и Канан, а потом уйдет Он обещал последние буокисами и сдержит слово А потом встретиться с Саски «Ты в порядке?» — Кин удивленно обернулась на Итачи «Все хорошо!» — «Давай поскорее покончим с этим!» Девушка согласно кивнула и поспешила в башню Ей предстояло потратить много сил и сделать то, что не мог сделать никто другой Они вошли в зал, где их ждал Пейна, а Мацухта попросила всех отойти от Нагата как можно дальше Канан последовала ей просьбе и Итачи заметил, что на глаза Кунаичины вернулись слезы, а руки дрожали Она переживала за узумуки «Я начинаю!» — объявила Ангел И через мгновение помещение наполнил свет, исходящий от ей крыльев Девушка взлетела, оказываясь за спиной Пейна, а потом, обхватив первый из черных штырей Резко потянула вверх Итачи слышал, как кричал Нагата, из спины которого вынимали этот страшный предмет Сложно было верить глазам, но именно сейчас ему казалось, что свет проходит сквозь этот штырь прямо в тело лидера Едва сковывающий предмет был вынут, он рассыпался пылью, разносясь по всему залу и закручиваясь вихрем от ветра, что исходил от кин Второй штырь дался сложнее, он проникал в самый позвоночник и тянулся с напряжением Нагата кричал еще громче, выворачиваясь под руками Амацухта Боль Это то, что приведет его к исцелению И ему нужно было это пережить Второй штырь вышел из спины и Нагата потерял сознание Тогда кин остановилась, гася свои крылья Она обошла огромную бочку вокруг и заглянула в лицо Пейна, не касаясь его Нагата, ты должен оставаться в сознании Я не могу продолжать Приди в себя, пожалуйста Он не заставит себя долго ждать, сначала слабо поморщившись, а затем открывая глаза Я чувствую свои ноги, прохрипел он первое, что пришло ему в голову Все хорошо Давай продолжим Только, не закрывай глаза, пожалуйста Кин подрагивала, но еще уверенно стояла на ногах Осталось всего восемь Учиха слышал, как скрипнули зубы лидера, когда третий штырь поддался и начал вытягиваться из спины Однако, в этот раз лидер не издал ни звука Когда же и тот черный предмет превратился в пепел, Кин наклонилась к лидеру Четвертый Прорычала она с натяжкой, а потом продолжила вытаскивать их С каждым движением ей силы иссякали Итачи видел, как сложно ей было двигаться и говорить Как подрагивали руки, обхватывающие очередной штырь Как ноги отказывались держать, когда натянула девятый Еще чуть-чуть, Нагата-сан Потерпи Она натужно прокричала, вытягивая последний из спины лидера А потом рухнула на колени, без сил Он хотел пошевелиться, но девушка его остановила Нельзя, теперь мне надо вернуть твои жизненные силы Иначе те дыры, что оставили штырье снова откроются и ты погибнешь Она тяжело дышала, но крылья помогли девушке держаться на ногах Ты готов? Я лишу тебя твоих сил Лидер кивнул, изможденный от всей этой боли Нет, не той, что сопровождала процесс вытаскивания штырей А той, что была с ним всю его жизнь с тех пор, как статуя проткнула его тело Скоро все закончится Шепнула она, протягивая к его лицу руки и обнимая Нагата крыльями Ким снова кричала Так громко, что казалось, она сейчас умрет, ей разорвет на части Нет, Итачи не видел ни ей лица, ни того, что происходило Все было перекрыто светом, но он все слышал И сердце Нукинина волнительно ускорилось от переживаний, что затопили его разум На этот раз все длилось куда дольше, чем когда Амацухта развеивала Пейнов и Лизицу Минуты тянулись вечностью, крик Ким перерос в вопль, а потом к нему добавился голос кричащего лидера Еще пару мгновений и все, наконец, стихло, втягивая яркий свет востощенного мужчину, повисшего на устройство бочки, что удерживало его все это время вертикально Итачи судорожно перевел взгляд полуослепших глаз на пол Девчонка лежала недвижимая у самых ног Нагата, раскинув руки в разные стороны, плотно закрыв глаза Кин! Прокричал Учиха, бросаясь к ней и возникая возле ее недвижимого тела вдоль у секунды Он проверил ей пульс и судорожно выдохнула она в порядке Только после того, как Итачи убедился, что ей жизни ничего не угрожает, он, подхватив ее на руки, выпрямился Переводя свой тяжелый взгляд на Канан, уже стоящий подле Нагата Он в порядке Выдохнула Кунаичи Он жив Она вытащила лидера из той самой бочки, отстегивая его от устройств и принимая в свои руки Исохшее тело стало более наполненным, словно в него, как вздутый шар подкачали воздуха, но он все равно выглядел истощенным и болезненным Когда Нагата оказался на полу, устеленным бумажными листами, Канан снова провела его пульс и дыхание В этот момент веки лидера дрогнули и глаза открылись На них смотрел голубоглазый мужчина, у которого не было и намека на существование ринниганов Он дважды моргнул, сконфуженно оглядываясь по сторонам Канан, голос лидера был тихим и надтреснутым Все, все такое-другое Он поднял вверх дрожащую ладонь и повертел ей из стороны в сторону Затем сжал ей в кулак и разжал Что ты чувствуешь? Тревожно поинтересовалась Кунаичи Ничего, я ничего не чувствую Боль или нет? Он взволнованно задышал, пытаясь подняться Канан, мне больше не больно Нагата сел, опираясь на тут же собравшиеся в опору бумажные листочки за его спиной Удивленно осмотрел зал, в котором находился многие годы Все выглядит совсем иначе Глаза шокированно бегали от пола до потолка, иногда задерживаясь на лице Кунаичи Что ж, пришла пора уходить, оставляя спасенного от боли лидера, его бумажную спутницу и небесное создание, что твердо засело в мыслях Учихи Ему нужно получить обещание прежде, чем он уйдет Нагата, Кин исцелила тебя, как и обещала Голос Итачи был холодным и твердым Теперь ей жизнь твоя ответственность Поклянись мне, что будешь оберегать ей и не позволишь никому причинить ей вред Канан испуганно вскинула глаза на Учиху, понимая, что эти слова он говорит неспроста Ты покидашь Акацки? Спросила она с тревогой Меня ждет мой младший брат Я не вернусь в Амэ, но прежде, чем уйти, я получу от вас обоих клятву Ей не надо было вытягивать ни из лидера, ни из Кунаичи Они добровольно пообещали, что присмотрят за девушкой, что бы ни случилось А потом, заявив, что ей нужен отдых, Итачи отнес ее в ей комнату и уложил на кровать Пришло время прощаться Ты все перевернула в моей жизни Тихо прошептал он, целую ей в лоб Я бы хотел остаться там с тобой в том домике на опушке леса Но, мне пора Прощай, Касуми Дацуки Кин, он на миг зажмурился и запечатал второй поцелуй на ей лбу А потом, словно тень, бесшумно выскользнул из ей комнаты, чтобы принять последнюю дозу своих лекарств И, наконец, встретиться с Атото в последнем поединке Сегодня мы едим лунные пряники и дегустируем новые вкусы А также, едем в Даунтаун Гуанчжоу Здесь можно посмотреть старец наших прогулок по городу Кисами ждал Итачи на закате у тропы, что вела вглубь леса, где покоилось убежище учих Храм и подобные здания, берегаемые членами клана, где, восседая на троне, он встретит своего младшего брата и в последний раз обнажит перед ним клинок Ты недостаточно меня ненавидел, брат Произнес он вслух, вспоминая их предыдущие встречи Он действительно заслуживал смерти от руки Саски Наверное, это самое правильное после того, что произошло в ночь кровавой резни На мгновение его посетила мысль, что было бы интересно узнать, какую же роль в итоге сыграет Аби Точихо во всем этом Но раз Нагота оставил его живых, значит, мальчишка этого заслуживал Итачи был стойко уверен, что мудрее и справедливее лидера он еще не встречал людей Если бы они по-настоящему объединили свои силы, то точно смогли бы изменить этот мир в лучшую сторону К сожалению, они слишком поздно осознали это Наверное, никогда бы не поняли, если бы не небесная девушка, которая так неожиданно и совершенно случайно появилась в их жизнях Но уже поздно Пейн лишился сил Аучхо на пороге смерти Жаль, что Кин не могла исцелять болезни Наверное, Итачи хотел бы освободиться от боли, как сделал это Нагота Но, их проблемы были совершенно разными Перемещаясь с ветки на ветку между вековыми деревьями, Учхо заприметил Акульева мечника, хмуро смотрящего на тропу, что увела в храм «Как давно ты знаешь?» — спросил Итачи, возникая перед ним словно из воздуха «Достаточно, чтобы иногда пополнять ваши запасы обезболивающего, когда они были на исходе» Как бы между прочим сверкнул своими острыми зубами кисами «Спасибо!» — коротко поблагодарил напарника Аучхо Наверное, это было самой большой удачей для Итачи иметь такого напарника, как кисами Но, Нукинин не произнес это вслух Пора было начать их последний бой Итачи незамедлительно встал в оборонительную позу, кланяя сопернику, на что мечник тут же отреагировал, вторый его действием «Пора!» Кисами атаковал первым, призывая стиль воды, складывая печати настолько быстро, что пальцы расплывались в беду Без того плохо видящих глазах «Стиль воды — четыре акулы-людоеда!» — крикнул мечник, хлопая ладонью по земле Из земли вырвались столбы голубой воды, обретая очертания акул, разинувших пасти и рванувших на огромной скорости в сторону Итачи Наверное, замешка и Синукинин, они откусили бы ему голову Но, Учхо, не поведя и бровью, достал из набедренной сумки четыре куна с взрывными печатями и одним грациозным движением руки отправил их в пасти атаковавших рыб Раздался взрыв, который тут же развеял этих существ, открепляя землю вокруг каплями воды Итачи активировал шаринган, говоря этим, что теперь сражение принимает более серьезный оборот Капли воды все еще падали, когда Кисами улыбнулся, выдавив из себя смешок, и сложил руки в печати Тут же в воздухе образовалось несколько сотен более мелких рыб, устремившихся к атаке «Что бы вы ни делали, от всех нас вам не увернуться!» — констатировал мечник, а потом ринулся в атаку и сам Итачи повел рукой, отмечая, что падающие капли, коснувшись рукава, разрезают одеяние с легкостью куная Однако, Кисами зря так опрометчиво решил, что Учиху так легко победить Едва самихода коснулась Нукинина, он рассыпался десятком воронов в разные стороны Едва птицы снова стали собираться в клоны за его спиной Мечник атаковал, разворачиваясь и замахиваясь самиходой Но удар был заблокирован куная, после чего последовала короткая, но очень активная схватка ближнего боя В которой Учиху и не подумал вынуть катану, защищаясь лишь с помощью куная Всегда хотел по-настоящему помериться с силой с вами И вот наконец-то, тут куная разрезала один из бинтов акульего меча Восвобождая на свободу часть самиходой, отчего Итачи пришлось резко отпрыгнуть Он помнил, что этот меч питается чакрой, так что, нужно избегать контакта с ним Даже самихода счастлива Поделился мечник, ставя ей вертикально Кисами снова атаковал, призывая акулья бомбы Но и этот удар был блокирован большим огненным шаром семейной техникой Учих На многие мили вокруг все заволокло туманом, испаряя такое большое количество влаги с огромной скоростью Итачи тенью скользнул за спину кисами, подставляя куны к горлу напарника Это конец Констатировал Нукинин Благодаря своему шарингану вы способны найти мотень даже в тумане и незаметно напасть Бодро отметил мечник Это, конечно, впечатляет Но... и его водный клон рухнул, лужа падая на землю, а за спиной возник он настоящий Значит ты заметил меня и использовал своего водяного клона Подытожил Учиха, слыша, как усмехнулся за спиной напарник, протягивая вперед самих до над плечом Нукинина Да, это так, но это было довольно-таки непросто Как бы между прочим отметил Хошигаки Итачи тут же изменил свои глаза, проявляя мангике шаринган, который кисами увидел в отражении лужи Рад видеть ваши иллюзорные техники Бодро заметил мечник Я думаю, вы не так серьезно настроены, чтобы применять сейчас Аматерасу Тем более, эта техника требует слишком много чакры Разве это не понизит ваши шансы в битве с Саске? Он еще полагал, что Итачи вернется после поединка с братом Даже зная о том, что Учиха блин Кисами отступил, предлагая закончить этот бой именно сейчас Меня вполне удовлетворила битва с вами и результат Подытожил напарник, закидывая Самиходу на плечо Я тоже думаю, что пора закончить Согласился Итачи, закрывая глаза и отменяя иллюзорную технику, в которую уже давно попался Хошигаки Мечник обнаружил себя вовсе не стоящим позади Учихи Напротив, он сам находился в беззащитном положении, повернувшись к нему спиной Ух ты! Лицо его исказило довольно улыбка Я прям аж вспотел Признался он Учиха посмотрел на Кисами пристально, с ноткой холодного безразличия Но на самом деле единственное чувство, что сейчас разливалось в его душе уважение к Акульему Мечнику Он единственно никогда не докучал, всегда поддерживал и вовремя молчал, когда это требовалось самому Чихе Он снова не смог сказать спасибо Хотя, наверное, Кисом был один из немногих, кто по-настоящему этого заслуживал Мы с Саской будем биться один на один Вместо благодарности заявил он Прошу, не подпускай к нам никого Акуль и Мечник кивнул Что бы там ни было Но... Он снова растянул рот в острозубую улыбке Мне так грустно прощаться с вами Мы через столько и прошли вместе Учиха не смог смотреть больше ему в глаза И поэтому, просто молча отвернулся и пошел по тропе так и не попрощавшись Кисами поймет все Он очень умен В душе Итачи понадеялся, что Мечник проживет долгую и интересную жизнь Он этого заслуживал А теперь пора пригласить брата на бой Он шел по тропе и вспоминал тот день, когда ему пришлось принять решение Когда он уже знал, что должен будет сделать Итачи, когда смотрел в глаза отцу неподозревающему о грядущей жизни В тот вечер отец затребовал, чтобы Итачи явился на собрание Но тот отказался А потом они сидели с Саски на пороге их дома Того самого, который он больше не переступал никогда в своей жизни После того, как вынул меч, ступив на него Но, в тот вечер они сидели рядом старшие и младшие братья Итачи помнил свой страх, словно это было вчера Он боялся за то, что Саски возненавидит его Но знал, что это неизбежно Ты мой единственный брат Сказал тогда он Саски Я всегда буду рядом, даже если однажды стану препятствием, которое тебе нужно будет преодолеть Даже если ты возненавидишь меня Для этого, ведь и существуют старшие братья Итачи помнил, как смутился тогда маленький Атато Как насупился от такого глупого заявления и хотел было воспротивиться Но их перебили подошедшие члены их собственного клана Интересно, Саски когда-нибудь вспомнит эти слова? Узнает ли, что Итачи действительно был все это время рядом? Почему-то именно сейчас ему захотелось, чтобы брат все-таки знал, как сильно он любит его На душе тяжелым камнем лежала невысказанная правда, сдавливая без того израненное сердце? Никто в целом мире, наверное, кроме небесной девчонки, не видел настоящего Итачи Учиху Без всех его масок и притворств обычного, ранимого, чуткого и просто глубоко несчастного человека Потерявшего в этой жизни все, и идущего расставаться с жизнью, едва обретя хоть что-то похожее на надежду Он не жалел ни себя не то, что вот-вот умрет Жалел лишь о том, что снова причинит боль своим решением Он этого не хотел, но в Шинобе нередко шли против своей воли Таков был его путь Ниндзя Брат получил приглашение на бой и уже следовал к месту их встреч Он все еще тот же самонадеянный мальчишка, что встретился ему много лет назад в отеле и с воплем бросился на Нукинина Тратя лишние силы на показное разрушение стены бедного здания Но, он явно стал сильнее, хладнокровнее и нерасточительным Нет, он все еще был самоуверенным мальчишкой, спесь которого стоило сбить Но, сегодня Итачи наоборот приятно пощекочит его брата, умерив от его руки Учхо чувствовал ярость и волнение Тату даже когда тот еще не вошел в зал, где восседая на троне Нукинин ожидал своей смерти Глаза уже едва ли могли различить силуэты, но он все еще видел свет и тень И даже так он сможет узнать Саски И даже так сможет вести с ним бой практически на равных Брат вступил в зал, где ожидал его старший Учхо Итачи почувствовал на себе тяжелый взгляд Шаринганов Саски остановился посреди убежища их родного клана в самом центре зала и на мгновение замер, устремив свой горящий взгляд на старшего брата Что ты видишь? Гулким эхом разнес по помещению свой голос Итачи Сквозь свой Шаринган А Тату как всегда среагировал слишком эмоционально, отчего старший брат почувствовал некоторое огорчение В мире Шиноби правильнее носить мазку безразличий, это сделает любого более непредсказуемым Саски же был в ярости и уже готов был атаковать, что явно читалось на его лице даже полуослепшими глазами Что я вижу, Итачи? Брата колотил от негодования и в горле клокотал злость, когда он выплевывал эти слова Я стал гораздо сильнее и сейчас вижу только одно А Тату стоял с выпрямленной, словно струна, спиной каждая его мышца была напряжена А зря, ведь это лишь расходует его силы Я вижу твою смерть Это было довольно самонадеянно, однако, правдиво Нет, если бы Итачи не принял решение умереть, Саски определенно не смог бы ничего сделать Лишь дрожал бы от страха, снова вжатый в стену, но у старшего брата уже нет времени проучивать А Тату Сейчас у него осталось меньше часа, чтобы закончить бой Осталось лишь вытащить из Саски проклятую печать Натянув непроницаемую маску, Итачи расслабленно запрокинул голову назад Ты видишь мою смерть? Ну что же? В долю секунды старший брат оказался рядом с Атато, поравнявшись с ним плечом к плечу Тогда проверим твое зрение Несмотря на то, что Итачи не был самого высокого мнения о мастерстве меча своего брата, Саски все же приятно удивил, уверенно ведя бой и держа удар Пока дело касалось только холодного оружия, а значит, истинную силу глупый младший братик припас напоследок Хорошо Свист катаны, лязг металла обметал и ряд коротких искр, высекаемых клинками оповещали убежище клана учих о том, что два наследника главы клана сошлись в последнем поединке В одно из коротких мгновений Итачи схватил брата за куртку и швырнул на пол, поднимая столб пыли и разжигая все больше ярости в его сердце Все было, как в прошлый раз, разгневанный Саски призвал Чидари, обволакивая руку разрядом электрических молний и ринулся в прямую атаку Итачи попытался уйти наверх, но Тато оказался смышленым и тут же настиг его своей катаной, пронизывая плоть насквозь и припечатывая Нукинина к полу, где буквально минуту назад лежал сам Саски Кин открыла глаза и не обнаружила Итачи на месте, отчего в сердце снова поселилась тревога Нет, она не пойдет его искать, в прошлый раз, когда она это сделала, едва не попала в лапы людей, мечтающих о ее мучительной смерти Девушка встала и последовала прочь из комнаты, желая видеть Нагата, но в том зале, куда она привыкла ходить за несколько месяцев жизни здесь, она его не нашла Однако, совершенно случайно ей встретилась Канан, бередущий в сторону покоя в Кин, когда Амацухта возвращалась назад в свою комнатку Я искала тебя Голос Кунаичи был немного натянутым Что-то случилось? Как Нагата-сан? Девушка вытянулась в стронку, желая поскорее узнать ответ С ним все хорошо Ты отлично справилась Он набирался сил, но уже поделился со мной, что чувствует себя превосходно Позже я провожу тебя к нему Он очень хотел отблагодарить тебя Канан мягко улыбнулась, но Кин не стала слушать уже после слов с ним все хорошо Ей интересовало непривычное отсутствие у Чихи и она просто обязана выяснить, где же он Ты случайно не знаешь, где сейчас это Чи-сан? Я не могу найти его нигде Она робко поежилась, вспоминая, как то же самое спросил у Зицу и он радостно ответил, что знает Он ушел, Кин Ответ был ужасающим и одновременно странным Как ушел? Голос девушки сорвался на хрип Куда? Я не знаю Он сказал, что у него есть незаконченное дело и он больше не вернется А Мацухта почувствовала тревогу и отступила на шаг, не спеша бежать Канан-сан, ну хоть что-то Ты можешь хотя бы предположить, куда он пошел? Та пожала плечами И Тачи всегда был очень скрытным человеком Кин, но я могу предполагать, что он отправился на последний бой со своим братом, о котором так давно говорил мне Сердце девушки болезненно сжалось Только не это Всхлипнула она, развернувшись, резко бросилась прочь из башни Она догадывалась, чем могла закончиться встреча Итачи с Саски Она знала, как он любил младшего брата и как отдал в буквальном смысле все, чтобы спасти его жизнь А значит, он не посмеет убить его в этом бою Он просто умрет сам Кин бежала из-за всех сил, не зная куда, лишь бы выбраться из этой башни Через мгновение после того, как она переступила ей порог и глотнула свежего воздуха Она рухнула на колени, истошно крича от боли в душе Нет, она не потеряет его, она не сможет пережить его смерть Только не теперь На мгновение ей тело засияло, а потом, за спиной раскрылись сияющие крылья В девчонке не было уже резерва природной чакры Все под чистую она отдала Нагата Однако, сейчас она без зазрения совести тратила силу своего тела Свою собственную жизнь Она не позволит ему умереть Уловив своей силой отдаленное эхо чакры Итачи Она взмахнула сияющими крыльями и золотой стрелой метнулась в небо В этот момент за ней выбежала Канан, видя, как Кен исчезает в облаках Кунаичи выруглась, бросая ей вслед бумажного журавлика, который покажет дорогу к девчонке А потом разворачиваясь, поспешила обратно в башню Нужно рассказать Нагата, что приключилось Он, даже не имея сил, сможет ей помочь, ведь он дал клятву Саски ликовал, вдавливая клинок глубже в грудь Аники, но тот лишь безразлично смотрел на него, изливая кровь из-за рта «Ты стал сильным!» — холодно констатировал Старшочиха «Это конец Итачи!» — объявил Саски «Но прежде, чем я тебя убью, ты ответишь на один вопрос» Но Кеннин не дал брату возможности задать его Просто протянул руку двумя пальцами вверх, словно тянулся к его лбу, чтобы снова ткнуть его А потом отвел пальцы в сторону, указывая на то, что должен был увидеть глупый самонадеянный младший брат Ген Дю Цупалэ, последовав глазами за жестом брата, Саски увидел Итачи все еще поседающего на троне убежища Учих Все повторилось, точно так же Му Кеннин и пригласил Атото на бой, явился перед ним, позволил себя ранить и рассыпался в теневых вороньих клонах Это отметил Исаски, приходя в себя после Ген Дю Цупалэ Восседая все на том же троне и стараясь расслабить глаза, чтобы не выдать, что он не видит почти ничего, Итачи тихо, но очень четко произнес «До конца еще далеко!» «Ну, я тебя слушаю!» «Что ты хочешь узнать?» Возможно, совсем немного, лишь часть своих тайн сегодня он раскроет ему, чтобы мальчишка не жил в неведении и чтобы у него снова возродилось желание защищать Канаху Однако, этот вопрос вызвал лишь гнев у Саски «Ты что, оглох?» — прокричал он А потом раздался скрежет металла сквозь камень и Саски пронзил насквозь спинку трона, протыкаями с громким хрустом грудную клетку старшего брата Все это время Ато был за его спиной Ген Дю Цупалэ Довольно неплохо выполненный младший брат уже не так глуп, как раньше Он действительно стал сильнее и намного смышленнее, Итачи мысленно похвалил его «Я сказал, это конец, скотина!» — прорычал младший очхо «Но сначала ты все же ответишь на мой вопрос» Он еще не понял, что все еще находится в иллюзии, ему все еще далеко до тех сил и способностей, что Итачи обладал в его возрасте даже не имея проклятой печати «Что ж, едва Саски пересадит себе его глаза, силы Атото возрастут в десятки раз» «Главное, чтобы он пользовался ими с умом» «Кто тот третий очхо, о котором ты говорил?» «Кто третий пробудивший Мангики Шарингон?» — прорычал Саски, все еще не осозяв, что он в иллюзии вжимая катану в камень «Не этого вопроса Итачи ожидал. Мадару очхо» Прохрепел Итачи в своем же гендюцу ответ на вопрос брата Он нарочно не стал говорить ему правду «Если Саски продолжит свое стремление отомстить очхо, пусть лучше он преследует уже давно несуществующего Мадару, нежели раскаившегося по словам Кинобита Ведь если они сойдутся в поединке, Атото не устоит перед силой этого человека Пусть он и выглядел слегка чудаковатым, будучи членом Акадски, но именно он тогда был причиной нападения демона Лиса и именно он помог перерезать весь клан у Чих А значит, младший брат не справится с ним А Итачи не хотел смерти Саски «Чушь, он давно уже мертв» Атото гневно прорычал, сидя за каменной спиной трона и вжимая плотнее кусанаги в камень «Люди в своей жизни крепко связаны с тем, что они принимают за правду» Почти безразлично произнес Стар Шучха И это действительно так Долгое время Итачи верил в то, что собирая хвост от их, он приближает мир во всем мире Но уже несколько месяцев, как его жизнь перевернулась с ног на голову И когда его резко отвязали от той реальности, в которую он свято верил, его внутренний мир пошатнулся Вот как они определяют реальность Но, что значит правда? Просто неопределенное понятие А это значит, что их реальность всего лишь мираж Действительно, даже сейчас Итачи думал, что мир, к которым он сейчас доживает лишь мираж И то, как он видит свою жизнь совершенно отличается от того, как Саски видит это со стороны Кинджи разглядела в Учихе что-то совершенно иное Для каждого из окружающих Итачи был совершенно разным и непредсказуемым Как в принципе и для самого себя Саски зарычал от услышанного, вероятно, даже невероятно, а совершенно точно восприняв это на свой лад Он увидел, снова увидел сквозь гендюцу старшего брата и с криком Мои глаза широко открыты, сжал рукоять катана и вытянув свободную руку Саски направил иглу из молнии в сторону сидящего на троне Итачи, находящегося по ту сторону иллюзии Мой Шаринган видит сквозь твои гендюцу Яростно проорал от этого, чувствуя, как молния не может достичь лица старшего брата Итачи попытался изобразить смех, но каждый смешок болью скручивал почти сожженные болезнью легкие Как это знакомо? Ты сердишься и кричишь на меня Старший отчиха узнавал в этом поведении привычный характер своего младшего брата Такой совершенно родной Но, хочу заметить, что твои глаза все еще не такие, как мои, Саски А то то криво усмехнулся, словно считал иначе, отчего Итачи едва не повел бровью Самоуверенно, мальчишка Будь это настоящая битва, а не самоубийство во имя искупления, ему ни за что бы не победить Саски с вызовом посмотрел на брата вместо ответа Что ж, тогда используй свой Шаринган, чтобы победить меня Старший отчиха чуть прищурил глаза Выглядело это немного устрашающе, потому что на его непроницаемой мазке проявилась холодная злость Или, я снова слишком силен для тебя? Ведь так Итачи не знал, сколько они так простояли друг напротив друга Вгоняя себя в последовательные иллюзии Но чувствовал, что время на исходе Надо успеть рассказать брату про Мангике Шаринган Про грядущую слепоту Но больше всего он хотел, чтобы начался бой Ведь именно при физическом контакте он сможет избавить от от проклятой метки Он снял все иллюзии и развеял гендюцу брата Чтобы оказаться один на один с ним лицом к лицу Пришла пора рассказать ему, что станет с его глазами, когда он получит желанную силу Мангике Шаринган имеет одну особую черту Итачи держал спину ровно, а глаза расслаблены ровно настолько, насколько позволяло умирающее тело С момента, как он пробудится, твои глаза начинают медленно опускаться во тьму И чем чаще ты их используешь, тем быстрее происходит этот процесс Саски напрягся, пытаясь проанализировать слово Вызывая приятные чувства в груди старшего брата Тато все-таки не ломанулся бездумно в бой, а слушал Что ты хочешь этим сказать? Выглядел он сбитым с толку, за что Итачи мысленно отметил Что брату все же стоило бы научиться носить непроницаемую безэмоциональную маску На лице брата ярко отразилась догадка Слепота Так вот, какую цену ты собрался заплатить? Итачи сделал шаг вперед Похоже, ты внимательно слушал меня и прочитал секретные рукописи А потом он поведал ему историю Мадара и Зуны о том, как они обрели Мангике Шаринганы Как подчинили себе весь клан, лидером которого и стал Мадара Учхо Рассказал, как Мадара, злоупотребляя глазами, начал терять свет, пока не ослеп совсем Как забрал глаза из Уны и обрел вечный свет Конечно, вся эта история нужна была Итачи для того, чтобы Саски узал, что в будущем нужно будет сделать с глазами брата А теперь пришла пора наступать Итачи активировал Мангике и изобразил безумие на своем еще секунду назад сохранявшем спокойствие лице Ты, Саски Старший брат сделал еще несколько шагов вперед, а затем повысил голос до крика Ты станешь моим новым светом Он пытался запугать Атото, пытался разжечь в нем еще больше ненависти, говоря отвратительной даже для него самого вещи Но, так было нужно Посмотри на меня, глупый маленький брат Как только я убью тебя, я освобожусь от этой несчастной судьбы клана Итак, теперь ты видишь настоящего меня? Итачи чувствовал, как ярость закипает внутри Атото, но тот удивил его, стянув себя на лобную повязку, отбросив ее в сторону и криво усмехнувшись Хах, все усилия только ради одного этого момента? Саски отлично удалась небрежная маска на лице, что порадовало старшего брата Итак, это конец А потом начался настоящий бой, без иллюзий, лишь старший брат против младшего Саски призвал несколько сюрикенов, выбрасывая их в сторону Итачи и двинулся вперед, готовый к атаке Для Итачи отбить их не составляло труда, еще в юношестве он мог рассчитать траекторию полета любого из оружия в голове за считанные секунды Решив проверить Атото на подготовленность, он взметнул сотни сюрикенов, ощущая, уже почти не видя, как они отлетают от оружия брата Что ж, а плохо Наконец, их клинки сошлись Итачи был мастером киндюцу, трим Мастер меча, и явно ощущал, насколько уступает Саски в своем мастерстве Однако, с удовольствием отметил, что брат еще не достиг своего предела А значит, ему есть куда расти, у него все еще впереди Вот она, проклятая печать на шее Атото Ей нужно вытащить, но для этого сначала необходимо спровоцировать ей Итачи создал вороньего клона, чтобы тот атаковал из-за спины Он ощущал, как из метки на шее сначала вылезла какая-то субстанция, а затем стала формироваться в змею, окутывающую Саски коконом Через миг, развив кокон, он появился с гигантским фумасу рекиным в руках Метнув его молниеносно в одного из братьев и попадая прямо в плечо вороньему клону, который тут же рассыпался на стаю птиц Итачи нужна была его проклятая печать Нужна была активация В одно мгновение появившись перед лицом брата, он погрузил его в гендюцу, в котором припечатала тату к стене и жестоко вырвал один глаз его Прости, Саски Как бы между прочим заметил Итачи Я же говорил, что с твоими глазами тебе не одолеть меня Знал бы глупый младший брат, чего стоило Итачи это представление Как была душа, как билось остальные раскаленные шипы сердца Но, вот и нужная кондиция по лицу Саски поползла проклятая печать Итачи картинно достал баночку с жидкостью и погрузил туда шаринган брата А потом холодно объявил, что пришла пора второго глаза Но, а тату оказался сильнее, чем предполагал Нукинин Он едва ли успел коснуться второго глаза Как младший брат снял с себя тяжелую иллюзию Поднялся, распрямляя спину Преодолел Молодец А потом началась нескончаемая карусель сражения Куная, сюрикены, клинки Воздух наполнился скрежетым лязгом стали Остали треском искр, выбиваемых ударами Почему там в Гиндюцу Ататой уже давно покрылся проклятой печатью А в реальности его кожа все еще чиста? Старший очиха мысленно снова похвалил брата за выдержку Итачи нужно усилить атаку Нажать на тата сильнее Иначе время для него закончится раньше Чем он успеет освободить Саски от метки Арчимару Нет, он не умрет так скоро Хотя тело настолько быстро теряло силы Что в один из моментов Итачи пропустил удар теневого силикена И оказался ранен Пустяки, плевать на раны Это не имело значения Важно сейчас было другое Саски атаковал техникой огненного шара Отчего Нукинину пришлось сделать то же самое Атату оказался довольно силен в этом Недаром Итачи помнил его в детстве Практиковавшегося в огненных техниках день и ночь Катон, примечание, огненный элемент Забирал стежком много сил Старший очиха не мог долго противостоять ему в ответ А Саски все напирал, раздувая шар сильнее Значит, пришла пора выжечь это с помощью Аматерасу Черное пламя в мгновение ока поглотило неистово бушующую стихию Оставляя после себя мрак и выжженное пространство вокруг Направив его на Атату, Итачи, наконец, заметил начал трансформации брата Когтистая лапа крыло приняла удар черного пламени на себя А значит еще немного и он достанет печать из Саски Погасив Аматерасу, он медленно подошел к Атату Протянув руку к его лицу, словно пытаясь забрать глаза, как в той иллюзии Нет, конечно, не забрал бы, но это подействовало Вот уже все тело покрыло проклятой печатью Саски Наконец, явил себя Он атаковал так быстро, что Итачи не успел призвать Сусана Чтобы вытащить змееныша из тела брата Огромный огненный дракон, призванный Атату Опалил все в радиусе нескольких метров вокруг старшего очихи Саски подумал было, что это конец и победно усмехнулся Однако, улыбка быстро сошла с лица, когда тот увидел выходящего из огня брата У тебя почти не осталось чакры, глупый маленький брат Холодно и надменно произнес Атачи немного огорчившись, что не успел, пока брат был в трансформированной форме Я это знаю Как и у тебя Саски криво усмехнулся Но, это значит, что настало время для моей финальной техники Тебе пора умереть, Итачи Учха И он вытянул руку в сторону и вверх Призывая с небес разряды сотен молний, обрушивающихся на Итачи Саски смеялся неистовым гулким смехом Видя, как потолок убежища До этого слегка обвалившийся в ходе сражения Рушится с его новой техникой, разнося светилище Учих в пыль Это сила самого неба Я назвал ее Экирин Она выжжет все на своем пути в считанные секунды Ты не жилец, Аники И небо обрушилось на землю в виде огромного дракона, наполненного энергией природы Итачи согласился с братом Это было молниеносно и быстро, наверное, и будь он еще на полшага ближе к смерти То это был бы последний его вдох Но старший из братьев вовремя накрыл себя Сусануа На долю секунды закрывая почти выжженное изнутри тело от удара Я сделал это, прохрипел Саски Это конец Итачи обнаружил себя распластавшимся на земле Видимо, на мгновение он все же отключился и голос брата привел его в чувство Пошел дождь, омывая крупными ледяными каплями его лицо Недобро тоже разрывалось на части от боли Или так только казалось Итачи? Поднимаясь на дрожащих коленях, старший Учиха все же выпрямил спину и уставился на расплывшуюся точку перед собой Саски И это было то, что ты видел насчет моей смерти? Холодно спросил он А Татта был явно в шоке от того, что старший брат еще жив Чакры в нем не осталось, а техника Кирин, видимо, должна была стать его финальной, так как на повтор не хватит сил Итачи видел, как колени брата дрогнули Вот оно, время действия печати, сиюсекундно покрывше его лицо Анники улыбнулся, видя, как приближается конец, он вновь призвал Сусана На этот раз его было удерживать гораздо легче, потому что не приходилось противостоять атаке молнии Узри мое мощнейшее оружие! Раскатистая иголка произнес старший брат, окутываемый полупрозрачным алым стражем Вот оно! Из плеча Саски вырвалось множество змей, мгновенно атаковавших Итачей Но недаром же его Сусана обладала самым легендарным артефактом-клинком Тацука Запечатывавшим в себе все, что он пронзает Это было спасением Саски от вечной жажды Рачимару завладеть его телом И спасти змея появилось склизкое тело Сыниное, добыв меч из своей глотки, ринулось в атаку Спасибо тебе за то, что заставил Саски Куно потратить всю чакру Из-за чего ему пришлось выпустить меня Я покончу с тобой и завладею его телом Шипел Рачимару, противно улыбаясь во все лицо Но в этот момент его пронзил призрачный клинок Тацука На который Рачимару поначалу не среагировал Ты думаешь, такая царапина меня остановит? Мерзко захохотал он Но, его настроение мгновенно изменилось Едва клинок начал утягивать тело в себя Напоследок Змейный Сынин прошипел, что искал этот меч всю жизнь А потом его поглотило призрачное пламя Все Это конец Итачи на ватных ногах сделал шаг Затем другой К горлу подступил приступ удушающего кашля И ноги подкосились Нет, надо встать Саски должен думать, что это он победил А не какая-то болезнь убила великого Шиноби Поднимаясь на ноги, весь ублятый собственной кровью, которую только что выплюнул из легких Он медленно пошел навстречу к своей смерти Итачи уже видел, пусть и совсем смутно, как Саски дрожит от страха, но пытается поднять клинок Сейчас захотелось ткнуть ему в лоб, как всегда это делал с ним маленьким, и извиниться за все Еще шаг Еще какой-то проклятый шаг Итачи-сан, остановись, я умоляю тебя Услышал он вопокин, а затем его ослепил золотой свет и он рухнул в небытие Девушка действительно появилась на поле боя Ему это не привиделось, но что происходило дальше он уже не слышал Повернувшись спиной к Саске и ловя падающего Итачи, чтобы тот не ударился о землю Она опустилась вместе с ним, укладывая его на камни и хватая его лицо в свои ладони Нет-нет Нет Прошептала она Итачи-сан Нет Он не двигался, не реагировал, но еще довольно рвано дышал, что означало, что Нукинин жив Услышав лязг кота на ножны, она обернулась и увидела того самого младшего брата, о котором рассказывал Итачи Тот сделал шаг, затем другой, волоча свой клинок острием по камням, а потом остановил дрожь в руках Поднял катану над головой и прокричал С дороги, я убью его Младший Учиха замахнулся Соски-сан, не смейте Ударившись о камни и разодрав кровь и справа бок, прокатилась несколько метров по скользкому от дождя камню Она видела, как Соски ближе подошел к едва дышащему брату, как взмахнул мечом, через лезвие которого проскакивали одинокие искры молний Еще мгновение он бы убил брата, но ему снова не дали это сделать Соски-сан, остановись! Надрывная протяжно прокричала Кин, бросаясь к нему со спины Это застало его врасплох, ведь точно так же когда-то его остановила Сакура в лесу смерти, крича его имя Моли прекратить Он до сих пор помнил, как тогда Кунаич обняла его со спины и освободила от расползающейся проклятой метки В этот момент сзади его также обняла девушка, но руки ей в отличие от рук Сакуры тогда в лесу смерти, легли на лицо младшего Учихи В одно мгновение голову наполнили сначала сумбурные картинки, а потом, словно по настроенной волне, Саски увидел своего брата, рыдающего над трупами родителей Он сделал это, чтобы защитить тебя, Саски-сан Он принял на себя роль убийцы, чтобы жил ты Прошептала девчонка прямо в голове Учихи Она показала обрывок воспоминаний, где Итачи рассказала Саски там, в ее маленькой комнатке в башне Пейна Знаешь, у меня есть младший брат Мне приснилось, что он убил меня сегодня Говорил Итачи воспоминания Картинка была нечеткой и очень темной, но Саски прекрасно видел своего брата Он выжил в той резне, что ты мне показал? Тот маленький мальчик Это говорила та наглая девчонка, что сейчас захватила Саски в свою иллюзию, но только из воспоминаний Учиха попытался развить это гендюцу, но тщетно, картинка не поддалась Да Итачи кивнул На лице его отражалась мука Быть такого не может Как его зовут? Саски Учиха Саски Ты все это сделал ради него, да? Та резня Ты, ведь, пытался таким образом его спасти? Девчонка наседала с вопросами, а Аники просто покорно отвечал, словно у него не было выбора и он смертельно устал Да Иначе, вскоре убили бы нас всех В том числе и его То, что произошло это жестоко Жестоко по отношению к тебе, Итачи-сан Кто-то переложил на тебя всю ответственность за смерть клана, но это не было ни твоим решением, ни твоим желанием, ведь так? Да Услышал Саски этот страшный ответ А потом картинки прекратились, выпуская его на свободу из иллюзии, девушка отступила на шаг назад Да как ты посмела! Дневно проорал младший очиха, замахиваясь в полуобороте и ударяя девушку по лицу так, что она рухнула на камне снова Как ты смеешь вторгаться в мою голову и показывать эту мерзкую ложь? Я всего лишь показала тебе часть той правды, которую ты никогда не сможешь узнать, убив Итачи-сана Всхлипнул Кин, потирая саднище от удара щеку Ничего, в ней еще есть чакра, это быстро заживет Ты все лжешь! Крикнул Саски, замахиваясь на Кин уже катаной Девушка зажмурилась, готовая к тому, что клинок пронзит ей, но внезапно раздался другой крик Саски-кун! Остановись! Это был женский голос, но Кин заметила, что лицо младшего очихи мгновенно изменилось, словно просветлило на какую-то долю секунды Он вздрогнул, но не обернулся На поле сражения выбежала девушка с розовыми волосами и зелеными глазами, за ней появились другие Шинобе, Кин чувствовала, что у них у всех есть чакра В этот момент младший очиху упал на одно колено, яростно вгоняя катану в камень Он кричал, полный гнева, отчаяния и злобы, но по лицу, смешавшись с каплями дождя, текли предательские непрошенные слезы Кин не знала этих людей, которые окружили сейчас Саски, ей было все равно на то, что блондин в ярко-оранжевом костюме заломил тому руки за спину у младшего очиха Потеряв все силы в битве, не в силах сопротивляться, рухнул на пол, что-то крича про месть А Мацухта бросилась к Итачи, который недвижимо лежал на мокрых от дождя камнях, и, глотая слезы, судорожно пыталась найти хоть одно серьезное ранение, но кроме раны от теневого серикена, она не нашла ничего Но Киннин тяжело и рвано дышал, все еще был без сознания, а грудная клетка все более отрывистая и шумно вздымалась, говоря о том, что в легких скопилось много крови, которая стройкой вытекала из уголков рта с каждым выдохом Нет, Итачи-сан, не оставляй меня, я умоляю Пролепетала она это едва слышно, потому, что голос ей не слушался Помогите, кто-нибудь Но из-за рта не вырвалось ни звука Дрожащими руками она повернула лицо Итачи в бок, чтобы струйка крови легче вытекала на камни Киннин не ожидала, что они появятся, но именно сейчас на поле для сражения, раскрыв огромные бумажные крылья, спустилась Канан, принесший с собой уже более окрепшего нагата Саски был в ярости, почти лишенной чакры, схваченной друзьями, он почти отомастил своему брату за смерть всего клана Кин пыталась совладать с собой, чтобы попросить о помощи Канан Однако, горло сжал болезненный спазм, не позволявший сказать ни слова И девушка сжалась комочком возле Итачи, давясь беззвучными рыданиями Какого черта вы все здесь появились? Провопил Саски яростно, когда нагата переступил бумажный постамент, на котором его доставила сюда бумажный ангел Это мой бой! Это моя месть! Его крик был адресован не только прибывшим из ниоткуда лидеру Акадски и его правой руке В большинстве своем это было сказано как раз для этого самого блондиной девушки с розовыми волосами Канан увидела лежащего на камнях Итачи, однако, не смела сделать шаг в сторону и броситься на помощь, потому, что именно сейчас ее задачей было защищать ставшего человеком ПНО прямой угрозы Итачи уже никто не мог помочь Черное небо рассекло ярко и вспышка молнии, а через мгновение послышался игулки раскатистый гром Все замерли, не смея произнести ни слова, наверное, за исключением одного ниндзя с белыми, странно торчащими волосами и приоткрытым поиской глазом Он сделал шаг вперед, чтобы что-то сказать, но его перебили Наверное, стоит начать рассказ мне Послышался голос откуда-то из-за камня и сквозь материю появился Тебе, которого Кин знала под именем Учхо Абита Когда он снял свою маску, тот самый беловолосый человек замер Замер и Саски, потому, что увидел по горящим малым пламенем глазам, что этот человек Учхо Помогите! Жалобно прохрипел Кин, совладав, наконец, со своим голосом Она понимала, что теряет сейчас дорогого человека Он не приходил в себя, а дыхание все замедлялось «Пожалуйста, помогите!» Девушка с розовыми волосами вдруг вздрогнула, услышав жалобную мольбу, повернула голову в сторону заплаканной Кин и в мгновение ока оказалась перед ней сатачей «Подержи его голову вот в этом положении!» Скомандовала она и ее руки засветились зеленым светом Она лечила Пыталась лечить, но диагностика показалась страшная Он смертельно болен Ему осталось совсем немного Констатировала Кунаичи «Нет, нет, пожалуйста, вы можете его спасти?» Умоляю, он так и не сказал брату, как сильно он его любит Она почти прокричала это, нарушая странную беседу, творившуюся за ей спиной «Что ты такое несешь?» Рыкнул Саски Он все еще стоял на коленях, а руки все еще были сведены за спину и удерживались в таком положении тем ярким блондином Он любит тебя, Саски-сан И именно поэтому пожертвовал всем, чтобы жил ты Она плакала, держа лицо Итачи чуть наклоненным, из уголка рта все еще вытекала кровь Обито снова сделал шаг вперед «Позволь я расскажу тебе, как было на самом деле» Начал он «Возможно, ты поймешь, что эта девчонка говорит правду» Кин снова повернулась к девушке с розовыми волосами, которая не прекращал водить руками, покрытыми зеленой чакрой, по телу Итачи «Я не смогу его спасти!» Обреченно прошептала она «Он придет в себя, вы сможете попрощаться, но я не в силах вылечить эти повреждения» Руки и Кин дрожали, а по щекам лились слезы Веки Итачи задрожали и он простонал, закашливаясь и выплевывая сгустки багровой крови «Я оставлю вас попрощаться!» Шепнула Кунаичи с розовыми волосами, поднимаясь, отходя на небольшое расстояние «Мне жаль!» И она встала, распрямив спину и возвращаясь к тем людям, что прибыли на поле боя после Амадсухта Темные глаза открылись и, моргнув несколько раз, наконец сфокусировались на лице девушки «Кин!» Итачи прохрипел ей ими, едва шевеля губами «Ты все испортила, Кин!» «Что ты такое говоришь?» Девушка обхватила его своими ладонями, дрожа от паники, сжавшей сердце «Я хотел умереть, с улыбкой на лице, не сожалея о том, что моя жизнь закончилась» Он прерывался, с трудом выдавливая из себя каждое слово «Но, я сожалею!» Его задушил новый приступ кашля и девушка помогла ему перевернуться на бок, чтобы кровь из легких свободнее вытекала, меньше препятствуя дыханию Учиха схватил ее за запястье, сжимая руку «Я сожалею, что не могу жить дальше!» «С тобой!» Итачи прохрипел это так натянута, едва сдерживая стон боли А потом он увидел Саски Его окружили несколько шиноби Абита закончал говорить и о Тато, все еще стоя на коленях, что он есть в силу завопил, что он уничтожит Канаху, сравняет с землей Итачи увидел, как его блондинистый друг Джинчурики Девятихвостого сильнее схватил Атата сзади, упирая колено в спину, сжимая и не давая двигаться Старший очиха активировал шаринган, призывая ворона, запечатанного в теле Наруто Птица на мгновение ослабила Джинчурики и Саски, дернувшись, вырвался из его хватки Из горла Наруто выбрался черный ворон, заставляя своего носителя рухнуть на мокрые камни, хватая ртом воздух Пора! Шаринган в глазу Итачи крутанулся и в глазу ворона тоже загорелась алым дадют сукла научих Победно улыбнувшись, Итачи активировал кота мацуками Хлестнула вспышка яркого света, ослепившая Саски Тот рухнул без сознания на мокрые камни и к нему тут же бросилась Кунаичи Ирьянин Он свободен от ненависти Прохрепел Итачи Это должно было быть всем, о чем я мог желать Но, ты все испортила, Кин С тех пор, как ты появилась в моей жизни Он снова сплюнул кровь У меня возникло новое желание Прожить обычную жизнь с тобой Он протяжно застонал, переворачиваясь обратно на спину Иома Цухта бросилась к нему на грудь, проливая горячие слезы Нет, ты не можешь меня оставить Я болен, Кин Уже очень давно Мое время пришло Спасибо тебе за все Он закрыл медленно глаза, теряя сознание, легкие его снова наполнились хрипами Пожалуйста Взмолилась она, глядя на Кунаичи, которая помогала привести Итачи в порядок Умоляю, спасите его Медик, держащая в этот момент зеленоватую ладоню головы Саски, грустно качнула головой Веки младшего учихи задрожали и он резко сел, хватаясь за голову Итачи Он дернулся в сторону брата, но его удержала Кунаичи, которая все еще держала ладонь на его голове Потом он обернулся на нее Сакура, что с ним? Он умирает, Саски Кун Она отняла руку от его головы и грустно вздохнула Помоги ему, я прошу тебя Он на миг дернулся в ей сторону, но Кунаич качнула головой Я исцелила его физические раны, его болезнь, но в его теле есть нечто большее, чем ранение Он выжжен изнутри своей собственной силой Ей было слишком много для обычного земного тела Я не в силах это исправить Никто не в силах Кин схватилась за это, как за спасительную ниточку Возможно, если это действительно так, то она сможет помочь Однако, природная чакра вся потрачена на исцеление Нагата Так что, ей может не хватить жизненных сил Да это ерунда Главное, чтобы он жил Это мне по силам Она поднялась на ноги, едва унимая дрожь в коленях Призывая из глубинных резервов свои золотые крылья Она протянула руки сначала к небу, формируя ярчайший шар золотого света А потом опустила его вниз, вкладывая этот шар и точив грудь «Прости меня, Итачи Сан!» Прошептала она почти ему в губы, а потом свет и слепил всех вокруг Вспышка ощущалась физически, наверное, не будь они шинобе Они упали бы на мокрые камни ударной волной Но единственным лишенным здесь сил был Нагата, которого успела укрыть от света Канан А потом Кин рухнула на землю, словно тряпичная кукла Обычно в таких случаях рядом всегда оказывался Итачи, поддерживающий ее или даже хватающий на руки Но сейчас он не мог этого сделать Свет погас быстро и очень внезапно Она почувствовала, как гулко стукнулась головой о камень, как что-то теплое потекло по щеке, а потом все померкло для нее Что это было? Саски, который все это наблюдал, сидя на камнях, вскочил и в мгновение оказался перед братом Сакура же поспешила к девушке, от головы которой медленно растекалась лужица крови Аники Услышал Итачи сквозь пелену, словно сквозь толщу воды Ему казалось, что маленький Саски зовет его, что стоит ему обернуться, он выскочит из-за дерева и снова прикнет в том, что Итачи с ним не играет Итачи попытался повертеть головой, но у него не вышло А голос брата всезвал Попытка моргнуть тоже не увенчалась успехом А потом появился золотой свет Такой теплый, добрый свет, дающий надежду на то, что все будет хорошо Возможно, так и выглядел путь в чистый мир Итачи уже был готов встретиться с родителями и всеми членами клана и на коленях просить у них прощения Но, вдруг понял, что его кто-то с силой бьет в грудь Аники Снова услышал он уже четко, словно выныривая из-под воды А потом легкий разорвал чистый и безболезненный вдох, какой-то невероятно потрясающий, переполняющий кровь кислородом и разгоняющий сердце до галопа Он резко сел, распахнул глаза и увидел своего младшего брата, по щекам которого текли слезы вперемешку с кровью и каплями дождя Итачи видел Все вокруг было четким, словно он наконец-то снял ненужную повязку, так мешавшую ему уже столько лет Как ты смел? Почему не сказал? Саски был зол и беззащитен перед правдой одновременно Но в нем не было ненависти Больше нет С той секунды, как его разум очистился от ярости, он, наконец, все понял Словно прозрел И в голове роилось множество вопросов в перемешку с обидой, страхом, переполняющим чувством благодарности к старшему брату за то, что он все это время продолжал любить Но, Итачи было сейчас не до тото Он отвел голову в сторону и увидел девушку Иринина, склонившуюся на кин Амацухта не двигалась, а вокруг нее расплывалась лужа крови Итачи с трудом поднялся, чувствуя легкое головокружение и ватность в ногах Его слегка тошнило, а в мышцах чувствовалась немного неприятная ломота Однако, это было единственное неприятное ощущение Но сейчас все это не имело значения Потому, что девушка, которая находилась чуть поодаль, кажется, не дышала совсем Кин Он, пошатываясь, дошел до нее и опустился рядом Кунаичи с розовыми волосами, бывшаяся командница Саски Сосредоточенно распространяла на все тело Амацухта зеленоватую чакру Сведя брови к переносице и не обратила внимания на Нукинина Итачи чувствовал, как в ее запястье, под бледной кожей едва бился пульс Кажется, девушка была совсем на грани Повезло, здесь оказался Иринин Ведь ни Итачи, ни Нагат и ни Канан эти медьюцы не владели В стороне о чем-то говорили лидер, обитая кукаши, но кого это сейчас волновало? Старший очень изочарованно смотрел, как кожа Амацухта приобрела зеленоватый цвет, оттеняя Ирининдицу Ему очень хотелось сейчас узнать, какие прогнозы дает медик, но он не решался нарушить молчание Итачи даже не заметил, как Атато, дернувшись, метнулся в сторону брата, убирая Катану в ножны Саски материализовался так внезапно, что Итачи вздрогнул, его глаза перестали видеть сверхскорость Возможно, это цена, которую он уплатил за восстановленное зрение Ты должен мне все рассказать Его немного трясло, то ли от усталости, то ли от злости, но безумия в глазах больше не было Это подождет, Атато Качнул головой старший брат Аники Возмутился он так звонко, словно снова стал пятилетним мальчишкой И тогда старший очах сделал то, что когда-то было привычным ему жестом Протянув руку через плечо и слегка обернувшись, он ткнул брата в лоб двумя пальцами Извини, Саски, не сейчас Атато ошарошенно схватился за лоб, глядя на брата, но не сказал ни слова Как тогда в детстве, отступил на шаг, давая Итачи время разобраться со своими делами Он жив, а значит у них еще будет время для разговоров Итачи снова обернулся к Кин, глядя на ей безмятежное лицо Сакура, что с девчонкой? Задал Саске волнующий Итачи вопрос, глядя на Иринина Значит, ей зовут Сакура Нукинин вспомнил, что даже знал ей имя когда-то, просто оно вылетело из головы Она на грани, но я постараюсь ее вытащить Прорычала в ответ Куна Итачи напрочь, игнорируя все вокруг и снова сосредотачиваясь на девушке Бессознательно распластавшейся под проливным дождем на скользких камнях Нукинин взял в руку ладошку Кин и сжал ей покрепче Вся надежда на то, что Иринин вылечит ее, от самого учихи сейчас ничего не зависело И это было самое отвратительное чувство на свете «Не оставляй меня!» — шепнул он ей, крепче сжимая холодную руку Время тянулось, словно Итачи попал в вязкую смолу Каждый удар сердца нагонял беспокойство и тоску Каждая секунда не приносила облегчения Сколько прошло с того момента, как Кин рухнула на камне Он не знал, оставалось только верить, что она выкарабкается Сакура подняла глаза на Нукинина, встревоженно анализируя Какой реакции ожидать от него на то, что она скажет Она будет жить Однако, ей сил очень мало и девчонка нескоро придет в себя Я настоятельно рекомендую транспортировать ей в Канаху Медик так и не остановила своего дьюцу Нет, он не мог этого допустить Если она окажется в Канахе, их разлучат, потому, что Итачи отправят за решетку и он больше не сможет о ней заботиться Мы отправимся вам и Гакуре на Сата Отрезал Лучха Ей понадобится лекарство, в госпитале ей смогут обеспечить должный уход Попыталась воспротивиться Сакура Ей будет лучше под присмотром Ирининов Я заберу ее Снова ответил Итачи Ее состояние стабильно? Сакура хотела что-то сказать, но потом отвела глаза в сторону Тогда я отправляюсь с вами Сопровожу ей и вернусь в Канаху Позже я привезу лекарство вам и Гакуре и приду навестить ей, скажем, через несколько дней Кивнула она, а потом перевела взгляд на младшего Учиху Саски-кун, ты тоже идешь в Амэ? А то ты тяжело выдохнул, неуверенно глядя на Итачи, а потом отрицательно качнул головой Мне еще нужно прочесть скрижали, покоящиеся в Канахе Обид и сказал, что с исчезновением Зицу они должны измениться и правда проявится на них Я хочу это увидеть сам Я не обещаю вам безопасности в деревне Неуверенно Секу и Сакура У меня появилась новая цель, мне все равно, как примет меня Канаха Я хочу выяснить, кто же тот теневой игрок и в какую игру он играет Что ему была так выгодна смерть всего моего клана Итачи мысленно похвалил брата, а большим он не мог желать Обернуть Саски на защиту деревни и мирных жителей И огромные удачи для скрытого листа ей безопасности Что ж, тогда мы выдвигаемся в Канаху Немного скучающим тоном заверил всех Какаши Какаши будут распущены и больше не будут представлять угрозы для скрытых деревень Заверил Нагата Но и члены, что уже давно считают Ама домом, останутся и будут защищать ее, как шины бедожди Я настоятельно рекомендую вам не появляться в деревне без приглашения Ами Гакурина Сата будет под защитой, как и прежде Я хочу, чтобы к этой деревне относились, как к самостоятельной единице Это мой ультиматум В противном случае, запрещенные организации продолжат деятельность и дальше Я понял тебя, Нагата Узумуки Кивнул сын белого клыка Канохи Мы известим вас прежде, чем отправить медика с лекарствами Кивок, и лидер повернулся спиной к шине Белеста, подходя к Канан Ты сможешь переправить нас всех? Нет, мне не хватит на это сил, я смогу взять только тебя Качнула головой Кунаичи Птица Сая отнесет нас в Амэ, а потом доставит меня обратно в скрытый лист Заверила Сакура Да будет так И Тачи кивнул Они не стали дальше тянуть, расходясь по разные стороны Учхо взял на руки едва дышащую девчонку и медленно побрел в сторону чернильной птицы Расправивши крылья и спустивши их на землю, чтобы можно было подняться Аники Окликнул его Саски Учхо медленно обернулся, вопросительно вздернув бровь Я приду в Амэ вместе с Сакурой Надеюсь, тогда ты найдешь время ответить на мои вопросы Старший брат кивнул, задумчиво глядя на Тато Наверное, сейчас действительно не лучшее время для разговоров по душам Отправляемся Приказал Хатаки Кукаши От этой команды Тачи вздрогнул, потому что погрузился в свои мысли, глядя на брата А потом он взошел на нарисованного зверя, мягко ступая по шелестящей поверхности и уложил кин на спину птицы Продолжая держать ее за руку Сакура Харуна все еще обволакивала девушку зеленоватым свечением Все хорошо, чем дольше я смогу поддерживать ее, тем больше сил наберет организм для восстановления Успокоила его Сакура, видя, как он встревоженно смотрит на руки Ирьянина Видимо, маска безразличия давно уже слетела с его лица Он благодарно кивнул, целиком и полностью доверяя Ирьянину, в руках которой сейчас был ангел И Тачи держал ее за руку, пока птица взлетала и пытался увидеть или почувствовать ее чакру, но ничего не выходило Тогда, он устремил свой взор на Кунаичи Медика, которая все еще держала Амацухта в облаке зеленоватого свечения Но, ее чакру он не ощутил Чувствуя, как к горлу подступает тошнота, Нукинин встрепенулся и обернулся на сопровождающую их канан Расправившую бумажные крылья и парящую в нескольких метрах и придерживающую кокон, несущий нагата Ничего Что она сделала со мной? Тихо спросил он Сакуру, борясь со свистом ветра в ушах Исцелила, это же очевидно Медирик скрытого листа отняла одну руку, чтобы утереть выступившее на лбу пот и откинуть розовую прядь так не кстати мешавшую сейчас Что конкретно произошло? Сакура вздохнула и отрицательно качнула головой Ты умирал, Итачи Я не могла ничего сделать, даже залечив физические раны и избавив твои легкие от поразившей болезни Я не могла тебя спасти, потому, что твое тело было выжжено твоей жечей кровью изнутри Я рассказала это и Кунаичи Она не Кунаичи Перебил ей Итачи, на что Сакура удивленно вскинула брови, но промолчала, не прокомментировав это никак Девушки Поправилась она И та применила какую-то технику Странную, ни на что не похожую, она просто накрыла тебя крыльями из света Я никогда раньше не видела такой техники, возможно это что-то из ей кланового додюцу Нас всех ослепила яркая вспышка света, а потом девушка упала на камни Возможно при падении она рассекла голову, отчего пошла кровь Других повреждений у нее не ощущается, однако, тело плохо реагирует на медицинские техники сейчас Возможно, в ней просто почти не осталось жизненных сил Спасибо Кивнул Итачи, понимая, что случилось Итачи? Продолжил Сакура Да Я просканировала тебя Ты полностью здоров Здоров Но он больше не Шиноби Он стал человеком, лишенным чакры Вот какую цену он уплатил за то, чтобы жить Больничные палаты о мегакуре, конечно, отличались от условий госпиталя Канохи, но, при этом здесь было чисто и всегда в доступе были необходимые инструменты Птица не развеялась, когда пассажиры сошли с ей спины, она покорно отлетела в сторону и курлыкнула, на что Сакура кивнула Птица будет ждать меня здесь, я полечу в Каноху через час, проводите меня в медицинское крыло Тоном нетерпящим пререкательств заявила Кунаичи Итачи мгновенно зашагал вниз по ступеням башни провожая гостю Теперь, когда в нем не было чакры, спускаться на десяток этажей с бессознательной девушкой на руках показалось ему настоящим испытанием, однако виду он не подал Медик завершил очередной осмотр Кин, написала список лекарств, которые необходимо было раздобыть, а потом покинула башню Пэйна, пообещав известить о своем приходе через несколько дней А Мацухта не приходила в себя, не подавала признаков каких-то улучшений, лишь спала, размеренно дыша, лежа на кушетке в белоснежной палате Итачи не отходил от нее, переворачивая песочные часы и делая каждый раз после переворота очередную инъекцию какого-то лекарства, что прописала Сакура Когда в дверь постучали, он вздрогнул, потому, что это был слишком громкий и чужеродный звук, не тот тихий шелест в постели, едва уловимый звон скляночек или словно легкое дуновение ветра дыхания Кин Он отвык от звуков, и совсем потерял бдительность Итачи Канан просунула голову в приоткрытую дверь, ей голос тоже был слишком громким Пришло послание из Канохи Уже? Он встрепенулся Так быстро? Прошло трое суток Вот как Он отвел взгляд Сакура Харуна и Рьянин Канохи и Саски Учхо и Ее сопровождающий, прибудут сюда к вечеру Хорошо Итачи Канан бросила тревожный взгляд на него Да Тебе нужно отдохнуть Он отрицательно качнул головой и уставился на песок, стекавший по округлым формам часов Канан не стала ждать ответа, просто развернулась и ушла, оставив Учхо наедине в стерильном помещении, почти в идеальной тишине нарушаемой лишь дыханием ангела Ирьянин прибыла словно через какое-то мгновение, но бывший инукьянин прекрасно понимал, что снова прошло много времени Она выставила Учхо за дверь, заявив, что ей нужно провести осмотр девушки и несколько приватных манипуляций, и Тачи не знал, куда податься, поэтому просто сел возле двери на пол и стал ждать Ты больше не выглядишь великим ниндзя-отсупником класса С Эхом разлетелся голос брата по коридору Отличная возможность прикончить меня здесь Сейчас я совершенно беззащитен Он произнес это совершенно безразличным тоном, понимая, что его окутала какая-то апатия Что эта девчонка сделала с тобой? Рыкнул Саски, появляясь прямо перед ним, словно из воздуха Она меня спасла, а то то... Он пожал плечами, переводя взгляд на глаза брата И ты решил превратиться в ходящее привидение ей в благодарность? Что? И Тачи непонимающе уставился на него Когда ты последний раз ел? Принимал душ? От тебя разит, брат Саски протянул руку, чтобы Итачи поднялся и тот сжал его ладонь, резко вставая на ноги Он снова неопределенно пожал плечами, понимая, что выглядит совершенно жалко Я пришел для того, чтобы поговорить Есть новости и их много, но сначала ты ответишь на мои вопросы Задавай Холодно бросил старший брат Нет уж, ты вымоешься и поешь Я хочу разговаривать с Итачи Учхой, великим ниндзя и моим братом, а не с его тенью Учха вздрогнул Но я действительно стал тенью Саски Прорычал он, сжимая ладони в кулаки до боли Я больше не Шиноби, я человек лишенной чакры Слабая оболочка того, кто раньше мог одним ударом катаны сравнять здание с землей Я стал человеком и теперь я уже не я Великий ниндзя умер в том бою А мне плевать, есть у тебя силы, или нет Шиноби ты, или человек, ты мой брат И ты должен мне ответы А я должен тебе рассказать то, что узнал за эти три дня Ему не все равно Это было странно После всего, что я сделал, после всего, что я совершил, тебе не все равно Выдохнул Итачи, делая шаг назад и упираясь в стену Почему? Да прекрати ты это Не выдержал Саски, переходя на крик и с размаху стукнул в стену кулаком Такая реакция привела Итачи немного в чувство и он тряхнул головой В глазах немного прояснилось и, казалось, из самого сознания сошла какая-то странная пелена Прости, я просто еще не привык быть беспомощным и жалким Отправляйся в душ и поешь, я буду ждать тебя здесь Приказным тоном заявила Тато, отступая назад и встряхивая руку, разбитую о стену Мелкие капли крови оросили пол И старший брат покорно последовал в свои покои, спускаясь по лестницам целую вечность Затем погрузился под струи воды, наслаждаясь этим странным чувством, когда тело устало и ноет мышцы, но боль приятная и нет ощущения, что смерть наступает на горло Он снова станет сильным, без чакры, разовьет Адюцу и Кендюцу, ведь главное, что он жив Покончив со всеми заданиями, что дал ему брат, Учиха поднялся наверх, чувствуя, как горят легкие, но не от раздирающей болезни он запыхался, преодолевая несколько сотен ступеней «Теперь ты готов говорить?» Голос Атату был холодный и гулкий Итачи кивнул, подходя к брату, но не останавливаясь, тот махнул рукой в приглашающем жесте и повел Атату через коридор в один из огромных залов, находящихся на этом же этаже Зал памяти, именно в нем, единственным Итачи разместил самое дорогое, что напоминало ему о семье огромных гобелин с гербом их клана Старший брат остановился и почувствовал, как Атату сделал то же самое, задирая голову вверх «Я помню этот день, словно это произошло сейчас» Итачи произнес это внезапно, отчего Атату вздрогнул Каждая их смерть въелась в мою голову неизгладимой печатью «Мне жаль, что тебе пришлось все это пережить, Саски» Он снова зашагал, огибая зал собрания по кругу Младший брат продолжил идти подле Итачи, но теперь не сводил с того заинтересованного взгляда, надеясь на продолжение монолога Еще с детства он помнил, что не стоит насадать на старшего вопросами придет время, он сам расскажет, но сейчас сказанного ему было недостаточно А времени на ожидание не было вовсе «А Нике, в тот вечер перед кровавой резней ты сказал мне, что всегда будешь рядом и будешь заботиться обо мне» Итачи кивнул, по мне дословно их разговор на пороге дома главы клана Я остался верен своим словам «Тогда, почему ты хотел, чтобы я тебя ненавидел?» «Я совершил ошибку, брат, о которой давно уже пожалел» «Я лишь хотел, чтобы за то, что я совершил, меня казнил именно ты, я ненавидел себя за это и не мог ничего с собой поделать» Признался Итачи Думал, что взращивая в тебе ненависть с детства, я увеличу твои шансы на приобретение тобой моих глаз Это было эгоистично Ведь, они могли быть тебе даже не нужны вовсе Прости, Саски, я был молод и совершенно не видел иного пути А сейчас? Видишь ли ты иной путь? Когда Шесу умер, я понял, что шансов очистить наш клан от проклятий больше не осталось Будучи гением своего клана, я все же был слишком ян для принятия подобных решений И тогда слова старших по званию казались для меня самыми верными Особенно в свете того, что я слышал на собраниях от отца и то, что произошло в ночь запечатывания к юбив твоего товарища по команде Они шли по кругу и не замечали ничего вокруг Проходя мимо габелена в других кланов этот зал был своего рода святилищем, куда приходили подумать Все их внимание сейчас вращалось только вокруг них самих Я думал, что лучшим решением будет обменять твою жизнь на жизни уже обреченных членов клана Тогда ты стал бы жертвой, о которой заботилась бы деревня, как, впрочем, и вышла Пусть ты рос с тяжелыми воспоминаниями, но ты до сих пор жив, а то то... Саски замолчал К горлу подступил ком и он совершенно не хотел проявлять слабость при старшем брате и рыдать в очередной раз В конце концов, ему уже далеко не пять лет Хотя сейчас очень хотелось вернуться в прошлое и просто обнять Аники так, как он позволял себе когда-то Саски слушал монолог Итачи о том, как тот жил свою жизнь отступника двойного агента Защищая канахуя младшего брата из-под тени листва и удивлялся тому, насколько это было очевидно Все попытки Аники сказать, что он его любит Это сейчас в каждом его действии из прошлого младший брат видел плохо скрываемую заботу Когда же брат закончил свой монолог, повисла недолгая тишина, которую Атато тут же прервал, говоря то, что хотел сказать все эти дни, которые он прожил без гнева в сердце Я прощаю тебя, Итачи Саски пошатнулся, глянув ему в глаза А потом он сам не понял, как оказался в объятиях старшего брата, который не ответил ни слова, лишь протяжно взвыл и изливая свои чувства наружу Аники Прохрепел он сквозь застилающие слезы и обнимая в ответ Плечо Саски было мокрым, но эти слезы принадлежали старшему брату Все кончено, стены между ними рухнули, больше не нужно притворяться и лгать Можно просто выдохнуть и попытаться жить дальше, точнее начать жить заново, потому, что те годы после кровавой резни Итачи вряд ли мог назвать жизнью Аники, я так и не рассказал тебе Он успокоился спустя лишь какое-то время и только потом произнес это Итачи отстранил брата, вопросительно глядя на него и ожидая, когда он продолжит Когда мы вернулись в Канаху, пятая не сразу принялась ситуацию Честно говоря, я рад, что тебя с нами не было Особенно если учесть, что сил ты лишен Однако, нас очень поддержал жабий отшельник Ну и кукашис Наруто Саски на время перевел дыхание, медленно начиная ходить из стороны в сторону, сопровождая рассказ короткими жестами Итачи же видел брата таким многословным, наверное, впервые Он удивленно глядел на своего Туто, чувствуя, как разливается в груди тепло Мы провели двое суток за решеткой, в блокирующих чакру на ручниках, пока в конце концов не состоялся суд На нем Джиро, один из трех санинов, выступил в нашу защиту и предоставил свое исследование, где объявил, что подозревает лидер Анбу в провокации к уничтожению клана Учих Его взяли под стражу и, знаешь, обнаружили, что он весь усыпан шарингонами Я не шучу, когда говорю весь У него же был и глаз Учихишису твоего лучшего друга Данзо хотел сразиться и сбежать, но куда ему до настоящих носителей шарингона Он был повержен Практически мгновенно Саски также рассказал, что его самого оправдали, так как пока за ним слишком серьезных преступлений не числилось Однако, приговорили к трем годам отработки в Анбу А вот обиды придется пробыть несколько лет за решеткой Однако Тато, также поделился, что позже Пятая подняла дневники Третьего и нашла секретные записи, которые может прочесть только чистокровный Синджу, где рассказывалось о приказе Итачи и причине этого приказа К сожалению, даже после вскрывшейся правды Пятая сказала, что пока не сможет оправдать тебя Это чернит репутацию Каги и может пошатнуть и без того хрупкий мир Мне все равно Да, я знаю, но мне не все равно Саски с вызовом посмотрел на Итачи Я не оставлю это до тех пор, пока ты не вернешься в деревню, как ее жители, а как герой, а не как преступник Спасибо, Атато Старший брат прочувствовал посыл младшего, отчего едва не задохнулся от нахлынувших странных ощущений Он счастлив Он по-настоящему счастлив Брату не все равно Он простил его Ким будет жить Он сам будет жить, что еще нужно для счастья Он знал, что заснеженный домик у опушки И тогда Итачи поймет, что наступило истинное время его мира А еще, прежде чем отправиться к тебе, я побывал в храме учих И знаешь, я прочел скрижаль Она действительно теперь другая Знаешь, там ведь написано, что обладатели Шарингана не прокляты ненавистью Их любовь настолько сильна, что способна свести с ума Там было предостережение, не позволяя тетчихам терять любимых и тогда они будут процветать и жить в мире до конца своих дней Вот как Это не проклятие ненависти, это проклятие потери Саски потерял родителей, которых безумно любил Вот почему его поглотила ненависть Итачи потерял зуми, но все же у него оставался Тато, которого старший брат продолжал любить и оберегать Возможно, именно поэтому он так и не сошел с ума Мне жаль, что ты не подвергся этому проклятию по моей вине Снова прохрипел старший отчиха Аники, все кончено Я простил тебя, теперь тебе нужно простить самого себя Саски стал еще более серьезным и сейчас чем-то отдаленно напомнил ему отца Это непросто Я знаю Но также знаю, что ты это сделаешь Итачи едва заметно кивнул В объятиях Кенон действительно сможет оставить прошлое позади Тем более, что ему теперь есть куда идти Куда ты теперь? Спросил младший брат, когда увидел, как старший погружается в свои мысли и отстраняется Что ж, если в Канаху мне путь закрыт, я пойду на север Зачем? Саски удивленно качнул головой, вероятно не понимая, что такого Итачи нашел на севере, что хочет туда Там есть место, где я смогу стать простым человеком без клеема и гонений Саски вдруг просветлел, словно вспомнил что-то Я не сказал тебе Пятая передала, что преследовать тебя больше не будет ни одной деревни, покуда ты не вторгаешься на их территорию без предупреждения Вот как? Он неопределенно кивнул Спасибо Что ж, новая жизнь должна стать покойной и размеренной У меня есть ястреб Саски сложил печати, призывая птицу к себе Та сделала круг по залу и опустилась на предплечье младшего брата Забери его с собой, когда дойдешь до своего убежища, отправь его ко мне Тогда я смогу хотя бы знать где-то и поддерживать с тобой связь Итачи кивнул, протягивая руку и принимая ястребу к себе Птица пару раз взмахнула крыльями и перебралась на предплечье старшего брата, перебирая когтистыми лапами, а потом вскарабкалась на плечо Твой ястреб красив Надо же, у Итачи тоже была сила призывать птиц, и Саски пошел по его стопам Его снова захлестнула гордость за брата Спасибо Поблагодарила Тато Ты стал сильным воином, Саски Но я так и не превзошел тебя Он безразлично пожал печами Я очень сомневаюсь в необходимости этого Повторил его жест старший брат Они простояли несколько мгновений, пока из коридора не послышались громкие торопливые шаги, а через мгновение в зале не появилась Сакура Вот вы где? Итачи, идем, мне нужно дать тебе наставление Она схватила его за запястье, вызвав удивленный взгляд бывшего Нукинина Саски поймал этот взгляд и лишь пожал плечами Эта девчонка была дерзкая, но она знала, что делала Поэтому, старший отчиха ей доверял Они вошли в палату, где так же недвижимо лежала без сознания Кин Вот сумка с лекарствами и блокнот с назначениями По моим прогнозам, она придет в себя не раньше, чем через 7 дней Однако, ей жизни ничего не угрожает И если ты будешь давать ей необходимые лекарства, она вскоре восстановится Медик передала все необходимое Итачи Мне придется навестить ей через пару месяцев, посмотреть, как восстанавливаются нейроны связи после такого состояния Но, в целом, она будет в порядке Я заберу ей из Амэ сегодня Признался Итачи Но, куда? Сакура оказалась сбита с толку Мы отправимся на север Саски позже получит мои координаты Итачи кивнул Я буду благодарен, если через пару месяцев, когда ты решишь проверить ей здоровье, ты возьмешь с собой моего брата Боюсь, это от меня не зависит Сакура вздохнула и как-то странно покосилась на Саски В любом случае, я буду рад твоему визиту С ним или без Итачи изобразил подобие приветливой улыбки, но у него это плохо получилось Лучше ему давались маски без различия Спасибо тебе За все, что ты сделала Это мой долг спасать жизни Она тоже улыбнулась в ответ Но эта улыбка была по-настоящему теплой А теперь простите, но мне нужно передать секретное послание в руки Нагата И она вышла, слегка хлопнув дверью Повисла тишина, снова нарушаемая лишь звуками дыхания Сейчас она показалась Итачи невыносимой Благо, младший брат прервал ей Значит, эта девчонка дорога тебе Констатировал Саски Она моя жизнь Признался ему в ответ старший брат И это так Теперь, после получения нового шанса жить, он не представлял себя ни дня без нее Весь смысл этой заснеженной хижины на опушке леса терялся и мер при мысли, что кин там не будет Итачи вспоминал тот последний разговор с братом, когда признался ему, что в его сердце есть место любви Саски в тот день как-то грустно вздохнул, делясь переживанием, что его собственные чувства возможно не будут взаимны после всего того, что он сделал Они поговорили, наконец, как брат с братом тепло искренне, а главное, не об ошибках, а о планах О том, что они оба планируют делать и как жить Итачи рассказал о том, как нашел кин и где жил с ней первый месяц, пока она приходила в норму после зверских пыток Рассказал, кто она вообще такая и для чего прибыла сюда Саски сложно было в это поверить, но он принял все слова Итачи Сам же от это рассказал, что хочет отслужить все три года в Анбу, а потом стать командиром одного из отрядов и впоследствии тени в Мкаге, самостоятельно возглавив корень Он также рассказал, что хочет завести семью Ведь, в планах мести он провалился, чему был несказанно рад, значит, планы по возрождению клана провалить никак нельзя Итачи был рад это слышать А потом Саски отправился с Сакурой назад в Канаху, а Итачи же засобирался в путь Канан очень помогла ему в этом, организовав лошадь и небольшую повозку, куда Итачи загрузил множество продуктов, вещи, а также, устроил ложе для девушки Чтобы вскрыть его старые личные печати хранения, ему пришлось изрядно попотеть Призывная печать слушалась только его руки, но чакры в ней больше не было, так что, пришлось просить Канан накрыть его руку и в момент хлопка и спустить немного чакры Раза с седьмого это получилось, а значит, ни в деньгах ни в вещах они нуждаться не должны Кин все еще бессознательно уложили на повозку По почетам Итачи, они должны были прибыть как раз в день ей пробуждение, или же она пробудится еще в пути Дорога была неблизкой и нелегкой, оставшись совсем без чакры, Итачи почувствовал все трудности холода, пронизывающего ветра и даже отсутствие сна Напитанное дополнительной силой, тело было гораздо выносливее Но, это поправимо Он восстановит былую мощь, нагрузит себя максимально и разовеет дьются не требующие чакры Все же, теперь у него есть время, очень много времени Несколько суток пути спустя, он добрался до того места, о котором грезил перед тем, как уйти умирать Теперь же, это воплотилось в жизнь Снега вокруг дома не было, он растаял и хижину окружала зеленая полянка с изредка яркими пятнами, распустившимися на ней группками цветов Красивое место, прекрасное, чтобы провести здесь жизнь Лишь бы с Кин все было в порядке Лишь бы она пришла в себя, ведь потерять ей он уже просто не имел права Иначе, все, что она сделал Лючихе было совершенно бесполезным Без нее он не видел смысла дальше существовать Она так и не пришла в себя, он постоянно проверял ей в пути Однако, верил в слова Сакуры Ей телу нужно было восстановление Он вернулся туда, где все началось, где когда-то девушка, исхудавшая, измученная, израненная, изменила его жизнь надо и после встречи Где когда-то он узнал о существовании небесной расы, других миров и того, что их представление этого мира было совершенно ошибочно Итачи положил Кин на кровать, на которой она спала, когда он принес ей сюда спасенную много месяцев назад Девушка не подавала признаков сознания, но дыхание и сердцебиение прослеживались уже уверенными В тот раз она пришла в себя спустя время, придет и в этот И он ждал, но и спустя сутки она так и не открыла глаза Итачи вспомнил, что в прошлый раз она быстрее пошла на поправку, когда он омыл ей в ванной Что ж, теперь это было куда сложнее Ни силы огня для подогрева воды, ни снега для того, чтобы ее нагреть здесь не было Обойдя дом, он нашел старый полуразрушенный колодец, натаскав воду и нагрев ее на печи Итачи отнес девушку в ванную и омывая тело, как и тогда Веки Амацухта дрогнули, когда, все еще держа ее в воде, он вдруг подался чувством Поцеловал ей в лоб, моля небеса, чтобы она поскорее поправилась Итачи сам? Слабо прошептала она Ты жив? Ша-ша-ша, береги силы Я сейчас отнесу тебя в кровать Он поскорее вытащил ее из воды и обернул полотенцем Ты со мной, ты здесь? Не прекращал повторять он Итачи положил ей на кровать и девушка неуверенно поерзав, приподнялась, тут же схватившись за голову Как ты себя чувствуешь? Спросил он Она неуверенно пожала плечами, поднимая ладони к лицу Мои силы ушли Сказала она, завороженно углядя на свои руки Я пуста внутри, словно фарфоровая кукла Кин все еще рассматривала свои руки, медленно сгибая и разгибая пальцы, плавно вертя кистями Не говори так о себе, ты не пустая Внутри тебя бьется большое, доброе сердце, которое спасло меня от тьмы Но, я больше не чувствую внутри себя ничего Как и я Выдохнул это, вытягивая свою ладонь вперед, едва касаясь ей руки Я тоже пуст, лишен напрочь всех сил, что у меня были Но, я жив, стоя здесь перед тобой И я несказанно рад этому факту Спасибо тебе, Касуми Значит, ты все-таки помнишь мое настоящее имя? Она отвела взгляд, а потом более уверенно взглянула в темные глаза бывшего Нукинина Возможно, это было моим предназначением Отдать мною силу взамен на твою жизнь И ты справилась Прошептал он прежде, чем придвигаться вперед, сокращая расстояние между ними и уткнуться лбом в ей лоб Девушка отстранилась, пытаясь отступить назад, но была остановлена сильной рукой, обхватившей ей И Тачи Сан Она вздрогнула от его прикосновения и уперлась ладошками в его грудь Что ты делаешь? Я просто нуждаюсь в тебе Он вернул ей же слова, которые она не один раз говорила Нукинину Она обвела своими еще слабыми ручками его шеи крепко, насколько была способна, обняла Учиху, даже не представляя, что вызвало в нем ураган эмоций Он давно понял, что чувствует к ней нечто большее, чем привязанность И раз уж ему выпал шанс жить на этот раз, он возьмет свое Однако, девушка вдруг снова отстранилась, упираясь в его грудь ладошками И Тачи Сан Она была серьезна и немного взволнована Нам нужно поговорить Учиха вздрогнул и отстранился Прости меня Он прошептал это, опуская руки и отстраняясь от кровати на расстоянии вытянутых рук Конечно, я не должен был вторгаться в твое личное пространство Кинг встрепенулась тут же, замотав головой и закусив нижнюю губу, как ребенок, обиженная на взрослого Нет, не в том дело Она свела брови и устремила самый свой негодующий взгляд на Учиху Я очень сердита на тебя, Итачи Сан Как ты мог так поступить со мной? Не рассказать о болезни, о том, что идешь умирать, не попрощаться в конце концов Она закусила нижнюю губу, отворачиваясь и стараясь держать слезы Конечно, она права, он сделал ей больно Прости меня, Касуми Едва слышно прохрипел он Девушка вздрогнула во второй раз, услышав из его уст свое имя Касуми останется в прошлом Итачи Сан Она грустно вздохнула Теперь я не небесное существо, а простая девчонка Мне нравится то имя, что ты мне дал Пусть оно останется моим навсегда Поколебавшись, он угнил ей, прижимаясь губами к ей прохладной щеке Тогда оно будет твоим Шепнул он Навсегда Они превратили эту хижину в свой дом, уютный и светлый, маленький, но полный тепла и добра Итачи не помнил и дня, как просыпался без улыбки на лице каждое утро здесь Их жизнь стала похожа на вечную сказку, которой нет конца А когда спустя какое-то время их навестила Сакура, все-таки приведя с собой Атато, Итачи подумал, что наверное он умер и попал в чистый мир, где все его желания сбылись Медик констатировала, что Кин восстановилась, и что та ситуация никак не отразилась на ей организме, так как вовремя подоспела помощь Про Итачи же она сказала, что вскоре ему можно будет начать тренировки Хорошие новости Ванбу не так уж и плохо Признался брат, когда Сакура ушла с Кин на кухню, чтобы приготовить чай Рад за тебя Кивнул старший брат Есть новости об Абита? Тот отрицательно качнул головой Думаю, ему придется оставаться в тюрьме еще пару лет Но, все же, Пятая сказала, что хочет направить его способности на благие дела А значит, что возможно что-то изменится вскоре Хорошо Кивнул Учхо Как дела с ней? Саски кивнул в сторону кухни Итачи не знал, что ответить, ни с кем и никогда ум не делился совершенно личной информацией, в том числе и с братом Саски, наверное, это понял и решил начать с себя Мы с Сакурой живем теперь вместе Признался он Я получил разрешение на восстановление квартала Учих И со временем добьюсь того, чтобы тебе разрешили вернуться в деревню и жить в одном из домов, по праву принадлежащих тебе Дело сдвинулось с мертвой точки Пятое собирает совет всех Дайми и Каги, чтобы представить эту историю Свету Он не нашел, что ответить, что ты застряла в горле вместе со словами Неблагодаря Фыркнул Саски Хоть пригласишь нас на свадьбу? Старший брат скривился в улыбке и коротко кивнул, вызывая ответные эмоции на лице у брата Тогда не затягивай, Анике, я не хочу быть первым, я младший Он хитро прищурил глаза Нам пора, время, отведенное нам Сакура здесь вышло Саски похлопал брата по плечу, поднимаясь и выходя на улицу Через мгновение к нему присоединилась Ирьянин, Кин вышла из дома последней Я так рада, что твой брат теперь знает правду Тихо сказала Кин, прижимаясь к Итачи и глядя вслед улетающей птицы Ты стал гораздо счастливее, когда рассказал ему Я стал счастливее, потому, что у меня теперь есть ты Она качнула головой Ты был несчастен даже когда я была у тебя Но, тогда у нас не было будущего Она кивнула Да Значит, ты стал счастливее от того, что рассказал брату правду и что у нас есть будущее Она так легко это произнесла Обернувшись к нему лицом, Кин заглянула в его темные глаза и нежно коснулась щеки бывшего Шиноби Оно есть И пусть оно будет только наше Шепнул ей Итачи прямо в губы, притягивая к себе Пусть Кин обожгла его губы жарким шепотом, а потом нежно поцеловала Он наконец-то обрел свое счастье Как и обещал Итачи, пригласил Саски и Сакуру на их маленький и скромный обряд принятий Кин в клоночах А позже они посетили Канаху в качестве особых гостей на свадьбу Атато Младший брат добился справедливости и Сатачи все-таки сняли все обвинения Позволяя вернуться в Канаха Гакурина с этой статьей и героем Лишь став человеком, он зажил жизнью, о которой мечтал, когда был Шиноби И лишь обретя свое счастье, он наконец обрел мир и покой в своей израненной и истерзанной душе Продолжение следует...